здравствуйте коллеги маккульт привет всем еще пять часов мотана и как видите я на этот раз немножко было в кадре ну только самое начало конечно но буду и сейчас будет позор грызение ногтей мучительное поисках истины сейчас мы все увидим какие остаточные знания о мотане остается в голове саватана я 32 года 32 года я буду спрашивать лёша вопрос и некоторые посмотрим что он знает вообще математического ради мы продолжаем наш наше видео 6 часов мотана который вот у лёши на канале была опубликована в мае этого года никто не ожидал что она станет таким популярным сейчас на этом уже в 740 до 777 да я посчитал значит но это был очень хороший ход назвать шипра 6 часов мотана потому что все стали писать что вы математике не умеете даже не умеете считать количество часов и денег экономистов а мы как говорится не математики считают что математики считают коллеги давайте поехали у нас мы начинаем второй семестр мы собственно говоря вот самое начало это будет тема не определенный интеграл который обычно на математических факультетах первом семестре но мы к записывали первое видео нам было что-то тяжело и решили вот это оставить на вторую часть я нарисовался такой не а секундочку это определенный видишь уже показался незнание само неопределенный стой это когда я вас здесь нарисую x и значит у меня будет вот такой как бы он плавающие будет очевидно что производные от функции площади под кривой равна самой кривой это вот то что я площадь прирастает ровно на со скоростью вот это вот примерно да 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 вот сейчас вот давай вот это вот это отлично вот как раз это равенство с которого я хочу начать на вот если я рискнул стираю мы нарисуем точно такой же но чуть чуть позже давайте предположим что у нас есть две функции то что лёша записал в том конце доски м большая маленькая которые обе ну давайте для простоты они обе на интервале а бы определены действуют в р и для всех x из этого интервала бы у нас выполняется вот это вот равенство здесь тогда лучше вот воз алексей вот она знаешь чем отличается f от x от f это значение для функции как объект такого но кто всех функций конкретный представитель отлично отлично вот когда когда мы говорим функция f вот часто в книгах не очень хорошо пишут функция f от x это плохо да я всегда пишу тогда вот f от x да да ну хотя бы тогда потому что понятие f от x это значение функции в точке да но сейчас нас будет как раз тема где будет важно подчеркивать что константы что не не константы и поэтому я иногда буду себе просто позволять писать f от x вместо f ну вот так это ничего страшного просто чтобы вот такой комментарий был значит вот давайте рассмотрим вот это равенство f штрих от x равна f маленькая от x которая выполняется для всех x из интервала а б да в этом случае как называется функция маленькая функция маленькая это производная функция большого а а функция м большое это прорезь первообразная ф маленькая да да давайте это запишем значит функция м большое это первообразная значит я узнавал вот как правильно про как правильно говорит перообразная литер шаг перообразная на самом деле отображение из многих всех функций да ну естественно дифференцируемо да во множество всех да 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 является отображением линейных пространств она является естественно линейным отображение да и ядром этого отображения сорт константы вот как раз сейчас вот как раз сейчас мы сейчас об этом пространство я люблю все я всегда переписываю потому что это не разделенная любовь она меня нет я ее пытаюсь понять уже 30 лет и она мне не дается для понимания до конца я не могу понять вот эти тонкости гомологии к гомологии там всех особенно когда начинается не просто вот что-то видимые дырочки какие-то да там отвечают за гомологии к гомологии ну каких-то непрерывных объектов а вот когда начинает к гомологии групп я приступил понимать что бы то ни было я не понимаю почему зачем зачем эта конструкция но мы ответились вот сегодня все будет гораздо проще я думаю ты можешь должен вполне понимать что давай ну давай меня кстати часто благодарят сейчас что благодаря нашему этому ролику с егором сдали экзамен не очень 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 много просто кучу народу поблагодарил она вот так значит ну давайте давайте тогда следующий вопрос так небольшой комментарий коллеги вот эта запись она поддерживает что функция большой дифференцируем а а потому что ну это иногда в книге специально оговариваться отдельно что функция большой дифференцируем а но вот это равенство уже она как бы проживает что для всех x она производная существует на это просто тоже небольшой комментарий и так значит давайте следующий вопрос вот пусть нас есть функция f которая опять же определена на интервале а б и действует вверх вот когда заодно такая функция у нас возникают некоторые вопросы первый вопрос существует ли первообразная существует ли первообразная функция f то есть может ли быть функции производный какой-то да может ли это быть функция производного какой-то другой да такой небольшой вопрос от меня есть ли проект первообразная существует выражается ли она в элементарной функции выражается ли мы сейчас немножко совсем про про выражается ли она неприличными это первообразная в виде элементарной функции в виде элементарной функции элементарной функции я сейчас все эти вопросы перечислю а потом мы будем у них отвечать второе если первообразная существует как описать все первообразные это как раз вопрос на это очевидно как сказать все первообразные а ну мы тоже сейчас немножко поговорим это один важнейших вопросов данной теме и третий вопрос как вычислить интеграл это вопрос который мы вот сейчас лёши касаться не будем почти в нашей лекции но чуть-чуть немножко проект поговорим да как вы ну как найти интеграл а значит как на и как найти первообразную то есть так лучше как найти первообразную ну если она существует да конечно если она существует если выражается элементарных да понятно ну это вот обычно такая вот такая трудовая техническая задача курсом от анализа давайте вернемся к первому вопросу существует ли перообразная функция на самом деле это вопрос очень сложный и на него так вот просто ответить нельзя но мы сделаем два замечания давайте отметим достаточное условие значит вот если функция непрерывно то у нее обязательно есть парообразная вот как раз мы эту теорему теорему кстати как называется ну неважно значит это очевидно почему но потому что нужно просто взять и то самое ну хочет под этой кривой и все равно и будет функции ну да 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 значит но это я горит коллеги нужно строить по-хорошему интегральные суммы ну да 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 есть предел независимо от того как ты размечаешь вот и для непрерывной функции независимо от выбора на выбора . это сейчас мы как раз наверно не говори техника то есть я больше школе это важная теорема из которой кстати говоря это следствие из теоремы вот я называю теорема барроу а интеграя с перемены верхним пределом но это как раз привет привет у формула ньютона лебенца да значит если функция непрерывно на интервале об это у нее существует парообразная это достаточно условий не беремся достаточно условия потом вот как мы сейчас с лёшей перечай перед лекцией и обсуждали теорему необходимое условие да если функция имеет первообразную то тогда у нее нету разрыва первого рода функции нет скачков давайте так напишем нет скачков чему потому что у нас нет сильно это понятно интуитивно понятно вот предположим у меня есть скачок да я не я не знаю сейчас формально прямо сейчас я может быть сразу ну короче смотри вот допустим у нас есть скачок тогда очевидно что ну как бы слева вот здесь производная то есть можно построить функцию которая дает производную вот такую вот слева надо можно право но я просто будет как бы просто и зло и будет будет либо излом либо тоже скачок у трообразных и там мы немножко мы немножко да поговорим о склейки констант так называемый нож как раз там немножко про это тоже будет вот значит это достаточно слове необходимое условие если же у функции f имеются разрывы второго рода вот тут ничего сказать нельзя тут может быть прообразная а может быть и нет это месяц минус я помню какой-то очень важный пример но тут легко можно вот тут квадрат да 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 x квадрат минус 1 x и продифференцировать да и вот это будет как раз вот это что там будет пирообразная от вот той вот функции производной да страшно тут станет 2x минус 1 x минус косинус 1 x и вот тут вот как раз вот пирообразная був под интегральная функция будет иметь разрыв пиро почему потому что x тебе до колебания вот эти вот как бы да 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 тут вот если если рисовать . на этом графике и вот это вот форду тот вот тут не будет вот этого предела да не будет совсем мы когда ты списай со студентами делали такие анимации вот они очень хорошо да 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 а вот если на x еще домножить то тут уже будет более гладкая значит но при выражении и производная вот это уже производная рвется вот эта функция до производного не второго и первого рода обознает какого 1 1 1 да нет ну там еще есть устраним разрыв там тоже был звук и рапирообразный не нужно то там тоже перообразным может и не быть функцию которых ну конечно если я счетное количество точек вот так вот вы колю там функцию вот этот римана тома поговорим чуть позже не сегодня это будет наша лекция чуть позже это будет значит уже видимо без алексея да так хорошо значит вот это вопрос очень такой тяжелый вопрос да то есть не свалить есть достаточно есть необходимая не оставляют достаточно не критерий 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 литерий не сформулирован на счета необходимо сюда да по поводу выражает след перообразные видели метана функции мы чуть-чуть позже проект поговорим но это еще сегодня надо там теорема леувилле алгоритм решает вот чуть-чуть позже поговорим чуть-чуть вот давайте теперь рассмотрим на второй вопрос второй вопрос очень простой значит как описать все перообразные функции маленькая значит давайте предположим что м большое это это перообразная функция маленькая и как описать все перообразные этой функцию значит и принцип большое это первообразная функция маленькая есть еще одна а первообразная f большое с волной функции-мальку Enter Ну давай давай как говорят артиллеристы забиваем цели начиная самый простой если функция большой перообразная функция маленькая та функция большая приз константа констант она тоже первообразной да 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 досторcü проц-образная функция fannie but Но тут есть еще обратная теорема, которая, как мне кажется, достаточно интереснее. Что если F и F, например, это две первообразные функции, F маленькая, то тогда, вот то, что сейчас Леша говорил, F это F плюс константа. Да, доказательства, вычтем их друг от друга, то разность первообразная длину я. Давайте, значит, продифференцируем разницу. F минус F штрих, это будет F штрих минус F штрих, F минус F равно ноль. Тождественно. Ну, тождественно, да, тождественно ноль. Если функция на связанном множестве, имея производную равную нолью, то это константа. Да, только иначе в двух разных точках она имеет разные значения, и посередине будет потерять имя. Ла, Гранжа, да? Ла Гранжа, вот, отлично. Я как раз хотел спросить, что мы используем, что мы используем для доказательства этого факта. Я даже хотел, я еще помню, знаешь, это, потому что это было еще в школе. Отлично. Правда, 57-й. Твой друг. Влад Горелла. Влад Горелла, да-да-да-да, у него такие слова есть, да? Забудут Джорджа Помпиду, забудут даже Ассанджа, но будут помнить и в аду Тиарему Лагранжа. Тиарему Лагранжа. Тиарему Лагранжа, да-да-да. Я когда-то на Пеннабин арестовал схему курса математического анализа, какие теоремы, из каких выходят, да? Тиарему Лагранжа, Тиарему Лагранжа, из нее больше всего следствует. Вот в курсе Магранжа одна из тысяч теорем Лагранжа, которая есть, но там очень многих, не тысяч, а очень многих. Лагранж, великий пример, как, наверное, должно быть интересно всем. Лагранж в первом в истории доказал, что любое натуральное число является суммой четырех квадратов. Да, это, конечно, гениально. Это совершенно гениальные результаты, которые Леглен и смог дойти. Он предполагал это, но доказал это его ученик Лагранж. Да, я его говорил, что у меня родились ученик гений, следите за его результатами. Лагранж. Кстати говоря, почему Лагранж, Лагранж даже во Франции, а не Лагранж? Лагранж, Лагранж. Но в Франции все равно Лагранж, да? Да, он тоже Лагранж. Не, я эту историю рассказывал. Да, может, иначе он, женщина, кажется. Лагранж. 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 Лагранж, да. Значит, дело в том, что великий Лагранж занимался политикой. А жил он во времена Великой Французской революции. И там он должен был просто скрыть то, что он является дверянином. И поэтому он свою фамилию поменял. И даже во Франции он Лагранж без ля. Лагранж. Значит, мы отрубили голову, да? Отчаяние революционеры, за принадлежность к плохому классу. Голову не знаю, но, по крайней мере, в политику большой он бы не попал. Это мне знаешь, кто сказал наш общий друг, Владимир Александрович Горден. Он специально, ну, он как бы, когда был во Франции, он специально искал этого Дуила Гранжа. Который в гидроме центре? Да, 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 конечно, наш дорогой Владимир Александрович. Я, в общем, хорошее мнение о нем. Как интересно. Да, он был моим лучшим другом в вышке. Но одним из лучших. Да, 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 замечательно. Вместе мы на одной кафедре работали. И вот он в семинаре нашем, куда я тоже ходил, рассказывал, что вот он ездил во Францию. И пытался там найти, ну, как бы, первоисходники трудов Ла Гранжа. И он не смог найти, потому что он искал Ла Гранж. Я Гранж, не мог найти, да. Оказывается, Ла Гранж уже не сказал. Так, ну, что? Хорошо, значит, этот вопрос мы обсудили. Теперь давайте первое определение. Так, а мы не будем разбираться с вот этими. Не уверен. Не уверен, чуть-чуть позже. Давай. На самом деле мы все простое обсудим, а потом уже чуть-чуть сложнее. Мы выяснили, что если у нас есть какая-то перообразная функция f маленькая, то множество всех перообразных, это просто перообразная какая-то специально выбранная. Плюс констант. Да, да. Ну, давайте дадим определение. Ну, во-первых, такое совсем небольшое определение, что переход от функции f маленькая и ее первообразное, f большое, называется неопределенным интегрированием. 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 Да, 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 да. но тут на самом деле иногда называют неоплением интегралом какую-то какую-то конкретную перо перообразную но я все-таки значит склоняюсь к тому что это множество множество всех неоплением интегралом и обозначение такое которое хорошо всем известная такая вот такая у нас ну вот это значок dx это тоже значок он обозначается так как дифференциал но на самом деле это все-таки не дик все же не дифференциал который стоит здесь dx вот но с ним удобно работать как дифференциалом но об этом тоже немножко попозже с вами поговорим и так значит интеграл это неоплением интеграл значит обозначение f от x dx давайте суда я напишу обозначение . интеграл на самом деле тут конечно важно важно избать не так и все-таки множество а вот так вот но вот это уже опускают еще один еще один вопрос который тут тоже иногда поднимается кивеныш вот есть такие люди которые вот очень-очень-очень въедлива и они замечают что вот это x и вот это x она конечно совсем разные даже потому что здесь связаны перемена здесь она свободна вот ну и там какие-то я читал совсем недавно такие значит труды на мой все очень очень сложно значит ну вот как бы это обычно не пишут ну и просто если увидите вот такого значок интеграла то знаете что это равенство с точностью до констант так понятно да вот и еще один небольшой вопрос значит вот это c это на самом деле не совсем константы но если у вас множество на котором мы рассматриваем от равенства мест не связано то есть не интервал это тогда кусочек значимологии функция кусок это не всегда это это количество экземпляров котором количество связанных я чуть позже у нас будут вопросы так хорошо значит замечательно давайте немножко рад по свойства про свойства не определенную интеграла первое свойство это что производная равна чего когда когда не дается капитал начальность к нам не студенты это пишут на экзамене свойства не интеграла я спрошу вас же это множество что такое производное множество такого понятия нету то есть вот под этой записью как множество примененных операций к элементу множества ну можно сказать так все равно не очень понятно что такое производство это это просто из определения следует вот второе свойство которое нам сейчас понадобится интеграл в большой от x вот ну что это такое не очень понятно по определению это будет f штрих от x dx вот так определять вот так в этом 4 как x dx то есть да я это вот штрих от x dx по определению мы так кладем и это будет ровно чему я плюс цель конечно пишу здесь от x ну потому что бы как бы различать это тоже из определения следует следует да вот и как раз вот эти два свойства говорят что операции дифференцирование интегрирование неопределенного они взаимно обратно и поэтому собственно говоря коллеги как строится вот эта таблица неопределенных интегралов просто берется таблица произвольных и просто как бы меняется местами вот из самого первого раз третье свойство они сидят 702 ты аудитория там же не заняться и смотрят здесь они сидят мнение это в казахстане в астане на астане себя в стране до возбуждение у мать я был в китропавловск проезжал я был на там в районе алматин алматы тоже был много а в остальные не был толпы каргане был я был в стане воздавал на балкон перелезал основу бабушку которая сама себе закрыла милиция пришла к нам кто тут альпинисты я говорю но мы горные туристы ну сойдет и попросил залезть пятого этажа на четвертый на балкон спасти бабушку я значит перелез пищи на берёвками достатковался не спас бабушка он мне выписал такую на страничке типа и что-то на казахском это становится и действительно в одном месте предъявили эту страничку милиционер дал козырек и ушел что там было написано все брали взятки за все то есть просто любой ситуации когда ты на улице встречаешь милиционера почти точно он будет к чему-то прикапываться и нужно будет об этом минимальное количество тенге ему дать и он уходит а то значит мы такая бумажка идет на меня тоже остановили в стане милиции это был очень давно может сейчас на коррупции и нет у меня где-то у начального двадцатых уже в этом устанавливаем и так значит третье свойство это линейность непрямую интеграл это значит что это есть существует интеграл функции ну наверное да у нас есть у нас существует интеграл же ты где-то то для любых констант альфа-бета у нас ну дать я вот сюда вот перейду у нас существует интеграл от линейной комбинации вот эти вот функции альфа-бетта же да и причем он равен точно сюда константы линейной комбинации пирообразных альфа-бетта же можно оставить в таком виде без константы потому что и это это множество да конечно если это сложение по минковскому да 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 ну доказывается это элементарно просто не дифференцируется правая часть и получается по внутренней уже ну и дальше остается только на это все пока это очевидно это все да как салон за почерпка 32 года почему равен отыграл вот от этой пусы логарифм без константа и логарифм слушай я понял твой вопрос на самом деле там же слева что-то еще происходит конечно а вот лево должно получиться что то что убывает а так что у меня будет убывать здесь нету да и вот тот вопрос вопрос который на который ты уже собственно говоря ответил зачем здесь модуль значит да потому что вот это равенство для каких x не равных 0 тех x для которых определена под интегральная функция она плена для всех x кроме нуля понятное дело и поэтому поэтому то что вначале сказал логарифм x это тоже было бы правильно пирообразная но она была бы не для всех да а вот кроме того вот это как бы небольшое замечание что тут такое но здесь все уже не константа двигаться то что мы говорили это 1 если x больше бетон и c2 если x меньше гениально вот значит что мы теперь давайте немножечко так как мы все-таки не только рассказываем про тонкости разные тем мы все-таки должны полный курс мутанализа записать поэтому давайте 2 много вот этих тонкости да да а ты не ему сдавал а я вы можете да всех имел как сидоровых коз и я у него получил четверку задний мой лектор говорит самоте и что согласились на 4 тут я прям почувствовал что у меня меня в землю просто вдали нет коллега согласен чтобы пересдали конечно они все есть подготовитесь будет у вас 5 но я что-то чуть-чуть напортачил так теорема 1 1 интегрирование по частям это как раз не очень сложно пусть функции у и в значит дифференцируемы на промежутке а b и существует один из интегралов существует один из интегралов либо интеграл у штрих на ватекс дх либо вот он титал уатекс а а тогда и другой да да существует второй из этих интегралов этих интегралов причем справедливо произведения нужно угадать да что что значит что за обычно я говорю своим студентам вот так вот видео записывать вот таком в ду равно игра фигачить под дифференциал а что до что про интегрироваться что предифференцируется ну доказать теорема достаточно просто это просто интегрируется просить дифференцируется правая часть и получается да значит вторая теорема ну примерно то же самое значит замена переменной в не определенном интеграле переменной замена переменной значит пусть у нас для какого-то итак пусть у нас выполняется вот такое вот большое это первообразная маленькая а а а а и 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 играл и и и непонятно да и 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 Спасибо огромное. Всем отходь, пока. Замены переменной в неопределенном интеграле. Если у вас есть некоторый интеграл, неопределенный от x dx, то сделав замену, x равно φ от t, dx заменяем на φ штрих от t, dx дт, получаем интеграл f от φ от t, то есть композицию функции f и φ, умноженное на φ штрих от t, dt. Теперь все зависит от того, будет ли проще брать этот интеграл или этот. это всегда требуется выбрать замену, которая будет, которая приведет к более простому интегралу. Если мы берем этот интеграл, какая-нибудь прообразная g от φ от t плюс константа, и последнее, что вам нужно сделать, это вернуться к изначальной переменной x. Это нужно сделать обязательно. Как это сделать? Значит, вот по этой формуле x равенусь φ от t, если у нас есть обратная функция t равно φ минус 1 от x, то мы как раз, ну, если тут, например, t, t, g, t, то мы получаем интеграл f от x до x, который был изначально, есть g фигмит в 1 от x плюс c. У нас только два есть метода интегрирования, они определенные интеграла. Это интегрирование по частям, интегрирование замены переменной. Ну, еще есть логерические преобразования, но это каждый раз, это как бы зависит от конкретного интеграла, который мы берем. Давайте, друзья, поговорим о таком сложном вопросе интегрирования в элементарных функциях. Если у вас есть интеграл неопределенный f от x до x, с вероятностью очень-очень большой этот интеграл не берется в элементарных функциях, даже если преобразная функция f существует. Ну, мы все знаем примеры, такие распространенные, все всем известные, интегралов, которые в элементарных функциях не берутся. Это синус f деленное на x, dx, это интегральный синус, интеграл dx на логарифм x, интегральный логарифм, ну и разные другие, интеграла синус x квадрат, интеграл кренеля, 8-х квадрат, е в степени синус x квадрат и так далее. Вопрос о том, берется ли функция в элементарных или нет, то есть существует ли функция элементарная, пирообразная, на самом деле исключительно сложной. Мы с Алексеем Латеевым немножко касались этого вопроса, но, к сожалению, я не успел это сказать при нем, кем нужно было уходить. Я сейчас не буду рассказывать об этом подробно, расскажу только некоторые такие вот моменты, моменты, которые вы можете посмотреть, если вам этот вопрос интересен. Во-первых, тут нужно назвать теорему Льювилля. Льювилля. У Льювилля было очень много теорем, это теорема об интегрировании, об интегрировании в элементарных пункциях, наверное, так, потому что у Льювилля есть теорема об интегрировании несколько. Значит, теорема Льювилля у нас функция F имеет элементарную производную, элементарную, пирообразную, тогда и только тогда, когда она представима в некотором виде, представима в специальном виде. Я сейчас не буду говорить этот вид писать, потому что нужно достаточно много всего рассказать перед этим. Представима в специальном виде. В специальном виде. Реализация этой теоремы стал такой алгоритм Риша, или полуалгоритм Риша. Полуалгоритм Риша. Риша — это достаточно сложная конструкция, которая была реализована с большими проблемами на компьютерах. То есть мы приводим функцию под интегральную к тому виду, которую можно взять элементарную, пирообразную. Это очень такая непростая задача. И, как мне известно, вот на данный момент полностью она не реализована. Как мне кажется, что наиболее существенное продвижение это сделала фирма Вольфрам, своя вот Вольфрам-математика. Но у них, по-моему, тоже они до конца этот вопрос не довели до конца. То есть алгоритм Риша, ну, посмотрите, значит, в Википедии есть интересная статья, и там можно много статей по этому поводу дополнительных увидеть, найти. Я только вот что еще скажу, что под интегральная функция очень неустойчива к изменениям для того, чтобы у нее была и отсутствовала или присутствовала элементарная производная. То есть вот эту под интегральную функцию можно изменить очень малым образом для того, чтобы из существования элементарной первообразной у нее она исчезла. Давайте я просто покажу очень хороший прием, красивый, пример, красивый пример, который я тоже взял в Википедии. Там вот он очень-очень классный пример. Интеграл х поделить на корень из х4 плюс 10х квадрат это 6х минус 71. Вот у этой функции есть элементарная первообразная, она выглядит там на несколько строчек, но она есть. Вот. А если вот эту циферку 71, число поменять на 72, ну то есть получается примерно то-то же самая функция, то вот уже у такой функции х делен на корень из х4 плюс 10х квадрат минус 96, простите, х тут должно быть 96х минус 72, вот у такой функции первообразной, элементарной нет. Элементарный, прообразный нет, вот это тоже можно доказать. Вот. Значит, то мы можем сказать еще по этому вопросу. Итак, важная теорема, важнейшая теорема в этом вопросе, ну и практически единственная теорема в этой теме, это теорема об интегрировании рациональных дробей. То есть у нас есть достаточно большой класс функций, это многочлен, зеленый на многочлен, про который мы знаем, что он всегда интегрируется в элементарных функциях. Давайте напишем теорему, теорема, теорема. Кажется, ее доказал Лаплас, Пьер, Пьер Лаплас. Вот. Но вот в честь него эта теорема, она мало где в литературе названа, поэтому, возможно, и, ну, так лучше и не называть. Значит, теорема, теорема, ну, будем говорить теорема Лапласа. Давайте так начнем. Рациональная дробь, рациональная дробь, эротекс, деленный на кодекс, интегрируется в элементарных функциях. Мы сейчас не будем доказывать эту теорему, андосажа громоздкая и в основном алгебраическая, но я просто на пальцах расскажу про вот эти вот шаги, доказательства этой теоремы. Для начала мы должны эту рациональную дробь привести к правильной. Как она приводится? Правильная, что значит правильная рациональная дробь? Это значит, что степень знаменателя строго больше степени числителя. Это приводится просто деление. значит, первое делением приводим дробь эротех деленный на кодекс правильный. То есть дроби, у которой степень знаменателя строго больше, чем степень числителя. После этого, если эта дробь у вас правильная, то мы можем разложить ее в сумму простейших. Сумму простейших, разложив многочлен, стоящий в знаменателе на множителе, мы получаем, что он состоит, ну допустим, он состоит вот из одного вещественного корня и двух комплексных, то есть х квадрат плюс пх плюс ку, где вот это у вас неприводимый многочлен. и теорема можно доказать, что эта дробь разлагается в сумму двух простейших, а деленная на х-а, ну если корня несколько действительно, то тут просто будет несколько таких дробей, если несколько комплексных, то тогда несколько комплексных вот этих вот дробей, следующее это будет, ну давай так напишем, мх плюс д зеленая на х-квадрат плюс по х плюс ку, такая вот сумма, и последний шаг в доказательстве этой теоремы это просто мы, ну и тут может быть какая-то степень, да, какая-то там степень альфа, степень бета, тогда у вас эта дробь вкладывается в альфа-дробей, это тоже значит бета-дробей ну тут достаточно громоздкая громоздкая техника хорошо и последнее что вы должны сделать это просто проинтегрировать такие вот интегралы ну это у нас интеграл табличный х-минус-а в степени альфа dx это табличный интеграл а этот чуть-чуть посложнее но он тоже интегрируется тоже интегрируется и получаются рациональные функции получаются логарифмы и получаются арктангенсы рациональная дробь интегрируется вот в элементарных мы получаем рациональные дроби многочлены какие-нибудь арктангенсы и логарифмы все остальные функции ну точнее у нас есть различные классы функции которые мы можем доказать что они интегрируются в элементарных и для того чтобы это доказать требуется привести какой-то заменой переменной эту натуральную функцию к рациональной дроби то есть например к рациональной дроби приводятся так называемые тригонометрические интегралы то есть интеграл у которых полиатуральная функция состоит из рациональной дроби этот интеграл рационализируется специально универсальной заменой замена следующая t равно тангенс половинного аргумента как доказывается это смотрите синус х это 2 минус х пополам косинус х пополам делим это выражение на единицу представленную как минус квадрат х пополам плюс косинус квадрат х пополам теперь делим числитель и знаменатель на косинус квадрат х пополам получаем здесь 2 тангенс х пополам а здесь тангенс квадрат х пополам плюс 1 что есть у нас по нашей замене 2t деленное на t квадрат плюс 1 аналогично приводится косинус я сразу же поделил на единицу синус квадрат х пополам плюс косинус квадрат х пополам числитель напишу косинус двойного аргумента это косинус квадрат х пополам минус минус квадрат х пополам делим опять же числитель знаменатель на косинус квадрат х пополам и получаем 1 минус тангенс квадрат то есть t квадрат деленное на 1 плюс тангенс квадрат то есть t квадрат теперь смотрите dx выражая x через t из этой подстановки мы получаем что x пополам это арктангенс t то есть x это есть 2 арктангенс t x это 2 арктангенс t и дифференцируя x мы получаем что dx это есть 2 поделить на 1 плюс t квадрат dt поэтому наш интеграл переписывается в виде рационального интеграла r от 2t t квадрат плюс 1 1 минус t квадрат деленное на 1 плюс t квадрат 2 делить на 1 плюс t квадрат dt и мы получаем рациональный дробь под интеграл которая по предыдущей теореме интегрируется в элементар интегрируется в элементар ну вот есть еще различные классы интегрируемой функции ну вот я буду ссылаться на ну собственно говоря в любом учебнике по математическому анализу вы можете посмотреть эти классы то есть это классы дробной дробной иррациональности потом квадратичной иррациональности подстановки эйлера там вот вы посмотрите мы сейчас не будем тратиться на это время а посмотрим на следующий вопрос при делении под интегральной функции мы вообще говоря меняем область определения интегральной функции то есть если у вас есть некоторая функция f от x dx ну например вот предыдущая значит тригипетрическая дробь мы там так достаточно бодро поделили на косинус квадрат понимаете что мы этим самым изменили нашу область определения под интегральной функции потому что мы понимаем что у косинуса есть бесконечно много точек в которых он вращается ноль и там деление проводить нельзя и это на самом деле такая достаточно неприятная проблема потому что мы знаем что вот это вот равенство интеграл от x dx равняется f от x плюс константа описывается как это было сказано ранее для всех x для которых определена под интегральная функция маленькая но после вот этих подделений у вас может поменяться в области определения давайте я сейчас приведу пример значит интеграл dx деленное на синус квадрат x плюс 2 косинус квадрат x в квадрате если например взять этот интеграл ну как его взять достаточно просто поделить на косинус четвертой степени числитель знаменатель потом 1 делить на косинус квадрат x засунуть под дифференциал перейти к интегралу от тангенса и этот интеграл ну от тангенса делать замену t равно тангенс x и просто взять рациональный интеграл вот если например вы занесете этот интеграл в программу вольфрамматематика о которой мы с вами уже сейчас сегодня говорили то она выдает вот такой вот ответ 3 поделить на 4 корня из 2 тангенс x тангенс x делить на корень из 2 с x тангенс квадрат x плюс 2 плюс c человек который работает с вольфрамматематика берет этот интеграл получает вот такую перообразную и ему кажется что это все верно давайте присмотримся значит что у нас стоит в правой части что это за перообразная а это коллегия периодическая функция периодическая то есть например мы сейчас нарисуем график этой функции то у нас вот такие вот какие-то получаются здесь такие вот функция с разрывом первого рода и задаем вопрос является ли вот эта функция то есть вот эта функция первообразной под интегральной функции давайте вспомним первообразная это ну собственно это функция прененавидия значит поэтому эта функция должна быть у вас первообразной на всей числовой прямой и поэтому для любого x из числой прямой r должно выполняться что это квадрат это значит производная от этой части есть вот эта дробь но это же неверно потому что мы видим что производная первообразной должна быть является строго положительным а что значит что производная строго положительно вот это было у нас когда мы обсуждали теорему лагранжа функция монотонно возрастает поэтому значит это первообразная должна быть строго возрастающей а у нас вот что получилось 2п периодично поэтому ну вот как бы человек который работает с вольфрамматематикой чисто формально вот просто получая технически все производные прообразные преобразные он не поймет вот что тут что-то не то давайте разбираться давайте разбираться и для этого нам нужно будет одно такое важное утверждение давайте вот так напишем утверждение пусть функции f и f большое и f маленькое действует из какого-то интервала а.б. ну допустим в.р. и пусть c это внутренняя точка интервала а.б. причем f непрерывно в точке c и функция f большое является первообразной функцией маленькая для всех x из объединения интервалов а.c. и c.b. и для всех x из объединения интервалов а.c. c.b. выполнено что f' от x равно f от x тогда для того чтобы функция f была бы пирообразной функцией от маленькая на всем интервале а.б. необходимы и достаточно чтобы функция f была бы непрерывной в точке c непрерывно непрерывно в точке c непрерывно в точке c ну в одну сторону это утверждение очевидно в другой лимитарь очевидно оно конечно в эту сторону потому что если f большой прообразной функции маленькая на всем интервале то она дефицируема на всем интервале а значит непрерывно на всем интервале а значит заведомо непрерывно в точке c обратно вот это вот теорема ну давайте сейчас ее попробуем доказать и для этого нам как раз понадобится теорем лагранжа который мы вспоминали давайте возьмем некоторую последовательность точек xn сходящуюся к цену например слева xn стремится к c минус 0 и давайте запишем на отрезки xn c на котором выполняются все условия теремного гранжа то есть дефицируемость на интервале непрерывность на отрезке у нас найдется точка ксиеновая тема обозначим такая что f от xn минус f от c деленное на xn минус c равняется f штрих в точке xn теперь посмотрим f штрих от xn это есть f от xn потому что xn у вас значит расположена от xn до xn то есть там где функция в большой от пюрообразной функция в маленькая и давайте смотреть так как у вас функция в маленькая непрерывно в точке c то при n стремящемся к бесконечности xn стремится по теореме двух милиционеров к точке c f от xn стремится к f от c а дробь которая стоит здесь слева по определению примется к левой производной функции в большое то есть f штрих с минусиком в точке c ну поэтому мы получаем что левая производная функция в большое в точке c равна функции равна f от c и аналогично мы доказываем что и правая производная функция в большое также значит в точке c равна f маленькая c следовательно f штрих с минусиком от c равняется f штрих с плюсиком от c следовательно функция в большое дифференцируема в точке c и она совпадает с производной функция в большое в точке c которая равна f маленькая c ну вот но это как раз именно то что нам оставалось доказать для того чтобы доказать что функция в большое это п-образная функция в маленькая на всем интервале b то есть мы по условию теоремы у нас она везде здесь в объединении интервалов нам оставалось доказать только что в точке c выполняется то же самое равенство ну вот мы его и доказали итак давайте вернемся к интегралу который у нас был так вот коллеги значит в каких точках рвется первообразная она конечно рвется там где тангенс превращается в бесконечное потому что с одной стороны у вас будет π по лампу тангенс а с другой стороны поэтому тут требуется изменять на каждом из этих промежутков вот эту константу c то есть давайте напишем cn и здесь напишем что это первообразное у нас на вот таких вот промежутках от минус π пополам плюс pn меньше x меньше чем пи пополам плюс pn ну вот а в точках ну давайте в точке пи пополам у вас у вас перообразная вот перообразная мы обозначим пункцию стоящую в левой части как обычно f от x нам нужно чтобы подобрать вот эти константы чтобы перообразная была бы непрерывной f от пи пополам плюс pn минус 0 должно равняться f от пи пополам плюс pn плюс 0 и мы получаем следующее равенство которое вот сейчас мы тоже здесь запишем так 3 делить на 8 корней из 2 на пи пи пополам пи пополам плюс cn а на другом промежутке вот это это уже будет минус 3 пи на 8 корней из 2 плюс уже следующий cn плюс 1 то есть там вот у нас вот он перешел через вот эту точку и сразу же мы получаем что n плюс 1 это есть 3 пи делить на 4 корня из 2 плюс n следовательно cn cn есть 3 пи делить на 4 корня из 2 плюс c минус 1 и так далее подставляя вот эти вот последовательно вот эту рекурсию раскручивая мы получаем вот такую формулу cn равно 3 пи n делить на 4 корня из 2 плюс ну какой-то исходный c0 который как раз можем вот ну которая будет вот этой произвольной константой ну вот осталось только определить n потому что в исходной задачи его не было но это легко получается вот из этого неравенства мы прибавляем пи пополам левой правой части делим на пи и получаем что n меньше x деленное на пи плюс одна вторая а здесь будет меньше n плюс 1 следовательно n как отсюда видно это просто целая часть их деленное на пи плюс одна вторая 3 пи целая часть их деленное на пи плюс одна вторая деленное на 4 корня из 2 а плюс c 0 и вот если теперь подставить вот такую вот множественную константу в нашу первообразную мы получаем что на каждом отрезке пи образная поднимается вместо давайте еще раз нарисуем этот рисунок грустно вместо вот такого рисунка мы получаем очень хорошую гладкую дифференцируемую кривую дифференцируемую функцию которая как раз является пи образной вот этой так что все задача решена и пожалуйста я хотел бы чтобы вы запомнили о вот этом вот небольшой тонкости переходим к следующей теме определенный интеграл Риммана перед тем как рассказать про эту тему я немножко расскажу про историю были великие люди в древней Греции вычисляли площадь под параболой и уже давно я не помню кто из великих математиков это смог сделать но вот площадь вот так называемой кривленейной трапеции они вычисляли значит как это они делали вот я это все рассказываю потому что для того чтобы понять всю оставшуюся теорию определенного интеграла очень важно вот именно вот этот пример понять и так значит как была вычислена площадь под графиком парабола отрезок от нуля там до единицы развивался на какие-то одинаковые отрезочки и каждый из этих отрезочков нам давал некоторый прямоугольничек древние греки умели вычислять площадь прямоугольника но это просто произведение его сторон и просуммировать и понятно что если мы теперь будем добавлять точки то есть измельчать вот это наше разбиение то вот эта вот сумма прямоугольников она окажется достаточно близкой к площади под графиком параболы то есть разбиваем этот отрезок на маленькие подотрезки выбираем какую-то высоту прямоугольника вот по функции которая вот на этом отрезке и суммируем суммируем и потом измельчаем вот это разбиение вот это очень важно и если вы поймете вот эту саму концепцию которая еще в Древней Греции была получена то вот как раз сейчас следующая теория которую я буду рассказывать она собственно говоря вам должно быть понятна ну и тоже еще ради такой вот небольшого замечания это что курс математического анализа изучение курса математического анализа оно ведется совершенно противоположно историческому вот как на самом деле он строился вот это вот я когда это понял мне это показалось очень таким забавным то есть как ну как построение курса математического анализа вначале у нас теория множеств ну если даже хотя бы по этой лекции и предыдущие 6 часов мотана теория множеств потом теория пределов через пределов потом изучается дифференцирование а потом интегрирование интегрирование вот на самом деле в исторической перспективе вот эти задачи они проходили совершенно в другую сторону то есть еще древние греки древние египтяне вычисляли площадь под криволинейной трапеции то есть фактически занимается интегрирование при ньютоне и других барроу вот другие великие люди значит физики было развито дифференциальное исчисление теория пределов уже сформировалась при каши вирш трассе позже чем дьютон и самое последнее в этом вот в этой вот цепи это была теория множеств которая была построена георгом кантором получается в конце 19 20 веков вот интересное замечание по поводу того что мы изучаем математический анализ совершенно противоположном направлении нежели он ну как бы развивался исторически ну буду теперь уже говорить более такие формальные слова и строить теории определенные тралл рима дадим определение определение разбиением тау отрезка а б называется множество точек множество точек x и xк на 0 до м То есть tau — это у вас множество точек xe, xk на 0 до m. Диаметром разбиения tau называется длина максимального отрезка. То есть эти точки не обязательно у нас равномерно распределены по этому отрезку. Там может быть совершенно по-разному. То есть определение диаметром разбиения tau называется максимальный tau. Та называется максимальный по всем k. Ну вот давайте вот delta xk — это у нас будет xk минус xk минус 1. Положим, это длина катого отрезка разбиения. А диаметр будет максимальным по всем k. Это у нас будет delta xk. Теперь то еще важное — определение размеченным разбиением tau называется. xn называется, опять же, множество точек. Называется множество точек. x0 и так далее, xn, 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 xn. xn, 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 xn. Ну вот размеченный разбиение. Ну то есть фактически у вас… Вот, давайте делаем рисунок. То есть вот у вас отрезок А, Б. Мы разбиваем его на какие-то отрезки. Точка x1, x2 и так далее. xn, 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 xn. А потом мы на каждом из этих отрезков берем какую-то точку кси. И вот это множество точек называется размеченным разбиением отрезка А, Б. Интегральной суммой функции F, отвечающей разбиению Тау, называется следующее выражение. Интегральной суммой функции F, отвечающей разбиением Тау, Си, отрезка А, Б. Тау, Си, отрезка А, Б. Называется сумма, которая мы будем обозначать Сигма Тау F, Кси, равная сумме по К от 1 до Н, F от Кси К, умноженная на дельта Х. Дельта Х, я напоминаю, от xk минус xk минус 1. Давайте присмотримся. Каждая из слагаемых этих сумм, то есть F от Кси К, умноженная на дельта Х, представляет собой площадь прямоугольника. Вот той прямоугольника, который у нас был, когда мы разговаривали с вами о вычислении параболы, площади по графикам параболы от великими математиками древности. То есть ничего нового на самом деле мы пока не видим. Значит, Сигма Тау F, Кси, это вот такая вот сумма. Теперь важное определение, наверное, самое важное во всей этой теме. Пределом интегральных сумм фигма Тау при диаметре сбиения, стремящемся к нулю, называется... Давайте так напишем. Число И Число И называется пределом интегральных сумм Сигма Тау от F кси при диаметре для Тау с прямящимся к нулю, если выполняется следующее условие. Если выполняется следующее условие. Для любого Эпселя большего нуля найдется Дельта больше нуля. Такое, что для любого разбиения Тау с диаметром ДТау меньше, чем это Дельта, вне зависимости от выбора точек кси выполняется неравенство модуль Сигма Тау от F кси минус И меньше, чем Эпси. Как мы видим, это очень похоже на предел функции и вот этот вот число И называется как раз пределом Сигма Тау от F кси при диаметре ДТау с прямящимся к нулю. Ну и собственно говоря, вот этот как раз предел он обозначается всем известным символом как интеграл от А до Б F от Х до Х Вот именно этот предел именно этот предел и обозначается вот этим вот интегралом. Так, какие я тут задаю вопросы студентам своей на лекции? Вот у нас введено понятие, которое мы назвали пределом. Но какие различия вот этого понятия и предела функции, которое у нас было в начале, которое у нас уже было давно? ну и мы видим, что на самом деле вот это понятие предела оно другое, нежели там. Ну хотя бы потому, что вообще говоря, вот эта вот функция Сигма Тау от F кси у нас не зависит от диаметра. Понимаете? Оно не зависит от диаметра, поэтому считать вот этот вот предел пределом функции нельзя, потому что эта функция не зависит от диаметра. На самом деле можно чуть-чуть по-другому вообще ввести понятие предела. Есть такое определение предела по базе множеств. Ну вот я бы советовал бы вам безусловно почитать, например, учебник Зорича Владимира Антоновича и там как раз вводится вот он так вот предел по базе и если по базе множеств, если вводить именно так, как там это сделано, то вот этот предел будет точно таким же, как предел функции. Но когда я строил свой курс, я решил, что все-таки наверное ну такое некоторое усложнение оно будет неоправданно за исключением вот этого как раз места. Но для того, чтобы вы понимали, это я должен сказать. Но так как это вообще говоря не предел, мы не можем воспользоваться всеми теми много замечательных теорем, которые у нас были по пределам функций. Следовательно, мы не можем получить единство предела ограниченность функций имеющей предельное значение и так далее. А это все это нужно доказывать независимо. Итак, теорема 1 единственность определенную интеграл я определенный интеграл ринна единственность определенного интеграла как и любая тарема единственность она формулируется очень просто и достаточно просто в этом случае доказывается. существует предел интегральной суммы римуна сигма талар фси то он единственный. То есть если он существует то он единственный. То он единственный. единственный доказательство в этом случае единственное доказываться несложно от противного пусть 1 равно пределу интегральной суммы стегматово тарси при диаметре стремящейся к нулю и пусть там же равен и 2 следовательно для чисел 1 и 2 выполняется вот это вот все что здесь написано. Хорошо давайте рассмотрим модуль разности и 1 минус 2 прибавим и вычтем интегральную сумму воспользуем воспользуемся тем что модуль суммы не превосходит суммы модулей получаем и 1 минус стигматово от f что этот интеграл то это у нас меньше эпсилент это меньше эпсилент поэтому эта сумма строго меньше чем 2 эпсилент ну и понятно что большевого нуля вот это вот неравенство для произвольного эпсилент большего нуля запишем вот тут написано вот оно не может выполняться если только и 1 не равно и 2 получаем что и 1 равно и 2 единственное доказано ну если они не равны нулю то тогда у нас это будет какой-то эпсилент 0 мы берем эпсилент в качестве эпсилента эпсилент 0 пополам и получаем противоречие ну там на 4 не пополам на 4 давайте докажем вторую важнейшую теорему очень важную теорему 2 которая называется необходимые условия интегрируемости то есть если этот раз существует то выполняются следующие условия на функцию эп необходимые условия условия интегрирования интегрирования Если функция f интегрируема на отрезке AB, то f ограничена на этом отрезке. Как доказывать это утверждение, в принципе, достаточно понятно. Давайте я напишу и просто на пальцах сейчас объясню вам. Вот если у нас предположить, что функция f была бы неограничена на отрезке, то она у нас будет и неограничена на каком-то вот этом отрезке разбиения. То есть если она неограничена на всем отрезке AB, то она где-то будет у нас неограничена. Поэтому, коллеги, пусть функция f неограничена на отрезке XK минус 1XK. Вот тогда мы вот эту интегральную сумму можем разбить на все, ну то есть все точки XI вне этого отрезка. Мы выбираем совершенно произвольнейшим образом, там может быть просто какая-то константа. А вот эту точку на катом отрезке, где она неограничена, вот мы ее будем сейчас аккуратно выбирать с вами. Вот давайте мы это слагаемое, мы сейчас возьмем из этой суммы f от кси K умноженное на дельта XK. И прибавим на сумму и от 1 до N, f от кси, дельта X и не равно K. И давайте сейчас вот эту вот сумму все, ну будем считать, что это какая-то константа. Какая-то константа С маленькая, например. И вот теперь предположим, что пусть функция неограничена на вот этом отрезке, и мы возьмем произвольное некоторое число i, и будем доказывать, что это число не является пределом интегральной суммы Риммана при диаметре, стремящемся к нулю. Итак, для этого давайте посмотрим на разность στ от f кси минус вот это вот число i. Ну, очевидная неравенство, что модуль разности не превосходит разность модулей. Получаем στ от f кси минус модуль i. στ от f кси это будет c плюс вот это. Это равно модуль f от кси на дельта xk плюс c минус модуль i. Так, к сожалению, не получилось у меня до конца. Я буду вот сюда продолжать. Так. Модуль f от кси на модуль дельта xk минус модуль c минус модуль i. Ну и все. И теперь понятно, каким нужно выбрать кси для произвольного i и для произвольной c. Мы выбираем f от кси по модулю. А мы всегда это можем сделать, потому что функция f неограничена на этом катом отрезке. Значит, это будет больше либо равно, чем, например, модуль c плюс модуль i плюс 1. f делен на дельта xk, чтобы с этим сократился. И понятно, что здесь, если мы поставим, что это f от кси больше либо равно, чем вот это вот выбранное, то это все будет больше либо равно, чем 1. Ну, понятно, да? Все. Для произвольного числа и вещественного у нас эту разность нельзя сделать кое-годно малой. Поэтому определение предела интегральных сумм у Риммана не выполняется. Теорема доказана. Теорема доказана. Условия из теоремы о необходимом условии интегрирования не будет достаточным. Для того, чтобы доказать это или показать, требуется рассмотреть случай функции дирек ли. И в пункте дирек ли это характеристическая функция множества рациональных чисел. То есть она равна единице, если не x рационально. И 0, если x и рационально. Ну, или 0, на самом деле. Хотя нет, тут можно. Тут можно 0 вот сюда, единицу. Значит, это пункт дирек ли. Вот можно показать, ну, очевидно, что она ограничена. Она ограничена, например, там полтора или там единицы. Для всех x она у нас ограничена единицей. Давайте напишем, она у нас ограничена. Ограничена. На любом отрезке. Давайте на все числовой прямой R. Но не интегрируема. Не интегрируема. Давайте покажем, что функция дирек ли не интегрируема на, например, отрезке 0.1. Вот D не принадлежит R. Так, я вот этот символ вам не говорил, да, что вот если у вас существует предел интегральных сумм, то пишется вот так вот. R минус G, R. Ну, отрезка A, B. То есть функция называется интегрируемой. Вот если и существует предел интегральных сумм, и это обозначается вот так вот. R минус G классу R. Так, покажем, что функция дирек ли не интегрируема на каком-то отрезке, например, 0.1. Хорошо. Для этого воспользуемся фактом, что каким бы мы ни взяли бы маленьким отрезочек в разбиении отрезка 0.1, у нас все равно на этом отрезке найдется бесконечно много рациональных точек и бесконечно много иррациональных точек. Поэтому давайте создадим две интегральные суммы. Сигма Тау функции дирек ли кси 1, где все кси 1 рациональны, и составим интегральную сумму, простите, сигма Тау от D кси 2, где кси 2 все иррациональны. Это есть сумма по К от 1 до N, D от кси 1 кси 1 на дельта и х ка. И если все они рациональны, то все эти вот величины это будут единицы, и поэтому получаем сумму просто-напросто дельта и х ка, что равняется от единицы. Потому что у нас это получается длина отрезка 0.1, это как раз единица. А что тут? Тут выбираем то же самое, получаем то же самое, все то же самое, только тут уже все точки будут у нас иррациональными, поэтому функции дирек ли кси 1, этих точек будет равняться 0. И поэтому просто получаем сумму нулей вот здесь, вот это у нас единица, это 0, и поэтому 0. И мы получили, что данный предел зависит от выбора вот этого вот, из размеченных точек. То есть 1 не равно 0. У нас предела интегральных сумм Риммана функции дирек ли не существует. Поэтому мы делаем вывод, что функция дирек ли не является интегрируемой. Ну, я доказал, что 0,1, но вы могли бы взять любой отрезок там от А до Б и показать, что на любом отрезке функция дирек ли у нас не является интегрируемой. Поэтому, коллеги, для того, чтобы выяснить, будет ли функция интегрируемая, одного ограниченности мало. То есть необходимые условия используются только для доказательства неинтегрируемости. Вот запомните раз и навсегда, что если функция не ограничена, то она у нас неинтегрируема по имену, вот просто вот неинтегрируема, какой бы она ни была. Значит, если функция ограничена, то тут могут быть варианты. Интегрируемая, может быть, она неинтегрируемая. Итак, давайте приступим к установлению достаточного условия интегрируемости и докажем, в конце концов, критерий интегрируемости по Риману. Но для этого нам понадобится немножко такой предварительной информации. Давайте сделаем заголовок суммы дорбу. Еще они называются интегральные суммы дорбу. Для начала давайте сделаем небольшое замечание, что если функция F интегрируема на каком-то отрезке AB, то из этого следует, что функция F будет ограничена в этом отрезке, а значит, она ограничена на любом отрезочке Рубиеникс Канинс-1ХК. Следовательно, по принципу точных граней на каждом из вот этих отрезков у нас у функции F, ну, среди значений функции F существует точная верхняя и нижняя грани. Значит, по принципу точных граней, принцип точных граней ПТГ существует инфилум значения функции F на отрезке на отрезке XК-1ХК, которые мы обычно будем обозначать M маленькая К, то есть это инфилум функции F на катом отрезке разбиения. И супремум среди всех значений функции F на том же самом катом отрезке разбиения XК-1ХК, которому будем обозначать M большое К. M маленькая К, M большое К, это некоторые вещественные числа, которые существуют по принципу точной грани. Да, точные грани существуют. И давайте составим теперь две суммы, которые вообще говоря не являются имперальными суммами Рима, но очень к ним близки. Составим нижняя и верхняя интегральная сумма Дарбу. Интегральная сумма Дарбу. Дарбу. Обозначать их будем следующим образом. S чертой внизу, Тау, это нижняя сумма, АТ, это у нас сумма по К от 1 до N. M маленькая К, на дельте ХК, напомню, что это инфимум на дельте ХК, а верхняя сумма, это S чертой наверху, Тау, это будет сумма супремум К от 1 до N, M большое К, на дельте ХК. Нижняя и верхняя суммы Дарбу. Ну вот, еще раз я обращу вас внимание, что на самом деле вот эти вот выражения не являются центральными суммами Риммана, потому что, вообще говоря, у вас может не найтись точки КСИКа такой, чтобы F от К равнялась там M маленькая К или там M большое К. Вот можете построить такие легкие примеры, ну, по-моему, это дело разрывной функции, потому что, если функция непрерывна, то по второй теории Биржа-Трасту у нас всегда достижимы верхние грани, а если функция разрывна, то вот эти КСИКа, вообще говоря, могут не найтись. Поэтому я обращу ваше внимание, коллеги, что, вообще говоря, нижняя и верхняя интегральная сумма Дарбу не являются вот интегральными суммами Риммана, но они гораздо проще для изучения и они очень нам будут полезны сейчас. Давайте я сюда перепишу. И так свойства сумм Дарбу. Ярема свойства Сун Дарбу. На самом деле это достаточно много вот таких вот Лим, которые доказываются, ну аккуратно их доказывать, ну не сказал бы, чтобы уже очень, уже очень просто, поэтому я сейчас вам буду в основном демонстрировать так называемые вот индусские доказательства. Давайте я небольшой исторический экскурс, что такое индусские доказательства расскажу. Вот мне последние годы это все очень импонирует. В Индии, в Древней Индии не было понятия математического доказательства. Ну как, там не было доказательства, которое вот у нас сейчас, да, вот мы пишем доказательства и вот это доказательство потихонечку реализуем. Там доказательства были другие, там у них в основном были задачи по геометрии и как проводилось доказательства этих задач. Рисовался рисунок, строились все дополнительные построения, а потом писалось слово «Смотри!» и ожидалось, что человек, который хочет разобраться в доказательстве по этому рисунку сразу все поймет. Ну, может быть, не сразу, после некоторых, скажем так, умозаключений, но все равно поймет. И я, когда это прочитал, я помню, услышал про это первый раз, я просто был восхищен. Вот как, как здорово! И вот такие вот индусские доказательства, которые, конечно, не заменяют нам доказательства, которые мы привыкли заниматься, вот, но они настолько хорошо развивают интуицию, мотивацию, вот, что просто вот я последние годы очень часто на лекциях индусские доказательства практикую, ну, я потом доказываю все аккуратно, но вот это вот там. Итак, свойства Сундарбу. Первое свойство будем называть D1 для любого, каким бы ни было, каким бы ни были бы измеченные, размеченные точки КСИ, К, у нас выполнено следующее неравенство, Сигма-Тау от ФСИ не превосходит верхней суммы Дарбу и не меньше нижней суммы Дарбу. Причем, что вот это очень-очень важно, верхняя сумма Дарбу это есть Супремум по всем КСИ вот этим Сигма-Тау от ФСИ, а нижняя сумма Дарбу, как нетрудно понять, это Инфимум Сигма-Тау от ФСИ. Супремум тоже берется по всем СИ. Вот, но это неравенство оно очень просто доказывается, потому что вот значит, Сигма-Тау от ФСИ, это я напомню вам сумму по К, Ф от ФСИК, модель ФСИК, ну просто по определению, так как у вас функция Ф ограничена, то на любом катом отрезке взбиения у нас справедливо вот такое неравенство МК не превосходит ФСИК, а это не превосходит в свою очередь МК. Ну вот, собственно говоря, мы тут домножаем все это на Дельта Икс К, Дельта Икс К, Дельта Икс К, суммируем, суммируем и получаем требуемое неравенство вот это. Доказать, что это Супремум, ну чуть-чуть сложнее, но все равно это достаточно просто. Мы просто берем и вот это вот Ф от КСИК немножечко, ну точнее не берем, мы берем вот, ну допустим вот это вот М большое К, так как это Супремум, то если мы М большое К немножечко уменьшим, то это уже не будет ограничивающая сверху величина, то есть у нас найдется какой-то КСИК со звездой, который уже у нас будет строго больше вот этого уменьшенного Супремума, этот КСИК со звездой. Ну и собственно говоря, вот из этого как раз вытекает, что если мы немножечко уменьшим сумму Дарбу, то и то это уже не будет ограничиваться. Вот сумму с вот такими вот выбранными точками. Ну вот, так что это у нас доказано. Первое свойство Дарбу. Теперь давайте второе свойство Дарбу Д2, что при измельчении и разбиении, то есть при добавлении новых точек в это разбиение, при ну да, это напишем, добавлении новых точек измельчения. Измельчение разбиения Тау, Тау, нижняя сумма Дарбу не уменьшается, а верхняя сумма Дарбу не увеличивается. Не увеличивается. Вот, вот этот факт, он легко и хорошо виден на рисунке. На рисунке. Давайте рассмотрим какую-то функцию функцию отрезок АБМ и вот у него какие-то тут отрезки. И теперь смотрите, вот при добавлении новой точки, ну, посмотрим, у нас нижняя сумма Дарбу это была вот эта прямоугольник на этом отрезке, xk-1xk-1xk-1xk-1xk-1xk-1xk-1xk-1xk. То теперь у нее уже на этом будет вот такое нижняя слагаем нижняя сумма. А на этом вот. Понимаете? Вот она лишняя площадь, на которую увеличилась нижняя сумма. А что происходит с верхней суммой? Здесь у нас получается остается вот это, вот здесь остается вот это, а здесь уже будет вот такая. То есть получилось, что у нас верхняя сумма уменьшилась, верхняя сумма уменьшилась. Вот на этот прямоугольничек у нас получилось, что верхняя сумма увеличилась, нижняя уменьшилась вот на этот вот прямоугольник, площадь этого прямоугольника. Но более формально можно вот что понять, что если мы увеличиваем множество, то точное значит, уменьшаем, у нас вот есть множество, то и мы его делим пополам, то супремум вот на этом множестве он будет не больше, чем супремум на всем, а инфимум будет не меньше, чем на всем. То есть понятно, что вот здесь вот у нас был супремум вот на всем, вот этот, а потом когда мы уменьшили на вот этот вот отрезок у нас получился супремум меньше, строго меньше, чем было это все на этом всем отрезке. А если мы анфимум наоборот, анфимум здесь он не уменьшился, а здесь он например увеличился, видите, здесь он увеличился, то есть при служении множества супремум не увеличивается, а инфимум не уменьшается. И вот это такая простая задачка. И из этого вот пророже вытекает вторая слость Сундербу. Давайте напишем следует из того, что при сужении, то есть уменьшении множества, множество, супремум не увеличится, инфимум не уменьшается, поэтому здесь реальная сумма дорбу таким же и становится. Третье свойство сумм дорбу D3. D3. Пусть разбиение T3 получено из TAU добавлением L новых точек. тогда выполняется следующее неравенство. меньше S TAU FTRIC S TAU FTRIC минус S TAU больше леврона 0. То есть получается S TAU штрих, в котором больше точек измельчения TAU оно будет больше леврона чем STAU нижняя сумма дорбу не уменьшается. Но тут в чем интерес эта теорема, что у нас есть оценка сверху. Это у нас ограничивается супремумом функции F на отрезке AB минус инфимум ведь супремум F значение F на отрезке AB F эту F на том же сам матрис умножить на количество новых точек умножить на диаметр исходного разбиения TAU TAU ну давайте А, ну и для верхней суммы DORB точно такое же только тут меняются они местами так как он не увеличивается TAU TAU F TAU F и меньше либо равно вот того же самого M большая и маленькая на количество новых точек диаметр TAU 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 ТAU и мы просто берем слагаемые отвечающие отрезки на котором как раз добавлен новая точка и там эти слагаемые группируются но это не очень сложно чуть чуть может быть долго я давайте вам покажу просто на картинке и вы поймете почему это вообще так все происходит то есть вот если у нас есть некоторый отрезочек там XK-1XK на котором мы на которой мы добавили новую точку разбиения вот она вот какая-то точка допустим X и понятно что вот для верхних сумм дорбу они не могли у нас уменьшиться больше чем ну то есть тут они например они увеличиваются уменьшаются простите вот на вот этот вот вот на этот вот прямоугольник который исчезает здесь ну и понятно что вот этот вот исчезнувший прямоугольник он не может быть больше чем инфимум функции на отрезке AB supremum минус инфимум то есть V а по второй стороне этот прямоугольник он меньше либо равен диаметра для разбиения детал поэтому если мы из старой верхней суммы вычтем новую то мы как раз получим добавив одну только точку мы вот не досчитаемся вот только вот этого прямоугольника который у нас будет меньше либо равен чем значит supremo минус инфиму умножить на диаметр то есть это очень грубая оценка коллеги очень очень грубая оценка на диаметр и ну опять же это только одна точка а если L точка то тут просто вот L вот таких вот прямоугольников мы должны куда то там добавить в правую часть вот если это понятно то я тогда это не буду доказывать и будем считать что мы доказали ну почти ну почти доказали по-индусски смотри смотри на картинку коллеги едем дальше четвертое свойство сундербу D4 оно звучит совершенно понятно но в общем то требует некоторые некоторые мастерства для доказательства всякая нижняя сумма дорбу я там писал интегральная сумма дорбу ну нижняя они обычно называются нижняя сумма дорбу нижняя сумма дорбу и верхняя сумма дорбу интегральные не иногда не пишут просто вот по почему почему это так я это сказал они являются центральными суммами но иногда пишут интегральные и так всякая нижняя сумма дорбу не превосходит всякой верхней не превосходит всякой верхней не превосходит всякой верхней ну почему это ну почему это интересно потому что может быть они разным разбиением отвечают вот эти нижняя сумма и верхняя сумма и так и так давайте предположим что вот у нас есть некоторая нижняя сумма дорбу которая отвечает какому-то разбиению тау-1 и верхняя сумма дорбу которая отвечает разбиению тау-2 не превосходит давайте введем новое разбиение тау-2 которое является объединением этих двух тау-1 и тау-2 так как тау это измельчение и тау-1 и тау-2 мы получаем что нижняя сумма дорбу отвечающая разбиению тау-1 не превосходит нижняя сумма дорбу отвечающая разбиению тау-2 она в свою очередь по первому свойству сумма дорбу меньше либо равна чем верхняя сумма дорбу отвечающая тому же разбиению тау-2 а это разбиение в свою очередь так как оно является измельчением тау-2 не превосходит верхнюю сумму дорбу отвечающую разбиению тау-2 то есть все тут достаточно лемма доказана лемма доказана из этой леммы важное следствие следствие о множество всех нижних сумм дорбу ограничено сверху любой верхней суммы дорбу а множество верхней суммы дорбу ограничено снизу любой нижней суммы дорбу по принципу точной грани у этого множество существует супремум инфимум по всем тау а у этого существует инфимум также по всем нижней сумм я не там поставлю поставлю это да с тау от f и вот этот супремум нижних сумм называется нижним интегралом дорбу а инфимум верхних интегральных верхних сумм дорбу называется верхним интегралом дорбу нижней и верхней интегралы дорбу ну сразу понятно давайте я вот это не буду стирать сразу понятно что все нижние суммы дорбу у нас располагаются левее чем нижние интегралы а все верхние суммы они правее чем верхним легко видеть но все нижние суммы располагаются здесь а все верхние суммы располагаются правее верхнего интеграл дорбу как соотносятся нижний верхний интеграл дорбу и вот это как раз свойство д5 что нижний интеграл дорбу меньше либо равен верхний интеграл дорбу д д д 5 и нижний меньше либо и верхний вот у этой леммы у этого свойства 5 свойства сундарбу доказательство совсем индусское и вот тут оно уже достаточно окончательное уже больше я не знаю что тут можно добавить давайте нам потребуется только определение точную грань и так вот у нас некоторые нижние суммы и давайте предположим что это не выполняется пусть для каких-то там функций для каких-то отрезков нижний интеграл дорбу стал строго больше верхний интеграл дорбу поэтому здесь он стал здесь и нижний да а верхний тренд арбур где-то здесь и теперь смотрите коллеги вот это разность нижней трендарной верхней трендарной строго больше наберем делим этот отрезок пополам ну каким-то там эпчелент например это нас точка и со звездой внизу минус эпчелент а это и со звездой вверху плюс эпчелент по определению точной верхней грани если мы эту верхнюю грань чуть-чуть уменьшим вот на это эпчелент у нас вот здесь найдется некоторая нижняя сумма дорву а если мы импимум чуть-чуть увеличим вот на это эпчелент то где-то здесь найдется верхняя сумма дорву которая будет строго больше вот этого и со звездой строго простите меньше вот этого увеличенного и со звездой tau2 вот и все мы получили верхнюю сумму которая строго меньше нижней суммы а это мы уже доказали что такого быть не может в свойстве d4 вот здесь вот прилип вот такой знак и вот это не разница запомните его пожалуйста оно нам в дальнейшем пригодится пригодится когда мы будем доказывать критерии интегрируемся по риму давайте теперь сформулируем и докажем так называемую основную лему дорбу основная лему дорбу так теорема основная лему дорбу нижний интеграл дорбу является пределом нижних интегральных сумм при диаметре стремящемся к нулю является пределом верхней сумме дорбу та от f при диаметре стремящемся к нулю давайте докажем этот факт давайте докажем этот факт давайте будем доказывать вот этот второй Давайте напишем вот, что означает вот это вот, и со звездой наверху равно предел интеральной суммы. Это означает, давайте распишем, для любого y больше нуля найдется дельта, больше нуля такое, что для всех разберений tau с диаметром d tau меньше, чем дельта выполнено, что модуль s tau f минус i 100 звездой наверху меньше, чем epsilon. Давайте это я сотру, а останется только вот этот нижний, что мы будем сейчас доказывать. То есть верхняя сумма дорбу минус вот этот вот верхний интеграл дорбу меньше epsilon. Так, ну смотрите, друзья, значит, эта теорема достаточно уже трудоемкая, достаточно трудоемкая. И она доказывается, ну вот в учебнике, по которому занимаются наши студенты, по-моему, несколько страниц. Значит, в учебнике, который написал я, в ежике, там уже, по-моему, гораздо меньше, там примерно полстраницы. А сейчас я, ну, вам, ну так, почти на пальцах попытаюсь это сейчас объяснить. Коллеги, во-первых, нам нужно рассмотреть случай, когда функция f представляет из себя константа. Первый случай это f константа. Если f константа, то очевидно, что все нижние, все верхние суммы дорбу совпадают с верхним интегралом дорбу. Все нижние составы совпадают с нижним интегралом дорбу. Верхний интеграл дорбу совпадает с нижним интегралом дорбу. Все просто тише гладь, идеально Значит, если f равно константе, то все замечательно Предел константы, это констант Ну, я имею в виду предел, вероятно, сумма, являющаяся константой И со звездой наверху, он как бы равен ему своему Отлично Значит, если f не константа Не константа У нас подтекает, что supremum строго больше, чем infimum на этом отрезке Это supremum функция f на отрезке ab, это infimum функция f на отрезке ab Хорошо, значит, что получается? Если мы теперь, так, теперь, если мы немножечко увеличим infimum по всем tau Верхний сумм дорбу, то есть мы его увеличим То это уже будет число не ограничивать множество верхних сумм снизу То есть у нас найдется какая-то tau 0 разбиение Которое будет верхняя сумма строго меньше, чем вот это С tau 0 Или давайте, давайте даже, ну да, давайте, хорошо С tau 0 от трога меньше Пусть у нас tau штрих Тау штрих Это объединение вот этого произвольного разбиения Тау с диаметром до tau меньше, чем дельта И вот это tau 0 Тау 0 И пусть в этом разбиение tau 0 Смотрите, тут для любого infimum большого нуля Такое tau 0 найдется И пусть в этом tau 0 L точек Какие-то x у нас кончилось на n xn плюс 1, xn плюс 2 и так далее xn плюс l L точек L точек Поэтому сумма дорбу, отвечавшая вот разбиением tau Вычтем разбиение там штрих Это все, а так Штрих, а так То это будет, ну, во-первых, больше либо равного нуля Потому что это не меньше, чем это Да, потому что это измельчение Но это будет не больше Чем вот то, вспоминаем, вот ту вот оценку сверху m большое минус m маленькое Что не равно нулю По нашему предположению Умноженное на l Вот количество новых Вот этих вот точек И умноженное на диаметр d tau И теперь d tau нужно, d tau у нас меньше, чем дельта Вот, мы берем d tau, который меньше, чем дельта Поэтому это будет меньше, чем m большое минус m маленькая на l на дельта А если дельта выбрана меньше, чем, ну, например, что там Epsilon на 2 m большой минус m маленькая умноженное на l То тогда это все будет строго меньше, чем Epsilon пополам Ну давайте без пополам Мы сегодня не пополамем Epsilon Вот так Понятно? Значит, получилось, что Верхняя сумма дорбу, отвечающая Разбиению tau Минус верхняя сумма дорбу, отвечающая Тау штрих Строго меньше, чем Epsilon Строго меньше, чем Epsilon Поэтому вот Из вот этих двух Неравенств нам нужно как раз сейчас Извлечь основную лему дорбу Так, все-таки я, наверное, вот это сотру Не хватило мне места немножечко Вот это я стираю И так У нас получилось, что это меньше, чем Epsilon И вот это тоже меньше, чем Epsilon Хорошо, а нам нужно доказать, что вот это вот Да, кстати, модули можно было не писать Потому что это строго больше, чем вот это Даже Infimum у всех вот этих, да? А это модуль можем здесь не писать Так Стойте, стойте, стойте Что-то непонятно Верхний традар был Есть предел вот таких вот Да, верт Модуль мы договорились не писать Ну давайте F Трогаем меньше Чем I Чем Epsilon Epsilon С-тау-штрик в свою очередь Не больше, чем S-тау-ноль А оно в свою очередь Не превосходит Эпсилент И со звездой на верху Плюс Эпсилент Строго меньше Эпсилент Плюс И со звездой на верху Плюс Эпсилент Откуда? Откуда? С-тау-ф Минус И со звездой Меньше, чем 2 Эпсилент Ну вот и все Для любого Эпсилента Большего нуля Мы нашли Такое разбиение То есть мы нашли Такое дельта Вот дельта Вот у нас Равнялась вот этому Что для всех Разбиение Тау С диаметром До Тау Меньшим Чем это дельта Выполняется Что S-тау-от Минус И со звездой Меньше, чем 2 Эпсилента Ну иногда студенты Говорят, что тут 2 Эпсилента А у нас должно быть Эпсилент Ну Надо было здесь Двойку поставить И здесь тоже Можно было поставить Двойку И как раз тогда Получили бы Эпсилент Все Основная лема Доргут Доказана Доказана Хорошо Замечательно И теперь мы сможем С вами доказать Критерии интегрированности Паримов Итак, теорема Критерии Критерии Интегрированности Пусть функция Ограничена На отрезке А, Б Тогда Следующие Высказывания Эквивалентны Тогда Эпсилент Интегрируем На отрезке А, Б Тогда и только тогда Когда Нижний интегрирован Доргут Совпадает С верхним интеграммом Доргут А это происходит Тогда и только тогда Когда предел Разности Интегральных Сум Доргут С, Тау Ну хорошо Давайте докажем Давайте докажем Давайте докажем Ну я на своих лекциях Обычно доказываю Из этого Вот это Из этого Вот это А из этого Вот это Но так как Вот это И это Это Собственно говоря Практически эквивалентные Два понятия Так как По основной лимит Доргу Основной лимит Доргу Пределом этого И является это А пределом этого И является это Поэтому если И со звездой Внизу Равно И со звездой Наверху То это Будет просто И со звездой Минус И со звездой Равно нулю Ну и обратно Что если Это равно нулю То тогда У нас Это тоже Выполняется Ну вот Докажем Что Ну давайте Предположим Что функция Ф у вас Интегрируема Давайте так Вот в ту сторону В ту сторону Значит пусть Функция Поинтегрируема На отрезке АВ Тогда у нас Существует Такое число И такое Что для любого Эпсона Больше нуля Найдет Такое дельта Больше нуля Что для любых Разбиений До Тау Для любых Разбиений Тау С диаметром До Тау Меньше чем Дельта Для произвольных Кси У нас Выполняется Что Выполняется Неравенством Модуль И Минус Сигма Тау От Ф Кси Меньше Строго Чем Эпсона И вот Теперь смотрите Вот если Это для любой Интегральной суммы Для любых Выбранных Кси Выполняется Он находится В интервале От И Минус Эпсилент Да и Плюс Эпсилент То Тогда У нас Получается Что Если мы Будем Переходить К супремуму Инфимуму По Кси То У нас Только Может быть Здесь Будет Знак Меньше Либо Равно То есть Переходя К супремуму Инфимуму Давайте Напишем Так Переходя К супремуму Инфимуму Мы получаем Из этой суммы Дарбу Значит Верхнюю сумму И нижнюю сумму Мы получаем И Минус С Нижняя Тау Ф Меньше Либо Равной Эпсилент И Одновременно Мы получаем И Минус Нижняя Сумма Дарбу То есть И то И то И то И то Это у вас Система Хорошо Хорошо А А это Как раз И есть Определение Того Что Пределом Нижней Интеральной Суммы Будет число И А пределом Верхней Интеральной Суммы Будет число То же самое И А они равны И со звездой И И Со звездой Вверху И со звездой Внизу Давайте Напишем Следовательно Предел Нижней Интеральной Суммы Дарбу При диаметре Стремящемся К вулю А равен Пределу Верхнюю Стремящемся К вулю А равен И А это Равно И Со звездой Наверху А это И со звездой Внизу Ну вот и все Это Равно Этому Вот Получается Это А это Нас Влечет Вот это Все Следовательно Если Функция Эт Интегрируем По Риму То тогда Выполняется И это Равенство И это Равенство Обратно Давайте Докажем Обратно И вот Нам Для того Чтобы Доказать Обратно Понадобится Неравенство Которое Мы Стерли Которое У нас Было Записано Здесь Давайте Докажем Обратно Итак Пусть У нас Предел Вот Этой Разности Равен При Диаметре Стремящемся К вулю Тогда Тогда Моментально Вытекает Вот это Равенство Обратно И Остается Доказать Что это Число И Будет Как раз Пределом Винтериальный Сум При Диаметре Стремящемся К Ну Для Этого Давайте Запишем Два Неравенства Одно Из которых У нас Уже Было Это Нижняя Сум Дорбу Не Преосходит Нижнюю Винтериал Дорбу Он Сочи В силу Свойства Д4 Не Преосходит Верхнюю Винтериал Дорбу А Это Меньше Либо Равно Верхнюю Неравенную Сум Дорбу И Опять Значит Такое Неравенство С Тау От Ф Преосходит Вот Это И А Это Не Преосходит Верхнюю Сум Дорбу Ну Вот Следовательно Теперь Напишем Еще Вот Так Из Первого Твойства Сум Дорбу Что Любая Энтериальная Сумма Пределом Которым Должен Доказать Что Это Равня С Этого Числа И Вот Это Вот У нас Дисположено Вот Тут Вот Из Этих Двух Неравенств Вытекает Что Модуль Не знаем Что больше Это Или Это Но Это Неважно Сигма Тау От Ф Кси Минус Вот Это И Не Превосходит Верхняя Сумма Дорбу Минус Нижняя Сумма Дорбу С Так Тау Ф Минус С Нижняя Ф Оно Стремится К нулю Вот По нашему Предположению Это Стремится К нулю При диаметре Д Тау Стремящемся К нулю И Значит Что По Попопа Это Тау Значит Что И Является Пределом Терральной Суммы Все Докажу К Это Ф Это Интегрируемая Функция Парим Средств Ябл Ну вот Видите Ясно Без Биняков Доказал Критерий Интегрируемости Давайте Обсудим Одно Следствие Из Критерия Интегрируемости Которые Мы Доказали Высшим Функция F Заданная На отрезке А, Б Действующая В, Р Будучи Ограниченной Интегрируема Тогда И только Тогда Когда Предел Разности Интегральных Сум Верхний Нижний Интегральный Сум Дорбо При диаметре Разберения Стремящимся К нулю Равен Нулю Разности Это Разность Верхний Нижний Сум Дорбо Здесь Написано Значит То же Самое В кванторах Для любого Эпитерент Больше Нуля Найдет Такой Дельта Больше Нуля Что Для Всех Разбиений Тау С диаметром ДТау Меньшим Чем Дельта Выполняется Неравенство Что Разность Верхней Нижней Сум Дорбо Меньше Вот Этого Сколько Годного Маленького Эпитерента Так Давайте Сформулируем Следствие Первое Или Давайте Замечание Лучше Назвать Замечание Замечание Один Полезное Замечание Которое Нам В дальнейшем Неоднократно Понадобится Этот Критерий Можно Усилить То Есть Проверить Вот Это Неравенство Между Верхней И Нижней Сум Дорбо Может Выполняться Не для Любого Разбиения С диаметром Меньшим Дельта А Хотя Б Для Одного То Есть Следствие Замечание Один Значит Ф Ограничено Тогда Ф Интегрируемо По Отрезку Аб Тогда И Только Тогда Когда Для Любого Эпицелент Большего Нуля Найдется Хотя Бы Одно Разбиение Ну Я тут Не пишу Единственное Но Просто Оно Должно Найтись Одно Разбиение Такое Что Разность Верхней Интегральной Сумы И Нижней Интегральной Сумы Дорбо Меньше Чем Эпицелент То То Это Неравенство Необязательно Проверять Для Всех Сраж Разбедение Хорошо Давайте Посмотрим В одну Сторону Это Замечание Уже Было Доказано При Доказательстве Критерий Интегрированности То Есть Если Функция Значит Доказательство В одну Сторону Необходимость Необходимость Уже Доказана Потому Что Если Функция Интегрируема То Тогда Для Любого Разбиения Тау С диаметром Меньше Чем Дельта Выполняется Это Неравенство Поэтому Необходимость Уже Доказана Выше Доказана Выше Доказана Выше А вот В плане Достаточности Это Интересное Утверждение Итак Достаточность Ту Сторону То есть Если Хотя Одно Найдется То Одна Функция Интегрирует Значит Давайте Вспомним Неравенство Важное Которое Мы Недавно С вами Выписывали Если У вас Давайте Я вспомню Это Неравенство Нижняя Сумма Дарбу Не превосходит Своего Супремума То есть Нижнего Интеграла Дарбу Что В свою очередь Свойство Четвертого Свойства Суммы Дарбу Нижний Интеграл Дарбу Не превосходит Верхнего Интеграла Дарбу А он В свою очередь Не превосходит Не превосходит Любой Верхней Суммы Дарбу вот это такое у вас было неравенство ну вот и поэтому поэтому если мы вычистим из верхней интеграл дорбо и нижний интеграл дорбо это будет не превосходить верхнюю интегральную сумму минус нижнюю интегральную сумму ну и теперь остается только выбрать это разбиение такого для кота такое для которого полетит вот это вот неравенство поэтому выбираем для вот этих вот неравенство вот так вот и получаем что для любого эпицент большого нуля для любого сон большого нуля у нас выполняется что верхний тренд арбум минус нижний интеграл дорбо одной стороны больше либо на нуля а с другой стороны они меньше чем меньше чем и поэтому у нас выполняется что но это может быть выполнено только если верхний тренд арбум равен его интеграл дорбо а это как раз мы знаем что условия необходимые достаточно для то чтобы функция была бы интегрируемой а парим на отрезке так хорошо давайте вот здесь я напишем вот это то есть это замечание доказано второе замечание которое я хотел бы сейчас сделать это немножко в другом виде записать вот эту разность верхний и нижний интеграл сумма дорбо то есть если вспомнить что это такое это сумма пока значит от единицы до n это супремум на дельта икс ката супремум на ката матреское разбиение функции f а это инфимум сумма инфимумов на ката матреское разбиение функции f умножить на дельта икс к то есть это можно записать как м большое к минус м маленькая к где большое супремум маленькая это инфимум функции у значение функции f от x на к там отрезки разбиения и вот это вот вид которым удобно представлять нашу вот эту разность верхней и нижней интегральной суммы смотрите давайте вспомним а что такое мк т минус мк т большое минус а маленькая к то и это есть колебания колебания на к там отрезки разбиения омега к функции f это супремум f от x на к там отрезки разбиения минус инфимум f от x на тоже накатом отрезки разбиения колебания дайте напишу колебания функции накатом отрезки колебания и иногда вот этот вот критерий риммана формулируют в терминах колебаний то есть говорят что ограниченная на отрезке функция интегрируем а тогда и только тогда когда вот эту сумму колебания мега ката от на дельта икс ката стремится к нулю при диаметре стремящемся к нулю и вкладывается это все вот это именно то что записано выше интегрируемость непрерывной функции интегрируемость непрерывной функции эта теорема формулируется очень просто то есть класс непрерывных на отрезке функции а интегрируемость непрерывная отрезка об это она интегрируема давайте докажем эту теорему запишем доказательств во первых если функция непрерывно на отрезке оба она по первой теореме вирш трасса ограничено на нем ограничено это отрезка по теореме кантера если функция непрерывно на отрезке а b то по теореме кантера а равномерной непрерывности или кантера гейна функция f равномерно непрерывно на этом отрезке равномерно непрерывно на отрезке оба что это означает это означает что для любого но я пишу тогда и только тогда когда для любого эпсилен больше нуля найдется такое дельта больше нуля такое что для всех x1 и x2 ну из области из отрезка а b из отрезка а b таких что модуль x1 минус x2 меньше дельта то есть находящихся друг от друга не далее чем на дельта выполняется неравенство модуль f от x1 минус f от x2 меньше чем эпсилент это просто-напросто определение равномерной непрерывности функции на отрезке выбираем произвольное разбиение tau диаметром d tau меньше чем вот то дельта вот эта дельта найденная в определении равномерной непрерывности для этого разбиения диаметром d tau меньше дельта у нас выполняется что вот для таких вот для такого разбиение м большое карта минус м маленькая карта меньше чем ну дайте меньше либо равно чем эпсилент поэтому разность между нижней интегральной суммы stv минус s стоит так верхняя интегральная сумма дорого минус нижняя сумма дорого у нас будет равняться во первых сумма пока от 1 до n m большого камериса маленькая к на дельта x к но это у нас меньше чем эпсилент меньше чем эпсилент поэтому это будет меньше чем эпсилент умноженное на сумму пока от 1 до n дельта x к а это у нас просто на просто длина отрезка ab то есть эпсилент на b минус a ну и для того чтобы сделать сколько угодно малое число нужно эпсилент выбрать вот не таким а каким-нибудь там я не знаю эпсилент делить на 2b минус а например да то есть меньше чем эпсилент штрих то есть это понятное дело вот эту разницу можно сделать сколь угодно маленькой то есть это у нас теорема доказана теорема доказана так коллеги в ежике был взят другой эпсилент потому что я там педантично брал его эпсилент равный вот здесь вот эпсилент по моему на 2b минуса но я как раз об этом и говорил что если взять вот такой эпсилент то здесь мы получаем эпсилент пополам да ну конечно меньше чем эпсилент то есть это понятно ну выбор эпсилент произвольный потому что это у нас для любого эпсилента больше нуля выполняется так ну вот это такая важная теорема следующая теорема следующая теорема интегрируемость монотонной функции монотонной функции тоже формулируется очень просто пусть функция F монотонна на отрезке AB тогда она интегрируема на этом отрезке тогда она интегрируема на этом отрезке ну давайте для такой определенности рассмотрим в доказательстве случаи когда функция F у нас не убывает на AB на AB то есть для любых репсилент выполняется F X1 меньше чем X2 выполняется что F от X1 меньше либо равно F от X2 во-первых иногда в учебниках требуют здесь ограниченность функция F то есть она должна быть ограниченной монотонна на отрезке тогда она так я не дописал тогда она интегрируема конечно тут интегрируем значок интегрирования пропущен пусть для определенности функция F у нас не убывает на отрезке AB тогда все значения ну давайте напишем тогда для любого X из отрезка AB у нас выполняется что F от A меньше либо равно F от X меньше либо равно F от B то есть все значения функции F на отрезке AB заключены между F от A и F от B следовательно функция F ограничена естественно функция F ограничена теперь давайте рассмотрим разность между верхней суммой дорбу и нижней суммой дорбу давайте запишем как обычно сумма F от 1 до N M большое K минус M маленькое K умножить на дельта XK ну и теперь смотрите так как функция F у нас не убывающая то ну да я тебя рисунок нарисую здесь у нас если так видно да получается что супремум на катом отрезке равен инфимуму на A плюс первом отрезке ну я тут хороший неправильный случай смотрел она конечно может рваться но это не важно все равно у вас супремум на левом отрезке будет совпадать с инфимумом инфимумом правом отрезке то есть вот я это запишу в скобочках M большое K равняется M маленькое K плюс первое поэтому вот в этой вот разности у нас получается M большой 1 минус M маленькое 0 которая равна F от A безусловно инфимум на самом первом отрезке разбиение это безусловно значение функции в точке A F от A поэтому получается M1 минус M маленькое 1 плюс M большое 2 которая совпадает с значит сейчас секундочку минус M маленькое 2 то есть смотрите M1 совпадает с M маленькое 2 M большое 2 совпадает с значит инфимумом M3 и так далее то есть у нас получается остается первый вот этот вот инфимум минус M1 и последний M большое N а M большое N то есть супремум на последнем вот в самом правом отрезке разбиение это значение функции в точке B получается следовательно у нас получается сумма по K так да сумма по K от 1 до N теперь дельта XK вот это дельта XK это длина K2 отрезка разбиения она у нас меньше диаметра очевидно потому что диаметр это максимальная всех дельта XK то есть давайте вот здесь напишем может быть вот это позже напишем а тут напишем что это будет не превосходить сумма по K от 1 до N M большое KT минус M маленькое KT умножить на диаметр Dtau и вот этот диаметр Dtau от K не зависит мы его можем просто вынести за знак суммы и получить что у нас Dtau сумма по K от 1 до N M большое KT минус M маленькое KT а это вот как раз исходя из вот этих рассуждений которые были выше равняется F от B минус F от A то есть это равно диаметр Dtau умножить на F от B минус F от A F от B минус F от A это константа поэтому константа умножить на диаметр стремящийся к нулю а безусловно стремится к нулю при диаметре стремящийся к нулю и мы получили выполнение условия из критерия интегрируемости функции по Рейману все интегрируемость монотонной функции на отрезке доказана следующая теорема о классах интегрируемых функций пусть функция пограничена на отрезке АВ ну я не пишу это везде отрезок АВ и все ее точки разрыва точки разрыва можно можно поместить конечный набор интервалов сколь угодно малой длины то есть можно поместить конечный набор интервалов вот 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 существенно конечность конечность набора интервалов сколь угодно малой длины тогда функция ф интегрируемых на отрезке АВ сколь угодно малой длины малой длины тогда ф интегрируемых на этом отрезке АВ так вот коллеги внимание пожалуйста конечность вот вот условия конечности набора интервалов на самом деле ну от него можно отказаться от него можно отказаться и заменить конечным набор не более чем счетным набором интервалов сколь угодно малой длины и тогда функция тоже будет интегрирован на отрезке АВ но доказательство этого факта ну только бы имеет собственное название это называется критерий Лебега интегрируемости в функции Паримону доказательство того факта уже гораздо сложнее поэтому мы сейчас его скажем так только сформулируем чуть-чуть позже так давайте докажем эту теорему ну а точнее просто вот ну обсудим скажем так итак давайте я нарисую картинку попытаемся доказать ее по-индусски то есть вот у нас есть такая вот функция пусть у нее какие-то есть точки разрыва устранимый разрыв ну то есть она не может в бесконечность куда-то уходить да вот тут у нее какие-то разрывы есть и мы можем вот на отрезке а б у нее вот можно все эти точки разрыва поместить в поливодно маленькие интервальчики то есть если мы сейчас возьмем какое-то разбиение разбиение а потом из этого вот разбиение мы вот извлечем точки где функция рвется и функция рвется где у нас теряется равномерная непрерывность вот здесь она рвется и теперь смотрите коллеги я специально другим мелом нарисовал другого цвета то есть вот вне этих вот точек этих точек конечно число то есть интервальчиков они могут быть сделаны сколько угодно маленькие то есть для любого 5 больше нуля может найтись вот это вот давайте напишем так альфа бета альфа там л такая что вне этих отрезков наша функция является непрерывной а значит так как это отрезок равномерно непрерывным отрезок тоже если вы из отрезка берете интервал то это получается мнение двух отрезков значит равномерно непрерывным значит вот здесь вот здесь везде вот здесь можно сделать сколь угодно маленьким это вот давайте еще раз напишем разность давайте знаете что давайте вот сюда и напишем и так нижняя сумма простите верхняя сумма дорбу а минус нижняя сумма дорбу это есть сумма по всем k от 1 до n m большое k минус маленькая k на дельта xk и вот теперь нужно аккуратно вот эту вот сумму разбить на две суммы в одной из которых нету точек разрыва и функция равномерно непрерывная а в другой все они как раз выключены все точки разрыва то есть давайте разобьем вот эту сумму на сумму двух сумм это будет сумма 1 m большое k минус m маленькая k на дельта xk а тут будет у нас плюс сумма 2 и вот ну я просто это проговорю сейчас я не буду это писать на доске значит здесь у вас есть точки разрыва а здесь их нету и там где их нету функция равномерно непрерывная поэтому mk минус m маленькая k можно сделать скольгодно маленьким меньше какого-то m2 например вот а здесь где разрывы есть она уже не равномерно непрерывно а функция f и мы можем вот эту разность m большое минус m малое ограничить только лишь супремумом и инфимумом функции на отрезке то есть максимум и минимум ну сейчас не супремум и инфимум коллеги не максимум и минимум супремум и инфимум и эту константу m большое минус m малое можно вынести за знак суммы и в сумме получить просто сумму дельта дельта которая скольгодно маленькая которая скольгодно маленькая ну давайте я напишу btn минус alpha n меньше чем сумма по всем n ну вот а здесь эта сумма дельта х она меньше чем b минус а поэтому если мы возьмем и цена 2 например там какой нибудь там и цена 2 б минус а б минус а здесь мы берем и цена равны вот чему получается и цена 2m большой минус а малая мы получаем в результате и цена пополам плюс и цена пополам меньше чем и вот такое вот теорема важная но которую можно усилить конечно критерий либега он ее определенно усиливает и так следствие 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 если пункция f непрерывно на отрезке a b за исключением конечного числа точек x1 x2 и так далее x например m то функция f интегрируема на отрезке a b на отрезке a b но это понятно если у нас есть только конечное число точек то то тогда мы можем конечное число точек покрыть интервалами сколько угодно малой длины так так я отвечу на ваш вопрос чуть-чуть позже значит хорошо хорошо так что это просто следствие предыдущей тюрьмы ну второе ну давайте я напишу утверждение утверждение пусть функция f интегрируема на отрезке a b n тогда изменение его ее значений давайте так да изменение ее значений конечном числе точек конечном числе точек не меняет интегрируемости и не изменяет значение интеграла конечном числе точек числе точек не изменяет интегрируемости и не не меняет значение интеграла ну это понятно как доказывать эту теорему мне кажется должно быть ясно рассматриваем модуль разности интегральных сумм sigma tau от f xi минус sigma tau от f измененное xi вот и понятно что самый плохой случай это когда все изменения у нас произошли в точках разбиения и поэтому измененная точка слева и справа попала в нашу интегральную сумму поэтому тут будет если она в m точках давайте изменить ее значение в конечном числе m точек то есть самое плохое это в точках разбиения и она попадает в левый и правый отрезок разбиения то есть это 2m умножить на максимум значение функции f даже на отрезке ab g например минус максимум на функцию от измененной самое большое изменение вот ну и здесь умноженное на диаме это и понятно что так как это константа тем более константа конечная константа предель предвидения из применящихся к нулю у нас это все стремится к нулю поэтому интегральная сумма измененной функции стремится к той у которой есть предел по условию утверждения и поэтому это тоже есть предел поэтому значит на этом все доказано коллеги давайте теперь сформулируем важное определение множество меры нуль полибегу будем говорить будем говорить что множество х большое имеет или является 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 множеством меры нуль полибегу меры 0 полибегу если для любого эпицелент больше 0 найдется не более чем счетный набор интервалов суммар суммарной длины меньше от этого эпицелент суммарной длины меньше эпицелент полностью покрывающей все множество x полностью покрывающей множество x то есть любая точка x для любой точки множество x найдет такой интервал из этого набора такой что x лежит в этом наборе и давайте сформулируем критерий либега интегрируемость функции по риму критерий либега знаменитая теорема которая имеет достаточно такое сложное доказательство вы можете посмотреть не очень сложное доказательство вот как раз в нашей книге с Фомичевым там он разобран этот критерий либега итак пусть функция ограничена тогда f интегрируемо по риму на этом отрезке когда и только тогда когда множество ее точек разрыва имеет меру нуль прибега имеет меру нуль поле бегу то есть мы с вами доказали такой упрощенный вариант этой теоремы для конечного набора интервалов он может быть доказан и для счетного но доказательства конечно становится существенно сложнее рассмотрим следующий пример рассмотрим следующий пример функция римана тома ну почему я называю римана тома на самом деле я придумал исследовал тома а почему-то в русской литературе она называется обычно функция римана это известная функция равная 1 деленное на н после x это дробь n деленное на н рациональная без нуля в нуля тоже 0 x и р диску на объединенное с нулем уберем уберем ну вот коллеги значит ну просто наброски доказательства интегрируемся функции римана она достаточно просто доказывается для каждого интегрируемость этой функции для начала давайте заметим следующий факт что для любого и большого нуля у нас существует только конечное число точек только конечное число точек ну зависит от эпидемии н от эпидемии это множество назовем множество вот такие вот эпидемии вот для которых у нас функция римана тома будет больше чем эпидемии пополам то есть вот точек для любого эпидемии эпидемии нуля у нас существует только конечное число точек которые функции римана больше эпидемии пополам больше чем эпидемии пополам больше тогда во всех остальных точках она у нас будет трога меньше чем эпидемии пополам кроме того кроме того очевидно что данная функция по модулю ограничена числом и 1 потому что она везде будет 1 на н или 0 самое такое будет большое значение это с точки 1 значение так хорошо давайте теперь рассмотрим модуль интегральной суммы римана для функции римана там это вот сумма пока от 1 до n r от x k d x k и вот опять мы можем разбить вот эту сумму на сумму двух сумм сумма 1 r x k на delta x k плюс сумма r сумма 2 r x k и вот давайте напишем что здесь есть вот эти вот точки это и ты которых функция принимает значение больше чем епсина пополам а вот здесь их нет их нет ну и теперь смотрите если там где она там где они есть мы можем ограничить так только модуль можно поставить где-то это мы меньше либо равно здесь поставим модуль модуль можно не писать потому что delta xk мы считаем больше нуля а функция римна тоже у нас больше нуля поэтому модуль можно написать вот и когда у вас тут тоже это значит модуль можно написать есть такие точки в этих в этой сумме мы должны ограничить функцию римна единицы а здесь их нет поэтому здесь ограничиться эпсина пополам ну вот теперь если мы вытащим отсюда эпсина пополам то мы получим сумму всех этих delta xk и она у нас будет вот эта сумма без функции римна много меньше чем b-a ну и следовательно надо было выбрать вот здесь эпсинент а не эпсинент пополам а эпсинент на 2b-a например вот что с этим происходит здесь у нас функция римна тома ограничивается единицей и мы получаем сумму delta xk вот в этой сумме у нас получается delta xk меньше диаметра до того и этих слагаемых здесь у нас конечное число точек умножить на диаметр и этот диаметр мы можем устремлять к нулю а здесь мы можем устремить к нулю вот как раз вот значение r от эпсинент вот выбирая вот это эпсинент пополам изначально меньше чем вот эпсин деленное на 2b-a поэтому функция римна тома интегрируема но это я так немножко на пальцах конечно все это вам рассказал там можно более подробно ну посмотрите вот в моих лекциях я может быть сделаю тут ссылки на вот это доказательство где я доказываю это аккуратно или в ежике давайте запишем заголовок свойства интегрируемых функций свойства интегрируемых функций чем же хорош интеграл римана который мы с вами ввели а он хорош разными интересными свойствами полезными для науки и техники итак первое свойство интегрируемость сужения интегрируемость сужения интегрируемость как формулируется эта теорема значит пусть 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 у c интегрируемым по отрезку а b а отрезок а со звездой b со звездой это какая-то часть отрезка а b тогда функция f интегрируема и на вот этом вот суженном отрезочке а со звездой b со звездой как соотносится два интеграла по отрезку а b и по сужению а со звездой b со звездой мы понятное дело ответить не можем на этот вопрос но можем ответить только на вопрос об интегрируемости функции давайте докажем давайте докажем этот факт итак рассмотрим разность верхней интегральной суммы ну то есть давайте я покажу картинку вот у вас есть отрезок а b может быть даже получится по-индусски доказать а это а со звездой b со звездой понимаете теперь смотрите друзья у нас есть некоторое разбиение для которого разность вот этой верхней интегральной суммы нижней интегральной суммы дормо можно сделать сколько угодно маленьким мы берем разбиение вот этого отрезка а b отвечающая вот это вот этого неравенства вот это меньше чем и потом просто берем из него часть слагаемых которые отвечают вот этому отрезку а со звездой б со звездой поэтому коллеги на служение вот 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 это вот разность на сужение будет не больше чем разность на всем отрезке а b потому что вот эти вот разности м м большая катая минус м маленькая катая они больше либо равно нуля понимаете то есть ну давайте я напишу подробно с там со звездой tau от f кси минус с нижняя со звездой tau f кси будет у нас меньше либо равно вот этого это с тау от f кси минус s тау так сейчас верхняя нижняя f кси а это меньше чем аппетит вот исходя из уменьшили браво только ну вот все вот так вот если это можно ограничить каким-то произвольно маленьким то это тоже тем более все интегрирование сужение доказано следующее свойство аддитирность интеграла аддитирность интеграла и так пусть функция f интегрируема на отрезке а c и на отрезке c b тогда она интегрируема на всем отрезке а b причал интеграл от а до b f dx будет равен сумма на двух интегралов от a до c f dx ну интегрируемость я хотел бы наверное доказать по-индустски давайте давайте нарисуем картинку от а до b какая-то точка c смотрите получается что что так как функция f интегрируем на отрезке а c то какого бы не взяли бы тут разбиение точнее если какого бы не взяли бы там епсинт больше нуля мы можем найти разбиение такое что разбиение а c такое что разница вот верхней интегральной суммы и нижней интегральной сумме функции f на этом отрезке может быть сделано там меньше чем епсинт пополам и вот это вот сумма здесь верхней минус нижняя тоже может быть сделано меньше чем епсинт пополам а теперь мы возьмем просто-напросто разбиение являющееся объединением этих двух разбиений этого и этого и все эти точки сюда положим следовательно это уже разбиение будет разбиением отрезка а b всего и понятно что оно будет равняться сумме вот этой на этом отрезке и сумме на это поэтому это будет меньше чем епсинт пополам плюс епсинт пополам то есть епсинт значит а как доказать вот это равенство это равенство доказывается просто из сумм интегральных сумм то есть мы уберем tau какое-то tau разбиение отрезка ab разбиение ab содержащая точку c разбиение ab содержащая точку c содержащая c точку c теперь давайте напишем в общем сфер 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 его сфер равно сумме по xk-1xk, лежащим на отрезке АС, и плюс сумму такую же, ну, то есть f от xk, вот f от xk, множество дельта xk, тут уже отрезки разбиения xk-1xk лежат внутри CB. Понятно, да? f xk дельта xk, это то же самое. Ну вот, теперь получается, переходя к пределу при диаметре стремящемся к нулю, у нас это стремится сумма к интегралу от А до С, f от x dx, это к интегралу от C до B, f от x dx, ну и поэтому существует у вас предел и в левой части, а он как раз в силу того, что Тау это разбиение всего отрезка АВ, будет совпадать с разбиением, сейчас с интегральной суммой, вот с интеграла от А до B, f от x dx. Третье свойство – линейность интеграла. Линейность интеграла. Линейность интеграла. Пусть функция f и g интегрируема по отрезку АВ, а альфа и бета – это какие-то произвольные константы, существенные константы. Тогда линейная комбинация этих двух интегрированных функций альфа и f плюс бета – g также интегрирована отрезка АВ, причем интеграл от А до В вот этой линейной комбинации альфа и f от x плюс бета – g от x dx равен линейной комбинации интеграла от А до В от x dx плюс интеграл от А до В g от x dx. Ну, понятно, откуда это равенство вытекает. Это равенство вытекает из линейности интегральных сумм. альфа и f плюс бета – g x dx равняется альфа сигма тау – f и плюс бета – сигма тау – g x dx. Ну все, переходя к пределу, получаем требуемое. Четвертое свойство – интегрируемость произведения. Интегрируемость произведения. Пусть f и g интегрируемость отрезка АВ, тогда их произведения f на g также интегрируемость отрезка АВ. Интеграл произведения, конечно же, не равен произведению интегралов, я считаю, смеюсь на студентами, но все равно мы можем утверждать произведение, интегрируемость произведения. Кстати, пока мы это доказываем, коллеги, я вам задаю вопрос, а обратное верно? Вот если произведение функции интегрировано, верно ли, что и каждая из функций интегрирована? Подумайте об этом. Так, доказательства этого факта. Давайте рассмотрим. f от x. Рассмотрим вот этот модуль разности. f от x на g от x. Минус f от y на g от y. И прибавим веществом из этого модуля f от y на g от x. Тогда это будет не превосходить. f от x умножить на модуль f от x минус f от y плюс с минусом сюда, с плюсом сюда. Из плюса вынесем f от y, общий со множителем. Модуль f от y умножить на g от x минус g от y. Теперь смотрите, коллеги. Вспоминаем, что если функция интегрирована, то она ограниченная. Поэтому найдется константа, которая ограничивает и функцию g и функцию f, ограничивающая вот это m, это тоже m. Поэтому это будет строго меньше, строго меньше, чем m умноженное на, ну давайте так напишем в скобках, f от x минус f от y плюс модуль g от x минус g от y. g от x минус g от y. Так, и скобка закрывается. Скобка закрывается. Поэтому колебания функции произведения f на g ограничено. f от x минус f от y. Да, 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 спасибо. f от x минус f от y. Да, точно. Колебания на катом отрезке разберения функции f умноженное на g не превосходит m умножить на колебание функции f плюс колебание функции g. А в силу того, что, ну и следовательно, сумма по k омега k f на g дельта xk помните, вот то, что свойства знамечания я говорил, будет у вас не превосходить сумма k по k. Так, давайте m вытащим за скобки. А здесь получается в скобках омега k f от f плюс сумма по k омега k от g. Ну вот. Силу интегрированности, ну да, дельта xk только, но еще можно дельта xk. Силу интегрированности функции f и g при диаметре стремящемся к куду и правая часть стремится к нулю. Ну, что-то стремящееся к нулю умноженное на константу тоже стремится к нулю. Поэтому это стремится к нулю. Ну, это больше нуля, у нас это больше нуля, это больше нуля. Ну вот, значит, это стремится к нулю. Поэтому по критерию интегрированности по Римману мы заключаем, что и при диаметре f умноженное на g тоже у нас стремится к нулю. так, но если наказано, так свойство 5. Монотонность интеграла, монотонность интеграла. Итак, пусть функция f и функция g интегрируемы на отрезке a, b. И для любого x в этом отрезке выполняется неравенство f от x умноженное бравло g. Тогда интеграл от a до b f от x dx не превосходит интеграл от a до b g от x dx. Ну, доказательство этого факта тривиальное. Оно просто следует из неравенства между интегральными суммами. Сигма тау f, си. Меньше или браво на сигма тау g, си. Ну и предельно переходим в неравенствах. Диаметр стремящегося к нулю, то есть это стремится к интегралу, стоящему слева и справа. Из этого утверждения у монотонности интеграла вытекает несколько важных следствий. Следствие 1. Итак, если функция f не отрицательна на отрезке ab, то интеграл от a до b f от x dx также больше либо 0. На это понятно, это нужно просто взять в качестве f. f в качестве g 0. Второе следствие чуть-чуть интересно. Следствие 2. Если функция f непрерывный на отрезке ab, и f больше левролуга на этом отрезке. И кроме того, найдется точка кси из ab, такая, что f от кси строго больше 0. Тогда интеграл от a до b f от x dx строго больше 0. Ну давайте докажем этот факт по-индусски. Я рисую картинку и говорю смотри. То есть пусть у вас функция f везде 0, а в какой-то точке кси она будет равняться, не знаю там, гамма строго больше 0. Так как функция непрерывная, то у нас существует окрестность в точке кси такая, что функция, где функция сохраняет свой знак. То есть если вот тут вот гамма равна гамма в точке кси, то пусть она вот в этой окрестности будет строго больше, чем гамма пополам, например. Поэтому можно тут вот кси минус эпсилент, кси плюс эпсилент взять и интеграл от a до b f от x dx разбить вот в таком вот виде. от a до c минус эпсилент плюс интеграл от c минус эпсилент кси плюс эпсилент плюс интеграл от c плюс эпсилент до b. Теперь смотрите, друзья, вот этот интеграл у нас больше либо равен 0, вот этот интеграл у нас больше либо равен 0, а вот этот интеграл вот по этой вот всплеску строго больше 0. Ну и поэтому это тоже у нас будет строго больше 0 или интеграл, стоящий в левой части. Это факт, который часто достаточно используется уже не только в математическом анализе, а в других областях математики. Свойство 6. Интегрированность модуля. Интегрированность модуля. Пусть функция интегрирован по риму на отрезке ab, тогда модуль этой функции также интегрирование по отрезке ab функции. И выполняется неравенство, то модуль интеграл от a до b f от x dx будет меньше или равен интеграл от a до b модуля f от x dx. А тут пишет, все понятно, а потому что у нас есть такая... Здесь, понятное дело, используется, что b минуса больше нуля. То есть если b минуса здесь у нас меньше нуля, то, конечно, здесь у нас будет меньше, да? Коллеги, я еще тут кое-что забыл сказать, вот когда мы говорили про аддитивность. Мы по определению кладем интеграл от b до a f от x dx. Мы по определению кладем минус интеграл от a до b f от x dx. А интеграл от a до a f от x dx это просто ноль. Мы считаем, потому что не почему интегрировать. Давайте докажем интегрированность в модуль в случае интегрированности функции. Доказательство. Модуль f от x, то есть модуль, модуль минус вот это. Ну понятно, что модуль разности модулей у нас не происходит модуля просто разности. Это легко, это неравенство понять, если рассмотреть в случае f от x больше нуля, то есть f от x и f от y одного знака или разных знаков. Если это одного знака, то тут просто будет равенство стоять, а если это разных знаков, то тут строго меньше. Строго меньше. Так, хорошо. Следовательно, 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 у нас колебания омега-к от модуля не превосходят колебания от самой функции f. Ну и поэтому для этого выполняется критерий. Сумма вот этих колебаний на дельта и скал стремится к нулю, придаем к стремящемуся к нулю, тогда и значит вот это тоже стремится к нулю от модуля. Поэтому если интегрируем функцию f, то интегрируем и модуль. Неравенство, приведенное здесь, вытекает из соответствующего неравенства для интегральных сумм. То есть модуль сумма по k от 1 до n, f от xk на дельта и xk у вас будет равен, меньше либо равен. Смотрите, тут же конечная сумма, поэтому модуль суммы не превосходит в сумму модулей. Получаем сумму по k от 1 до n, модуль f от xk на дельта и xk, и будем считать, что дельта и xk строго больше нуля. И переходя к пределу, здесь и здесь, эти пределы существуют, вот по доказанному выше мы получаем, что это у нас стремится к вот этому интегралу, а вот это стремится к вот этому интегралу от модуля. Все, не раз так, а с ним и вот это свойство 6. Очевидно, что обратное неверное. То есть если у вас интегрируется модуль функции, то из этого не вытекает, что интегрируется сама функция. Давайте напишем замечание. Здесь замечание, обратное неверное. Для этого можно просто рассмотреть такую модификацию функции Дрихли. То есть D с волной от x равно 1 если x рационально и минус 1 если x и рационально. r без q, тогда модуль D с волной это будет просто константа единица, самая интегрированная с функцией на свете, но функция Дрихли она не интегрируемая, это мы с вами доказали. То есть обратное неверное. Рассмотрим теперь вопрос об интегрируемости композиции функции. То есть пусть у нас есть какая-то композиция функции G, от F, G от F от x это по определению сложная функция G от F от x. Ну и предположим, что функция F действует из отрезка альфа-бета в A, B, где определена функция G. И давайте рассмотрим вопрос, а какие условия должны быть наложены на функции F и G, для того чтобы композиция их была бы интегрированной. Просто интегрированности F и G недостаточно. Для этого легко рассмотреть пример. Функция F, пусть это функция Риммана, а функция G равна нулю. Если x равен нулю, единица иначе, x не равно нулю. То, что функция Риммана интегрированная мы доказали. Здесь функция, которая отлично от константа единица только в точке одной ноль, тоже интегрирована по соответствующей теореме. Но композиция G от F это будет просто функция Дерехле, потому что во всех рациональных точках она будет больше нуля, и он будет уходить в функции G 0. Понятно. Поэтому композиция двух неинтегрированной функций, вообще говоря, может быть и неинтегрированной. вот какие свойства нужно взамен или дополнить интегрированной для того, чтобы все-таки композиция была бы интегрированной. Ну, смотрите. Для этого давайте введем определение. Функция G удовлетворяет условие Липшица на отрезке АВ, если... Я так подпишу. Условие Липшица. Липшица, если... Найдется такая константа С больше нуля, такая, что для всех точек x, y из этого отрезка АВ выполнена. Модуль f от x минус f от y не превосходит эта константа. Константа Липшица называется. Умножить на модуль разности x минус y. То есть понятно, что это любая функция, принадлежащая классу Липшица непрерывно. И тут из этого неравенствовать, что если близки x и y, то близки f от x и f от y. Обратное неверно. То есть можно, например, доказать, что... Ну, например, корень кубический из x у вас непрерывная функция, но она не липшится там на... Там 0,1, кажется, отрезок. Вот, докажите, если это будет время. Докажите. Давайте сформулируем теорему. Интегрируем из суперпозиции. Интегрируем из композиции. Композиции. Итак, пусть функция f интегрируема на отрезке альфа-бета. Супремум функции f равен m. И пусть функция g удовлетворяет условия липшица на отрезке альфа-бета. Маленькая m, то есть там, где лежит функция f, значение функции f. Вот тогда их композиция g от f интегрируема на отрезке альфа-бета. Так, давайте я просто вот идею доказательства сейчас вам расскажу. То есть, если мы возьмем какие-то точки x1, x2 из какого-то отрезка интегрирования xk минус 1xk, то модуль g от f от x1 минус g от f от x2 в силу того, что функция g удовлетворяет условия липшица, это будет не происходить c на модуль f от x1 минус f от x2. Ну вот. Следовательно, колебания композиции можно ограничить сверху колебанием функции f, а сумма колебаний функции f стремится к нулю при диаметре, стремящемся к нулю. Следовательно, и колебания композиции тоже будут стремиться к нулю. Так что вот, исходя из этого, ну, замечание 1. Значит, если функция g непрерывная, это более слабое условие, чем липшица, то есть, а функция f интегрирована, то тогда g от f тоже интегрируем. Тут уже, догадается, чуть-чуть сложнее. А если g только лишь интегрированно, а функция f, например, непрерывно, вот тогда вообще говоря, вообще говоря, это не так просто пример построить, но можно. вообще говоря, композиция g от f может быть и не интегрирована. Ну, то есть, она может быть интегрирована, понятное дело, а может быть и не интегрирована. Вот такой пример можно построить. То есть, нам нужна непрерывность внешней функции для того, чтобы была интегрирована композиция. Первая теорема о среднем. Итак, пусть функции f и g интегрируемы на отрезке ab, а функция g сохраняет свой знак. Итак, пусть функции f и g интегрируемы на отрезке ab и g больше либра нуля, ну или g меньше либра нуля на отрезке ab. Обозначим через m маленькое infinum значение функции f на отрезке ab, а m большое в supremum значение функции f на отрезке ab. Тогда вот этих вот двух условий, то есть интегрированные функции f и g и знак определенности функции g достаточно для того, чтобы существовало число nu. Ну, можно, конечно, оно на интервале маленькое, но на отрезке напишем. Такое, что интеграл от a до b f на g от x dx будет в точности равен вот этому mu умножить на интеграл от a до b функции g от x dx. То есть мы от сложного интеграл от произведения переходим к более простому интегралу от одной только функции g. В этой теореме есть важное дополнение, что если функция f непрерывно на отрезке ab, то тогда найдется... А, я, по-моему, глупость сказал. Mu-то должно оно быть у нас вот здесь вот на отрезке. На отрезке, а не на интервале, а отрезке. Значит, если f непрерывно на отрезке ab, то найдется точка xi, лежащая, ну, допустим, на интервале ab, такая, что f от xi как раз равняется вот этому mu. То есть, если функция f непрерывна, то тогда у вас найдется точка, просто в которой эта функция равна xi, равна mu. Ну, кажется, это теорема достаточно простое. Достаточно простое. Давайте предположим, что... Ну, давайте просто возьмем вот это неравенство, что m у нас меньше либо равно f от x меньше либо равно m большого. И домножим здесь каждое из этих вот частей этого неравенства на функцию g от x, но для произвольной x. То есть, с этого следует, что m на g от x меньше либо равен f от x на g от x меньше либо равен m большое на g от x. И теперь мы используем монотонность интеграла Риммана, интегрируем просто левую, правую часть и среднюю. Интеграл от a до b dx, интеграл от a до b dx. И здесь тоже интеграл от a до b dx. А теперь смотрите, коллеги, нужно рассмотреть два случая. Первый случай, когда интеграл от a до b g от x dx равен 0. Это вполне может быть, если g больше либо равен 0. Ну, например, 0, кроме какой-то точки или торжественной 0. Вот если интеграл g от x dx по a b равен 0, то тогда вот из этого неравенства утекает, что интеграл от a до b f от x на g от x dx тоже равен 0. И, следовательно, вот в этом равенстве можно взять любое му. Для любого му у нас все хорошо. Давайте напишем плюс. Если же g этот интеграл от a до b, g от x dx строго больше 0, то мы просто-напросто делим вот это неравенство на вот этот интеграл и обозначаем через му вот этот интеграл, деленный на этот интеграл. Ну, дробь такая большая, интеграл от a до b f от x на g от x dx, интеграл от a до b g от x dx. И понятно, что для такого му вот это равенство выполняется, и это му, как мы доказали, лежит между m маленькое и m большое. Вот, это как раз существенно в этой теореме. Это тоже существенно. Если функция f большая непрерывно, то существование такой точки кси из отрезка ab, что f от x равняется му, вытекает просто-напросто из теоремы о прохождении непрерывной функции через любое промежуточное значение. Ну, и там теорема бальцан-кашиш, как у нас это назвалось. Так что первая теорема о среднем доказана. Давайте напишем заголовок интеграл с переменным верхним пределом. Итак, предположим, что функция f интегрируемая на отрезке ab. Тогда у нас определена функция, обычно обозначается f от x, равная интеграл от a до x f от t до t. Называемая интеграл с переменным верхним пределом. Ну, и вот теорема, которая обычно называется теорема об интеграле переменным верхним пределом. А я ее люблю называть теоремой Барроу. Барроу – это такой английский математик, учитель Ньютона, Исаака Ньютона. Собственно говоря, именем которого и должна быть названа форма Ньютона-Лейбенса. Но это мы чуть-чуть позже об этом поговорим. Итак, теорема Барроу. Пусть f у нас интегрируемая на отрезке ab. Тогда первое. f большое заодно вот этой формуле непрерывно на отрезке ab. Второе. Если f непрерывно в точке x0, то функция f большое неперенцируема в точке x0. И ее производная в этой точке x0 равна значению функции f маленькая в точке x0. Ну, вот это теорема Барроу или теорема обинтеграли переменную в верхнем пределе. Итак, доказательства этого факта. Доказательства. Давайте первое пока докажем, что функция f непрерывна. Значит, докажем, что функция f непрерывна. На отрезке ab. Ну, она достаточно легко доказывается. Мы рассматриваем просто-напросто произвольное. Для произвольного x разность f от x плюс дельта x минус f от x. Это будет равен модулю интеграла. Смотрите, интеграл будет от a до x плюс дельта x. Плюс, так, сейчас, простите, минус интеграл от a до x. Это будет просто интеграл от x до x плюс дельта x. Ну, то, что минус, это плюс перевернутый. Ну, и поэтому по a они вот так вот сошлись. Сошлись, да? То есть это будет модуль интеграла от x до x плюс дельта x. f от t dt. Дальше. Модуль интеграл не происходит, интеграл от модуля. Ну, на самом деле, дельта x. Вот, смотрите, если дельта x, пусть дельта x больше нуля. Если бы дельта x было бы меньше нуля, мы бы должны, так сказать, бросать модуль. Но это вообще тут не важно. x от интеграла от x плюс дельта x. Модуль f от t dt. Про функцию f известно, что она у нас интегрируема. Значит, она у нас ограничена необходимым условия интегрируемости. Поэтому, наверное, такая константа m, что это будет m на интеграл. x до x плюс дельта x, то есть на дельта x. dx, это будет m на дельта x. Но это стремится к нулю, где дельта x стремится к секунду. Дельта x стремится к секунду. Предположим теперь, что функция f непрерывна в точке x0 и докажем, что f' от x0 равняется f от x0. Для этого давайте, во-первых, напишем определение f непрерывно в точке x0. Следовательно, у нас для любого епицинга больше нуля найдется такое дельта больше нуля. Такое, что для всех t модуль t минус x0 меньше дельта. Выполняется, что модуль f от t минус f от x0 меньше епицинга. Это непрерывность функции f в точке x0. И теперь давайте рассмотрим разность f от x0 плюс дельта x минус f от x0 делён на дельта x минус f от x0. И нужно доказать, что если взять дельта x малым, то тогда вот эта дробь будет сколько угодно близка к f от x0. То есть это можно будет ограничить сверху каким-то епицингентом. Ну тут вот это епицингент другое, нежели это епицингент, но может быть мы подберем получше. Итак, смотрите, что из себя представляет f от x0 плюс дельта x минус f от x0? Смотри выше, это просто интеграл от x0 до x0 плюс дельта x. То есть это будет 1 делить на дельта x интеграл от x0 до x0 плюс дельта x. f от x0 это константа, я подчеркиваю. f от x0 от t не зависит, поэтому если внести её под интеграл, надо будет разделить на длину этого отрезка, то есть на дельта x. Значит, будет минус 1 на дельта x интеграл от x0 dx0 плюс дельта x f от x0, это константа, я подчеркиваю, dx. Ну вот, теперь, используя аддитивность интеграл, мы можем написать, что это равно. Даже давайте, используя аддитивность, мы под один интеграл это всё заносим, а потом используем то, что модуль интеграла меньше либо равен интеграла от модуля. И поэтому получаем 1 делён на дельта x интеграл от x0 до x0 плюс дельта x. А тут мы напишем, что модуль f от t минус f от x0. А это вот, нет, сейчас, это где? Это вот, это можно быть сделано сколько угодно молить. Силу непрерывности функции f точки x0. Так понятно, да? Поэтому это сколько угодно маленький можно выбрать. Это меньше эптилент. Выносим, написано, за знак интеграла. Получаем интеграл от x0 до x0 плюс дельта x от 1. Это будет дельта x. Делён на дельта x будет 1. И получаем меньше эптилента. И того меньше эптилента. Следовательно, для произвольного эптилента больше нуля мы нашли такое дельта больше нуля, чтобы вот это отличалось от f от x0 меньше чем на эптилент при достаточно маленьких дельтах x. А это и есть как раз то, что производная f' в точке x0 равняется f маленькой от x0. Всё, теорема Барроу доказана. Это важная теорема. Из неё, например, вытекает тот факт, который мы обсуждали с Лёшей Саватеевым, когда говорили про существование первообразной. Помните, он мне сказал, что достаточное условие существования первообразной это её непрерывность функции. Вот тут она, понятное дело, скажем так, сразу же вытекает, вытекает, потому что если у вас функция f маленькая непрерывно, то тогда, давайте напишем, следствие. Следствие существования первообразной. Если функция непрерывно на отрезке ab, тогда f большой, это интерак переменной верхним пределам, равная интегралу от, если напишем, от a до x, f от t до t, это первообразная функция f. Первообразная функция f. Ну, почему? Потому что, если у вас x больше, чем... Ну, по-хорошему, нужно было здесь x0 какой-то взять. И если x больше, чем x0, тогда это будет интерактивно с верхним пределом. А если x0 больше, чем x, то есть x меньше, чем x0, мы просто переворачиваем интеграл, и здесь получаем минус. То есть, и так, и так будет производная функция f большое, это f маленькая, во всех точках x0 этого отрезка. Так что, вот это важное следствие из теоремы Барроу. И второе важнейшее следствие, это, конечно, теорема формулы Ньютона-Лейбница. Итак, формула Ньютона-Лейбница. Теорема – это важнейшая теорема анализа. Формула Ньютона-Лейбница. Название не очень правильное, потому что первым, кто ее доказал, был, видимо, Барроу. А Ньютон просто слушал его лекции. Значит, Барроу. И сам Ньютон никогда не называл эту формулу своей, потому что это формулы языка его учителя. Итак, пусть функция f непрерывно на отрезке АБ Афи – это какая-либо первообразная. Какая-либо первообразная этой функции, функции f. тогда интеграл от А до В f от x dx может быть вычислен разностью перообразных. f, вот это вот, фи, да. f от В минус фи от А. Вот это формулы Ньютона-Лейбница. Докажем эту теорему. Если функция f непрерывно на отрезке АБ, то у нее существуют первообразные заданные в виде интегралов переменной в верхнем пределе. Тинкрат А до x f от t до t. Это некоторое первообразное. Перообразное. Мы знаем, что если f и фи – это две первообразные, то они отличаются на константы. То есть f от x – это и есть фи от x плюс константы. Ну и давайте напишем, вот исходя из значения, f от x, А от x, f от t dt равняется фи от x плюс c. Теперь смотрите. Мы положим x равно А и получим здесь 0. интеграл от А до А – 0. А справа мы получим фи от А минус плюс c. Следовательно, c – это минус фи от А. А теперь, если мы положим вместо x в b, мы получим интеграл от А до b f от x, f от, ну, t dt равно фи от b плюс c. то есть фи от b минус фи от А. Все, формируетный лейбница доказано. Формируетный лейбница доказано. Условия на формируетный лейбница можно немножко усилить. то есть тут f у вас не обязательно даже быть непрерывная, но, может быть, интегрировала на отрезке А, но это не факт, что у нее есть первообразная, но и фи и ее первообразная. Какая-то первообразная. Тогда выполняется вот эта форма нитулейбница, которая здесь была. Следующий наш вопрос, который мы изучим – методы интегрирования. Методы интегрирования. Как берется определенный интеграл? Методы интегрирования. Теоремы интегрирования по частям. Интегрирование по частям. Пусть функции U и V дифференцируемы на отрезке А, а их производные U' и V'. Ну, вот тут вот, коллеги, внимание, пожалуйста. Вот если использовать вот теорему, которая была вначале сформулирована, тут можно только непрерывными их взять. Но давайте их возьмем интегрированные на отрезке А, на отрезке А, тогда тогда выполнено выполнено интеграл от А до В U' от X на V от X до X равняется от B от B на V от B минус U от A минус U от A ну, давайте, знаете, что давайте так напишем равняется U от X на V от X подстановка от A до B а здесь напишем, что это на самом деле есть U от B на V от B минус U от A на V от A минус интеграл от A до B U от X на V штрих от X до X ну, доказательство всего факта достаточно простое если так как U у нас дифференцируемо а это не интегрируемо это тоже самое значит дифференцируемо-интегрируемо то произведение интегрируемо и поэтому если мы сейчас возьмем вот такой вот интеграл от A до B U штрих на V я позволю себе не писать сейчас здесь аргументы плюс это мы сюда да плюс V штрих на U U DX это есть интеграл от A до B U на V штрих DX и это у вас получается интегрируемо интегрируемо поэтому по форме Ньютона-Лебница у нас получается что это есть U от X на V от X первообразная производная помните свойство первообразное это вот это от A до B как раз вот то что здесь написано так что это доказано замена переменной в определенном интеграле замена переменной замена переменной пусть функция F непрерывно на отрезке A B функция F заданная на альфа-бета действует в A B альфа-бета действует в A B и пусть функция F у вас будет дифференцируемой дифференцируемой на альфа-бета и дифференцируем на альфа-бета афиш 3 ну вот тут то же самое можно потребовать непрерывность но на самом деле тут достаточно интегрированности чтобы выполнялась формула интегрированная альфа-бета тогда тогда интеграл от альфа до бета F от Фи от Т на Фи штрих от Т ДТ равняется интегралу от Фи от альфа до Фи от бета F от Х ДХ то есть коллеги когда вы делаете замену в определенном интеграле то не забывайте поменять еще и пределы интегрирования ну смотрите доказательство достаточно простое значит функция у вас непрерывна функция фи дифференцируема поэтому у вас композиция Ф на Фи интегрируема даже непрерывно давайте напишем непрерывно на альфа бета композиция Ф и Фи непрерывно как композиция двух непрерывных функций Фи штрих интегрируема следовательно их произведения интегрируема на отрезке альфа бета кроме того Ф непрерывно на отрезке АБ а следовательно у нее есть первообразная функция Ф на АБ давайте попробуем найти первообразную вот от этой вот подинтегральной функции давайте продифференцируем Ф от Фи умножить на Фи Ф от Фи найдем производную это будет Ф штрих от Фи просто по формуле производной сложной функции умножить на Фи штрих от Т Ф штрих это Ф получаем Ф от Фи от Т умножить на Фи штрих от Т и значит что вот это есть первообразная вот этой вот функции поэтому по форме Ньютона Лейбница по форме Ньютона Лейбница эта функция будет у нас интегрируемой и как мы уже сказали да интеграл от АЛЬФА до БЕТА Ф от Фи на Фи штрих ТТ это есть Ф от Фи от Т подстановка от АЛЬФА до БЕТА это в свою очередь смотрите будет равно дайте сюда перейдем это будет равно Ф от Х если заменить Х на ФИ от Т но в подстановке уже Х равно Фи от АЛЬФА и Х равно Фи от БЕТА и теперь мы опять вот обратную форму Ньютона Лейбница используем это будет интеграл от Фи от АЛЬФА так как Ф это первообразная функция маленькая Фи от АЛЬФА от ФИ до ФИ до БЕТА Ф от Х до Х получилось что вот этот интеграл стоящий здесь в левой части равен этому интегралу стоящему в правой части теорема замене переменной доказана следующая теорема вторая теорема о среднем вторая теорема о среднем это уже такая весьма жесткая теорема доказать аккуратно красить ее достаточно нетривиальная но в общем-то техническая поэтому я думаю каждый из вас он может собственно говоря по конспектам это доказать итак пусть функции это уже интегрируем на отрезке АБ тогда тогда это ниже Ф и Фи тогда выполняются следующие пункты первое если и монотонно то есть монотонно вырастает или монотонно убывает или не вырастает и не убывает монотонно монотонно то на отрезке АБ найдется точка КСИ такая что выполняется формула Бонне формула Бонне то есть интеграл от А до Б Ф от Х на Фи от Х ДХ равняется Фи от А интеграл от А до КСИ Ф от Х ДХ плюс Фи от Б интеграл от КСИ до Б Ф от Х Ф от Х ДХ это первый пункт второй пункт если Фи не убывает и Фи не отрицательно или не положительно то найдется точка на этой КСИ 1 в АБ такая что интеграл от А до Б Ф на Фи ДХ равняется П от Б интеграл от КСИ до Б Ф от Т ДТ если функция Фи не убывает то есть не вырастает и опять же больше либо равна нуля то найдется точка КСИ 2 давайте обозначим ее ну чтобы различать эти три точки разные точки окей что интеграл от А до Б Ф на Фи ДХ равняется Фи от А интеграл от А до КСИ тут Фи 1 КСИ 2 Ф от Т ДТ вот такие вот формулы Бонне План доказательства Следующий Если я честно попишу план доказательств. Доказательства — это план доказательства. Мы доказываем третий пункт, потом второй пункт получается из третьего, просто подстановкой х равно минус х, а первый пункт получается из третьего и второго, просто сложением этих двух выражений, этого и этого. Так что это вот так вот происходит. А когда оказывается третий пункт, я сейчас вот на пальцах немножечко расскажу. Смотрите, доказательства. Вначале мы рассматриваем равномерное разбиение, то есть разбиение отрезка АВ на равные отрезки. Равномерно и разбиение. разбиение точками ХК отрезка АВ. Так как пульта интегрирует, она нам не важна. F, EFI интегрирует, значит произведение интегрирует, значит нам не важно какое-нибудь разбиение брать. Потом мы рассматриваем последовательность сигма N. Это сумма по К от 1 до N и от ХК на интеграл от ХК минус 1 до ХК F от ХДХ. И доказываем, что при N стремящейся бесконечности сигма N, это последовательность, сходится к нашему интегралу от А до В. F на ФИ, F от Х на ФИ от ХДХ. После этого мы рассматриваем интеграл с переменным верхним пределом F большой от Х. Подпишу план доказательства. План доказательства. F от Х от интеграл от А до Х от ТДТ. И предположим, что альфа предположим, что альфа и бета это точки, в которых функция F большой достигает своей супремуму инфимум. То есть инфимум, ну так как функция F интегрируема, значит F большой непрерывно, значит вторая теремия верши трасса достигается ее точной грани. Инфимум F от Х на AB пусть это равен F от альфа, а супремум достигается в точке бета. F от бета. Супремум на отрезке AB. И теперь мы доказываем, что F от альфа меньше либра равен сигма Н на фи от а, вот это, да, фи от а, а это все очень меньше либра равно F от бета. И теперь переходим к пределу, это константа, это константа, это стремится к интегралу, поэтому это устремляется, приостремяшимся к бесконечности, к интегралу, от А до B, F от Х на фи от Х до Х. Поэтому, домножая потом на фи от А, но фи от А у вас может быть равно нулю, может быть строго больше нуля. Если равно нулю, то это тривиальный случай доказательства, то что тут ноль, тут получается тоже ноль, потому что фи это константа, она у вас неотрицательная. И, а если фи от А больше нуля, строго больше нуля, то мы как раз получаем в силу непрерывности функции F большое, что найдется и такая, что F от Х равно интегралу от А до Б, так, F на фи до Х деленное на фи от А, а F от Х это как раз и будет интеграл от А до Х, который стоит вот здесь вот, вот здесь от А до, у кси 2 давайте, кси 2, кси 2, от А до кси 2. Все, вот так вот это доказывается. Ну вот я говорю, тут немножко нужно повозиться с доказательством сходимости, вот это сигмен и доказательство вот этого неравенства, там используется так называемое очень красивое преобразование Абеля. Посмотрите там вот, значит, в суммах это вот такое дискретное интегрирование по частям. Формула Тейлора формула Тейлора с остатком в интегральной форме, такая нелокальная формула Тейлора, с остатком в интегральной форме. Итак, пусть n это у вас какое-то либо натуральное число, либо ноль, то есть n принадлежит n0. И пусть f это n плюс 1 раз непрерывно дифференцируемое на отрезке Абфункции. а x и x0 это какие-то произвольные две точки из отрезка Абфункции. kт производная функция f деленная на k в точке x0 на x минус x0 в степени k на суммирование по k от 0 до n плюс остаток в интегральной форме, который записывается в таком виде. 1 деленное на n факториал факториал умноженное на x минус t в степени n здесь n плюс 1 а здесь n dt Доказывается эта теорема достаточно просто. Я бы даже сказал почти что элементарно. Значит, если у вас n равна 0, то мы просто получаем форму Ньютона-Лейбница, то есть f от x минус f от x ноликовая равно интеграл от x ноль до x f штрих в точке а, стойте, 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 от t здесь от t это 0 dt форму Ньютона-Лейбница. Формула Ньютона-Лейбница. Ну а дальше мы воспользуемся методом математической индукции, методом математической индукции. Предположим, для n-1 все хорошо, то есть у нас выполняется равенство f от x равно сумме по k от 0 до n-1 k-т производная в точке x0 делен на k фактериал умножен на x плюс x0 в степени k плюс 1 делить на n-1 фактериал интеграл от x0 до x тут для n равна n-1 включаем производную n-ого порядка в точке t на x-t в степени n-1 dt и теперь мы вот этот интеграл стоящий здесь в правой части мы интегрируем по частям мы засовываем x-t в степени n-1 под дифференциал получаем здесь x-t в степени n деленное на n здесь это будет n-фактериал прокручиваем по частям получаем здесь n-ое слагаемое в этой сумме минус а минус там будет плюс потому что здесь это будет и так это будет минус пока вот это будем засовывать под дифференциал тут возникнет минус плюс f от n плюс первая производная в точке t на x-t в степени n деленное n-фактериал то есть один раз нужно проинтегрировать по частям вот этот интеграл я тебе напишу интегрирование по частям один раз по частям один раз один раз все и мы получаем все коллеги на этом у нас тема приемный интеграл римм закончена я вас всех с этим поздравляю но особенно вот нас с Катей поздравляю потому что сложная была тема остается теперь для интеграл и сложная тема и геометрические приложения определенного интеграла давайте рассмотрим одно очень важное обобщение определенного интеграла риммана не собственные интегралы какова мотивация введения таких интегралов когда мы рассматривали интегралы риммана у нас было два очень существенных ограничения первое это подинтегральная функция f должна была быть ограниченной, потому что если она не является ограниченной, не выполняется необходимое условие интегрируемости функции по Римману, и предел интегральных сумм автоматически не существовал. Второе важное, но мы на него не обращали внимания ограничение, это то, что отрезок интегрирования АВ должен был быть конечным, промежуток интегрирования. Вот обобщение, о котором мы сейчас с вами поговорим, оно как раз и призвано эти два ограничения обойти. Ограниченность и ограниченность в подинтегральной функции, и ограниченность отрезка интегрирования. Давайте поговорим о двух важных понятиях. Первое, определение. Точка х ноликовая, принадлежащая отрезку АВ, называется, давайте я напишу интервал АВ, называется особый, если либо функция F не ограничена в окрестности какой-то точки X0, и второе, если X0, это значки плюс-минус бесконечности. То есть, значки плюс-минус бесконечности, они автоматически причисляются к особым точкам, а все остальные особые точки, это точки, в окрестности которой у нас функция не ограничена. Так, следующее важное определение, которое нам сегодня понадобится, это локально ограниченный, класс локально ограниченной функции. Итак, мы будем говорить, что функция F локально ограничена на множестве Е, если она интегрируема паре, ну давайте это лучше, лежит R, на любом отрезке, содержащемся в множестве Е, на любом отрезке, отрезке, содержащемся в Е. содержащемся в Е. Локально ограничено, это важно очень понятие для данной темы. Следующее определение. пусть функция F локально интегрируема на луче отпада плюс бесконечности, то есть она интегрируема на любом отрезке, от А маленькой до А большого, когда предел частичного интеграла, частичного в скобочках, частичного интеграла, интеграла от А до Б, F от X, D, X, при B стремящемся плюс бесконечности, давайте я напишу здесь предел или без стремящемся плюс бесконечности, интеграла от А до Б, F от X, D, X, конечный или бесконечный, называется несобственным интегралом первого рода. Несобственным интегралом скобочках N, I первого рода от функции F по или на луче от А до плюс бесконечности. Если данный предел существует и ограниченный, то мы будем говорить, что несобственные интегралы сходятся. Если этот предел этот предел существует и конечен, то мы будем говорить, что несобственные интегралы рода сходятся. Сходятся. Обозначается это вот так. От А до плюс бесконечности. Да, кстати говоря, вот это обозначение и собственно интеграл это значок такой, F от X, D, X, сходятся. В любом случае, если этот предел не существует или равен бесконечности, то мы говорим, что интеграл несобственный расходится. Иначе несобственный интеграл называется расходящимся. Называется расходящимся. Обозначается это так. интеграл от А до плюс бесконечности от X, D, X и стрелка перечеркнута. Интеграл от минус до плюс бесконечности определяется следующим образом. Интеграл от минус до плюс бесконечности от X, но пусть тут нужно написать локально интегрируема на все число и прямой. нет особых точек кроме минуса плюс бесконечности. Вот этот интеграл от минуса плюс бесконечности определяется как предел частичная интеграла от H3 до A при H3 стремящемся к минус бесконечности A стремящемся к плюс бесконечности при одновременном но независимом стремлении A штрих и A к минусу плюс бесконечности F X X тот случай когда они стремятся к бесконечности одновременно и одинаково мы разберем чуть-чуть позже. Давайте теперь дадим определение несобственного интеграла второго рода. Итак, пусть функция F локально интегрируема на полуинтервале от A до B. Предел интеграла частичного интеграла частичного мне нравится эти интегралы называть частичными потому что частичные суммы то же самое частичным интеграла при B большое стремящемся B маленькое слева интеграл от A до B F от X D X конечный или бесконечный также называется несобственным интегралом второго рода от функции F по или на отрезке AB безусловно тут особый смысл принимает тот случай когда в точке B функция F неограничена и тогда это у нас новое определение нового объекта если этот предел существует и конечен и конечен то говорят что несобственный интеграл второго рода от A до B тут иногда для того чтобы подчеркнуть что точка B у нас определено как предел в точке B тут такая стрелочка ставится иногда вот стрелочка B пишется B минус 0 вот так но обычно в литературе они пишутся точно так же как определенный интеграл от A до B не кто не собственный интеграл от A до B F X D X сходится иначе расходится иначе то есть если этот предел не существует или ураин бесконечности иначе иначе он расходится давайте теперь ведем определение не собственного интеграла второго рода если точка C в которой функция F неограничена лежит внутри интервала то есть пусть C лежит интервала от A до B и F неограничена точки C вот это требование оно не обязательно на самом деле но нам важно что точка C особая точка лежит внутри отрезка то есть на интервале A B тогда интеграл от A до B F от X до X определяется как двойной предел при ε1 стремящемся 0 справа ε2 стремящемся 0 справа интеграл суммы интегралов от A до C минус ε1 F xdx плюс интеграл от C плюс ε2 до B F xdx при одновременном но независимом стремлении ε1 и ε2 к 0 справа коллеги я забыл сказать предыдущим когда мы рассматривали интеграл от функции неограниченной в точке ограниченной какой-то там у нас этот интеграл точно так же иногда вводится как предел предыдущим стремящим технику справа интеграл от A до B минус ε F xdx вот это тоже так и так даже наверное чаще вводится нежели как вот у нас было от A до B большое при B большое стремящегося в точке B слева ну на самом деле это одно и то же как вот я только что сказал хорошо давайте давайте рассмотрим два очень важных примера очень важных и очень простых примеров первый интеграл первый пример это интеграл от 1 до плюс бесконечности 1 делить на x в степени альфа а второй пример это интеграл от 0 до 1 то же самое dx делить на x степени альфа почему они такие важные мы поймем чуть позже а почему они простые я думаю вы все понимаете рассматриваем частные интегралы от этих вот частные интегралы от 1 до B 1 делить на x степени альфа используя форму ньютолебница мы получаем если альфа равно единице то мы получаем логарифм модуль x ну точнее даже просто логарифм x потому что у нас b больше единицы и x тут везде положительно то есть мы имеем логарифм x от 1 до b а если это если альфа равно единице а если альфа не равно единице мы получаем к степени минус альфа то есть x степени 1 минус альфа поделить на 1 минус альфа та же постановка от 1 до b ну и мы видим что при b стремящем себе бесконечность алгоритм всегда имеет неограниченный предел а предел этого выражения конечен тогда и только тогда когда 1 минус альфа отрицательны то есть альфа больше единицы следовательно существует конечный предел при b стремящемся к бесконечести интеграл от 1 до b 1 делить на x степени альфа тогда и только тогда когда альфа больше единицы значит когда альфа больше единицы мы говорим что интеграл от 1 до плюс бесконечности 1 делить на x степени альфа сходится при альфа больше единицы и расходится при альфа меньше либо равном единицы вот этот вот результат пожалуйста запомните возвращаемся к этому обращаемся к этому интегралу но он то же самое мы имеем все то же самое x степени 1 минус альфа делить на 1 минус альфа подстановка уже у нас от 1 до ну давайте эпсилент возьмем вот такой частичный интеграл от 1 до эпсилент это если так тут только альфа не равна единица должно стоять альфа не равна единица или логарифм x если альфа тоже подстановка от эпсилента до единицы если альфа равно единице ну и мы видим что конечный предел существует при эпсилент стремящемся или справа интеграл от эпсилента единицы альфа dx делить на x степень альфа тогда и только тогда когда альфа рога меньше единицы вот это важный результат поэтому интеграл от нуля до единицы 1 делить на x степени альфа сходятся если альфа меньше единицы и расходятся при альфа больше либо равном единице друзья давайте займемся сходимостью след неусходимости несобственных интегралов итак начнем мы давайте напишем заголовок сходимость несобственных интегралов и когда изучаются вопросы о сходимости обычно начинается с теоремы критерий каши сходимости несобственных интегралов итак критерий каши сходимости несобственных интегралов те критерии каши формулируются примерно одинаково ну давайте давайте сформулируем его для несобственных интегралов первого рода для несобственного второго рода это вам будет задача на дом там примерно все одинаково и так критерий каши исходимости и собственного интеграла и так не собственно интеграл от 1 до плюс бесконечности fxdx сходится тогда и только тогда когда выполнено так называемое условие каши исходимости и собственного тирала выполнен для любого эпизода большего ноля найдется такое а нуликовое но больше давайте тут она пишем больше а такое что для всех один и а два знаете я так напишу для всех а два больше один больше либо равном а нуликовая ну конечно а нуликовая зависит вас от эпизод вас когда после квантера для любого идет квантер существования тут всегда у нас идет зависимость этого найденного объекта от вот от того что стояла под квантером для любого и так для любого а два больше один больше чем а 0 выполняется неравенство интеграл от 1 до 2 f от x dx по модулю меньше чем эпизод вот такие вот дела критерий каши так как его доказывать доказательства собственно говоря не требуется потому что это это условие каши не что иное как условие каши существования предела функции 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 какой f от а равная от а маленькая до а большое f от x dx на бесконечности это критерий каши это вот это вот критерий каши существования предела функции на бесконечности конечного отдела давайте так как критерий каши он редко достаточно используется для доказательства сходимости но часто используется для согласия расходимости поэтому тут важно написать не отрицание уметь на уметь написать отрицание отыграл от а до плюс бесконечности f от x dx сходятся расходятся простите расходятся тогда только тогда когда не выполняется условия каши то есть найдется такое эпизод ноликовая больше нуля для любых а 0 больше чем это а маленькая найдутся такие два числа а 2 и 1 больше либо равна чем аноликовая тут не обязательно чтобы они с вот этим вот неравенством были связаны ну мне кажется это понятно чтобы модуль стоит вот найдутся такие а 2 и 1 больше чем аноликовые такие что модуль интеграл от а1 до а2 ну и давайте все таки я напишу условия каши для несобственного интеграла второго рода и так интеграл от а до b давайте b это вот b минус 0 то есть особая точка b от x dx сходятся тогда и только тогда когда для любого эпизод больше нуля найдется такое дельта больше нуля такое что для любого для любых b1 и b2 расположенных дельта так напишем b минус дельта меньше b1 меньше b2 меньше b выполняется что интеграл модуль интеграла от b1 до b2 f от x dx по модуля меньше чем эпизод вот это вот условия каши сходимости несобственного интеграла второго рода пусть далее функция f больше либра на нуля то есть не отрицательным на луче от а до плюс бесконечности в этом случае частичный интеграл f большой от b и функция f локально интегрировала на этом луче в этом случае частичный интеграл f от b равный интеграл от а до b f от x dx функция от верхнего предела b является не не убывающий вот то что f у вас не отрицательно поэтому чем мы увеличим к увеличим b этот интеграл становится все больше и больше по крайней мере не меньше не убывающий поэтому сразу такое замечание поэтому эта функция имеет конечный предел тогда только тогда когда она ограничена поэтому существует конечно предел большой при b стремящемся плюс бесконечности меньше бесконечность тогда и только тогда когда функция f от b ограничена это понятно это просто следует из соответствующей теореме из критерия сходимости монотонной функции вот это очень важный факт и остальные следующие признаки сравнения так называемые признаки сходимости они очень широко очень сильно используют как раз вот этот факт поэтому вот вот его нужно сейчас понять очень хорошо итак давайте сформулируем теорему которая называется первый признак сходимости сходимости сравнения сходимости пусть у нас есть две локально интегрируемые на луче от а до плюс бесконечности функций причем причем для всех x из этого луча у нас выполняется условие g от x больше либо равно f от x больше либо равно 0 это выполняется для всех x из луча от а до плюс бесконечности тогда справедливо следующее утверждение тогда первое исходимости интеграла функция g то сходится интеграл от функции f а если если интеграл функции f расходится расходится то расходится интеграл функции g то есть сходимость верхнего интеграла лечет за собой сходимость нижнего интеграла и кстати для этих вот функций определил такое неравенство от а до плюс бесконечности g от x до x это существует больше либо равно интеграл от а до плюс бесконечности f от x до x ну коллеги мне кажется это доказывать не нужно потому что это понятно что если у вас этот интеграл сходится значит вот этот интеграл от g до b для любого от g до b функция g от b является ограниченной а следовательно она же ограничена и ограничивает вот этот интеграл любой частичный и поэтому этот интеграл сходится теперь если этот интеграл расходится то значит вот этот вот интеграл f от b является неограниченным а значит исходя из вот этого неравенства неограниченным является и вот этот интеграл от a до b функции g от x до x важное следствие из этого факта следствие итак опять пусть функция pg локально интегрируемая ну вот это без конечности пусть они у вас не отрицательны и пусть f нестел большой от g при экстременшемся без бесконечности что это означает это означает что у нас найдется такая константа c больше нуля то что для всех x больше какого то я не знаю не знаю там гамму например напомняется что модуль f от x меньше либо равно цена модуль g модуль можно писать потому что здесь положительно положительно тогда справедливо все утверждения из предыдущей теоремы а тогда расходимость интеграла функции g сейчас простите сходимость влечет сходимость функции f а расходимость интеграла функции f влечет влечет расходимость интеграл от функции g но тут все интегралы адаптивные бесконечности dx x теорема признак сравнения в предельной форме признак сравнения в предельной форме ну пусть она с функцией f уже опять же локально интегрируема на лучи от а до плюс бесконечности пусть они не отрицательны и пусть у нас знаете я просто про прочерк это значит они локально интегрируемы и не отрицательны и пусть существует предел отношения функции f от x брик стремящихся плюс бесконечности равны к тогда справедливо следующее условие первое Первое. Если 0 меньше k, меньше плюс бесконечности, то есть k больше нуля и меньше, и конечно, то мы, собственно, интеграл от a до плюс бесконечности функции g, g от x dx сходятся тогда и только тогда, когда сходится интеграл функции f от x dx сходится. Второе. Если k равно нулю, то из сходимости несобственной интеграл от функции g вытекает сходимость несобственной интеграл от функции f. Это влечет за собой сходимость от функции f. И третье. Если k равен плюс бесконечности, то расходимость интеграл от функции g Доказательство этого факта достаточно простое. Мне кажется, тут вот хватит конца доски. То есть, если предел существует, то конечно, предел отношения. Если пределы f от x, g от x равен k, конечно, то выбирая эпицид, равное k пополам, мы получаем следующее неравенство k пополам умноженное на g от x меньше чем f от x меньше чем 3k пополам g от x. Это для всех x достаточно больших. То есть, x плюс бесконечности, а дельта на плюс бесконечности. Ну и поэтому из вот того следствия, из первого признака сравнения, вытекает, что траты этих функций сходятся и расходятся одновременно. Если предел равен нулю, то тогда найдется такое дельта. Такое дельта найдется. Дельта больше нуля найдется такое, что f от x у нас будет меньше либо равно g от x. Ну и поэтому, если у нас этот нитерал от этой функции сходится, то значит сходится нитерал от этой функции. Но если этот предел равен бесконечности, то в этом случае у нас другой предел конечен. g к f равен нулю, в смысле этот предел равен бесконечности, то тогда у нас обратное неравенство. И там тоже все следует из признак сравнения, первого признак сравнения. Следующая теорема – частный признак сравнения. Частный признак сравнения. Частный признак сравнения. Пусть функция f больше либо равно 0, ну на каком-то луче. И существуют такие числа p и k. Такие что? Ну, k 0 меньше, k меньше, плюс бесконечности. Такие что? Предел x в степени p на f от x при стремящемся при бесконечности равен вот этому h. Тогда выполняется следующее условие. Если p больше 1, то интеграл от 1 в ритмахат а до плюс бесконечности. Так, тут конечно надо написать, что f локально интегрировал. Но и ч от 1 до плюс бесконечности. Этот интеграл f от x dx сходится. А если p меньше либо равно 1, то этот интеграл расходится. Ну, понятно, откуда вытекает этот очень важный факт. Он вытекает из предыдущей теоремы. И просто вот того очень важного примера, когда сходится или расходится интеграл 1 деленный на x степени p. То есть он сходился у нас тогда и только тогда когда p больше 1. А значит при таких p у нас сходится этот интеграл. Если же у нас p меньше равно 1 и вот этот предел конечен, то тогда они собственно интеграл функции f расходятся. точно так же можно записать второй частный признак сравнения. Обычно он так пишется. Пусть предел при x стремящемся плюс бесконечности x минус b в степени p на f от x а, стойте, стойте, только при x стремящемся b слева, простите, не бесконечности уже, x стремящемся к b слева. Вот если этот предел произведения x минус b в степени p от x конечен, конечен вот этот 0 от 2 плюс бесконечности, тогда интеграл от a до b f от x до x сходится при b строго меньше 1 и расходится при b больше либо равных ну понятно это все вытекает из признака сравнения которое у нас раньше было записано для интеграла 1 делить на x минус b в степени p a до b понятно что вот этот интеграл от a до b до x делить на x минус b в степени p сходится тогда только тогда когда b строго меньше 1 признак который мы рассмотрели в предыдущем утверждении он является необходимым и достаточным для сходимости интеграл функции теперь давайте рассмотрим функции рассмотрим функции произвольного знака то есть от условия f или там g больше либо нуля давайте откажемся произвольного знака в этом случае ограниченная частичная интеграла уже не будет достаточным условием сходимости не собственно интеграл почему вот этот интеграл от 1 до плюс бесконечности 8x dx активно расходится ну потому что мы имеем там синус от 1 до b у него предела на бесконечности нет но мы видим что этот интеграл конечно частичный любой частичный интеграл ограничен минус бесконечность меньше строго меньше а меньше b b меньше равна плюс бесконечности и рассмотрим функцию f которая локальне интегрируема на 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 ну от а до b введем очень важное определение определение первое говорят что не собственно интеграл от а до b а от а до b от xdxb может равняться бесконечности f от xdxdx сходится абсолютно абсолютно это вот стрелочка стрелочка abs какого значения если сходится интеграл от а до b модуль f от xdx то есть сходится интеграл от модуля этой функции второе определение будем говорить что не собственно интеграл от а до b f от xdx сходится условно напишем сходится условно условно если интеграл от а до b модуль f от xdx расходится а интеграл от а до b функция f от xdx сходится ну тут обычно пишется стрелочка для того чтобы подчеркнуть что вот у нас особенность точки b b может равняться бесконечности давайте докажем следующее утверждение тарема тарема если не собственный интеграл от а до плюс давайте от а давайте до плюс бесконечности первого рода f от xdx сходится абсолютно то он сходится то есть абсолютная сходимость лечет за собой просто сходимость причем справедливо неравенство причем модуль от а до плюс конечности f от xdx меньше равен интеграл от модуля f от xdx доказательства этого факта основаны на критерии каши давайте запишем условия каши исходимости несет интеграл от модуля для любого и больше нуля найдется такое а нуля зависит от и больше чем а такое что для всех а1 а2 напишу так для всех а2 больше а1 больше а0 выполняется что модуль интеграл от 1 до 2 модуль f от x можно без модуля здесь dx меньше чем ε модуль я убрал потому что у нас здесь а2 строго больше чем а1 и тут стоит модуль ну и все интеграл модуль интеграл от 1 до 2 f dx это интеграл из условия каши сходимости не собственно интеграла от а до плюс бесконечности просто от f от x у вас будет меньше либо равен в общем помните вот свойства интегрирования модуля у нас там было важное неравенство а1 от 2 модуль f dx и это у нас меньше эпизод все остается воспользоваться критерием каши теорема доказ то есть есть ли функция у вас если интеграл у нас сходится абсолютно то он просто сходится вот это неравенство вытекает из такого очевидного неравенства минус модуль f от x меньше либо равно f от x меньше либо равно модуль f от x следовательно у нас минус частичный интерак а до я пишу там до удача до b модуль f от x dx меньше либо равно модуль интеграла сейчас без модуля простите от а до b f от x dx меньше либо равно интеграла а до b от модуля от x до x ну и все остается только в этом неравенстве перейти к пределу при b стремящемся плюс бесконечности ну и воспользоваться теоремой о предельном переходе в неравенство терем доказано вот это неравенство тоже доказано рассмотрим вопрос о сходимости вот такого интеграла от а до плюс бесконечности от x dx где функция локально интегрируем на луче от а до плюс бесконечности давайте этот интеграл мы обозначим звездочкой интеграл звездочкой вердливо две такие очень важные теоремы первая теорема это признак дирихли сходимости несобственно интеграл признак дирихли пусть выполнен два условия пусть выполнен два условия первое существует такое а больше нуля пока что для всех x больше чем а выполняется модуль интеграл а до x f от t до m ограничено вот этим константой m то есть m равномерно ограничивает все вот эти частичные интегралы и второе условие то функция g монотонно сходится к нулю при x стремящемся к плюс бесконечности вот этих вот двух условий достаточно для того чтобы не собственно интеграл от а плюс бесконечности r от x на g от x сходился доказательство для любых a2 больше a1 больше чем а0 выполняется модуль a1 a2 f от x на g от x dx равен модулю g от a1 интеграл от a1 до кси f t dt или там f от x dx на текущем модуль модуль ну и смотрим у вас вот этот вот интеграл от функции f ограничен константы m а этот g от a1 при a1 стремящемся плюс бесконечности у нас стремится к нулю анатомно и это и и это у нас между и и поэтому это будет меньше чем и умножить на m то есть меньше чем и все остается воспользоваться критерием c cultures признак декрет доказан признак абеля абеля пусть выполнила теперь два условия немножко другие мы на функцию f накладываем более жесткие условия то есть интернат а до плюс бесконечности f от x до x не просто ограничен частичный интервал а вот он сходится тогда на функцию g можно ослабить условия тогда функция g монотонна и ограничена не обязательно должна сходиться к нулю вот это двух условий достаточно для того чтобы интеграл звездочка от а до плюс бесконечности f от x умножая от x до x сходился бы так доказательство этого фактора следует из предыдущего признака абеля g монотонна и ограничена следовательно существует предел необходимые условия существования предела функция же на бесконечности пусть этот предел обозначен за альфа тогда для функций f и g минус альфа выполнены те условия признака дирекли выполнены те условия признака дирекли признака дирекли поэтому интеграл давайте я напишу так от а до плюс бесконечности f от x на ж от x до x равен интеграл от а до плюс бесконечности f от x до x плюс альфа интеграл от а до плюс бесконечности f от x до x смотрите интеграл от а до плюс бесконечности f от x на ж от x dx будет равен у нас интеграл от а до плюс бесконечности f умножить на g минус альфа dx ну и вот смотрите коллеги значит вот первый интеграл у нас сходится по вот этому замечанию того что для функции f и g минус альфа выполняются все условия предыдущего признака дирекли а этот интеграл f от x dx от а до плюс бесконечности сходится по условию признака абеля все следственно это сходится этот сходится значит и этот сходится все признак абеля доказан давайте рассмотрим очень важный модельный интеграл модельный интеграл от а до плюс бесконечности синус x деленное степень p dx надо выяснить при каких значениях параметра p этот интеграл сходится если сходится то как условно или абсолютно для начала давайте рассмотрим неравенство что модуль синус x ну пусть у нас а строго больше нуля чтобы у нас была только одна особая точка плюс бесконечности и так модуль синус x деленное в степени p а меньше либо равен 1 делить на x степени p а интеграл от 1 до плюс дать от а до плюс бесконечности bx деленное в степени p сходится тогда и только тогда когда p больше одного следовательно исходя из этого неравенства и первого признака сравнения мы заключаем что этот интеграл сходится абсолютно при п больше 1 пусть от интеграл от а до плюс бесконечности с минус x деленное в степени p сходятся абсолютно абсолютно при п больше 1 теперь давайте смотреть второе интеграл от а до x симус тдт по модулю ограничен ну например двойкой 1 делить на x степени p монотонность сходится к нулю при п больше нуля а следовательно интеграл от а до плюс бесконечности синус x деленное в степени p до x сходится при п больше нуля по признаку дерекли по признаку дерекли по признаку дерекли теперь смотрите коллеги при п больше нуля сходится по признаку дерекли у нас получилось что при п больше 1 строго больше 1 сходимость абсолютно при п строго больше нуля у нас просто сходимость сходимость как свой цели собственно интеграл здесь от 0 до единицы включителя абсолютно или условно почему он может здесь сходиться тоже абсолютно потому что мы сделали оценку сверху оценка сверху нам говорит только о сходимости интервала а расходимости при других п она ничего не говорит для того чтобы декад расходимость вот здесь от 0 до единицы мы воспользуемся одним таким простым и очень полезным крюком модуль синус их длина из степени п н их больше нуля у нас больше либо равен синусу квадрат x деленное х степень п а теперь понижаем степень синус квадрат x это у нас одна вторая 1 минус косинус 2x на 2x степени п теперь смотрите при п больших нуля интеграл вот от этого слагаем сходится от этого при x больше нуля но меньше либо равно единице расходится сумма сходящуюся интеграл и расходящий интеграл безусловно расходится следовательно этот интеграл модуля тоже расходятся при п меньше больше нуля строго меньше для и меньше либо на единиц так коллеги при п меньше либо равных нуля этот интеграл расходится для того чтобы это показать давайте давайте я вот это сотру это не очень сложно но уже немножечко так муторно давайте воспользуемся критерием каши ну почему при п меньше либо равных нуля надо доказывать расходимость потому что условия признака предъявления являются необходимыми и когда они не выполняются еще мы не можем утверждать что интеграл расходится следовательно при невыполнении этих условий то есть там один длинный к степени уже не стремится монотонно к нулю при п меньше либо равных нуля мы уже не можем сказать как ведет себя интеграл ну давайте вот что сделаем давайте возьмем а1 равен 2pn а а2 равное 2pn плюс p 2pn плюс p ну почему откуда взяты вот эти вот два числа я расскажу на своих лекциях посмотрите если вам интересно интеграл от а1 до а2 синус x делен на x степень p при п меньше либо равных а он у нас будет больше либо равен интеграл от а1 до а2 синус x до x ну вот а вот при так выбранных а1 и а2 у нас получается этот интеграл рамон двум кольца могу ошибаться но посмотрите посмотрите это проверить два или не два все по критерию каши по критерию каши интеграл от а до плюс бесконечности синус x длинные степени pdx расходится при п меньше бравых нуля так что давайте подведем итог этого важного очень интеграла модельного интеграла при п больших единица строго больше единицы данный интеграл сходится абсолютно при п от нуля до единицы включительно он сходится условно а при п меньше либо равных нуля он расходится расходится это важный модельный интеграл давайте рассмотрим следующие вопросы если функция опирал функции f сходится например от а до плюс бесконечности сходится абсолютно интеграл функции g на том же самом промежутке сходится абсолютно то так как альпы с плюс бета же от x меньше либо равно модулять на модуль f от x плюс плюс модуль бета на же от x а интеграл вот от этих вот вот эти функции сходятся интеграла тогда сходится и вот этот интеграл поэтому если два интеграла сходятся абсолютно то тогда их линейная комбинация также сходится абсолютно теперь если один из интеграл например g от x сходятся условно а этот абсолютно опять же ну тогда их сумма сходятся условно интеграл функция g от x сходится условно ну почему он сходится до конца от противного пусть пусть у вас он сходится абсолютно тогда разность этого интеграла и этого то есть интервал функции g сходится тоже абсолютно по первому утверждению а он сходится условно все, это доказано сходимость несобственного интеграла в смысле главного значения сходимость несобственного интеграла в смысле главного значения в скобочках покажи найденность покажи о чем тут вопрос? вопрос вот в чем вот этот интеграл с двумя туя бесконечными пределами мог расходиться но быть может существовал предел при одинаковом стремлении а1 и а2 к бесконечеству то есть при а стремящемся плюс бесконечности интеграл от минуса до плюс а f от x до x вот если этот предел существует то тогда говорится, что этот предел сходится в смысле главного значения по каши это важный частный случай давайте напишем это обычно пишется vp это по-французски главное значение vp интеграл от минус до плюс бесконечности f от x до x равен пределу по определению при а стремящемся плюс бесконечности интеграл от минус а до а f от x до x точно так же если у вас точка в которой функция была неограничена находилась внутри отрезка то тогда под этим интегралом назывался двойной предел при независимом стремлении и а1 и а2 к нулю сводим из смысла главного значения по каши f от x до x по определению это весь предел при одинаковом стремлении в стремящемся 0 плюс 0 интеграл от а до c минус епсилент f от x до x плюс интеграла c плюс епсилент до b f от x до x вот это вот интеграл в смысле главного значения по каши от интеграла второго рода да-да-да-да-да валер принцип принципал да по-французски главное значение главное значение спасибо катя подсказали рассмотрим два примера интеграл от минуса плюс бесконечности минус xdx минус xdx минус xdx минус xdx минус xdx это ноль это ноль и второй пример в смысле главного значения интеграл от минус 1 до 1 минус 1 до 1 деление на x это ноль с предел при епсилент 3 меньше секунду справа интеграл от минус 1 до минус епсилент dx деление на x это логарифм модуль x минус интеграл от епсилента в единице деление на x ну равен нулю так как это логарифм логарифм от единиц от минус ну вот минус епсилент по модуле единицы ноль будет а тут они сократятся логарифм ипсилент минус логарифм ипсилент переходим к теме геометрические приложения определенного интеграла геометрические приложения геометрические приложения определенного интеграла перед тем как поговорить о геометрических приложениях в определенный интеграл давайте небольшой такой отход в линейную алгебру сделаем и введем пространство n пространство n введем на нем метрику норму и скалярное произведение итак rn по определению это векторное произведение n вещественных примыклей множество множество состоящие запорядочных n x1 x2 и так далее xn такие что каждое xk это вещественное число каждое k k 1 до n вещественное число на этом пространстве введены две операции это сложение двух векторов элементы пространства называются векторами и обозначаются они x наверху но на эту черту извините я простите не буду не всегда буду писать вектор x плюс вектор y по определению это вектор с попарно сложенными координатами это первая операция вторая операция это умножение на число из поля в данном случае на число из множества вещественных чисел α x это будет α x1 а вот коллеги внимание пожалуйста тут нумерация должна быть наверху наверху x1 xn xk тут у нас x1 y1 xn yn x1 и так далее α xn простите значит вот такие вот две операции и давайте попробуем вести понятие расстояние вот на этом множестве rn ну понятно что расстояние между двумя точками плоскости это вообще говоря не такое чтобы совсем простое очевидное было бы понять какие могут быть мотивации какие идеи вот я на своих лекциях вот что говорю что напрямую у нас расстояние это было просто модуль разности между ними числами x и y давайте запишем это так корень из x минус y в квадрате напрямую вот это вводил состояние вот так в чем проблема в пространстве rn вести также расстояние а потому что тут нету произведения элементов тут мы можем только умножать на число из поля а умножать 2 вектор на вектор уже не так просто хорошо вот давайте будем приходить вот к этому понятию вначале давайте введем такое очень важное определение отображение 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 действующее из декартов произведения rn rn давайте отображение вот мы будем так обозначать скобочка точка звездочка запятая точка двоеточие действующее вот это отображение действующее из декарта произведения rn rn в r и оно будем считать задано следующей формулой x y равно сумме попарных произведений k от 1 до n xk на yk то есть x1 y1 x2 y2 и так далее плюс xn yk какие свойства значит вот это отображение называется скалярным произведением скалярным произведением скалярным скалярным произведением x векторов x и y какие свойства скалярного произведения мы можем выделить первое свойство скалярный квадрат x на x всегда больше либо равен нуля, причем равно нулю, равенство нулю достигается тогда и только тогда, когда x это нулевой вектор, нулевой вектор. Второе условие, так, это называется положительность, скалерный квадрат. Второе, симметричность xy равно yx, xy равно yx, ну для любых x и y, любых факторов xy. Третье свойство, линейность по каждому аргументу, то есть если мы линейную комбинацию альфа, x, b, y скалярно домножим на z, это будет линейная комбинация скалярных произведений x на z плюс бета y на z. В некоторых курсах скалярное произведение вводится аксиоматически, то есть рассматривается rn у нас векторное пространство, линейное пространство, рассматривается какое-то произвольное линейное пространство и говорится, что если есть отображение, вот, отображение из скалярного квадрата на вещественную прямую, удовлетворяющее вот этим вот трем условиям, тогда какое-то отображение называется скалярным произведением, скалярным произведением. А векторное пространство с введенным скалярным произведением называется евклидовым пространством. Ну, тут еще говорится, что если равно нулю не только на нулевых, то тогда называется псевдоевклидовым. Докажем одно важное утверждение. Утверждение неравенства Каши Буняковского. Утверждение неравенства Каши, но в отечественной литературе обязательно Каши Буняковского называется. Каши Буняковского. Для любых x и y из РН выполняется неравенство. Модуль скалярного произведения x на y меньше или равен корня из скалярного квадрата x на x умолит на скалярный квадрат y на y. Ну, а этот факт, в общем-то, мне кажется, во многих школах доказывают. Тут все очень просто. И тут обычно говорят, что равно тогда и только тогда, когда вектора x и y линейно независимы. Давайте рассмотрим функцию f от t, равную x минус ty, x минус ty, x минус ty. Ну, с одной стороны это больше либо равную нулю, а с другой мы можем, используя свойства скалярного определения, записать, что tx на x, x на x плюс 2t x на y минус только минус. И плюс t квадрат на y на y. f от t больше либо равен нуля, поэтому дискриминант вот этого вот многочлена относительно t квадрат меньше либо равен нуля. а дискриминант это как раз, ну, d делаем на 4, допустим. Это как раз и есть у нас x на y в квадрате минус xx на y. Это как раз и есть у нас x, откуда вытекает вот эта вот неравенская шибуньковская. Давайте введем понятие нормы. Введем понятие нормы. Определение. Нормой Нормой Элемента Х Из пространства РН Называется Корень Из его скалярного квадрата. А значение нормы Вот такое. Норма Х В названии РН Ну и понятно, что норма, во-первых, не отрицательна. Норма Х Это отображение Из РН РН Декартового квадрата В Р плюс Ну, во-первых, норма у нас не отрицательна. Норма Х Давайте напишем Первая Норма Х Больше всего нуля Причем Равенство нулю Тогда и только тогда, когда Х Это нулевой вектор Второе Норма Альфа Х Для любого альфа из поля Это и есть модуль альфа На норму Х И третья Норма Х Плюс У Меньше либо равен Норма Х Плюс Норма У Первые два свойства вытекают из определения Нормы и свойств скалярного произведения А третье неравенство вытекает из неравенства Хаши Буниковского Давайте введем понятие метрики или расстояния Определение Расстояние между элементами и у называется норма Х минус у Понятно, что это расстояние будет у нас действовать из Декарта квадрата РН РН Действовать Р плюс И Оно не отрицательно Оно симметрично И для него выполняется неравенство треугольника Это первое РО От Х и У Больше не выгоняет Просто есть свойств нормы Второе Норма Х минус У Напишем Минус 1 Он умножит на Игрек минус Х Равно Модуль минус 1 На норму Игрек минус Х Равно РО От единицы РО Игрек Игрек То есть расстояние симметрично И третье Для любых Игрек Игрек Выполняется Что Выполняет так называемое Неравенство треугольника РО от Игрек Меньше либ равно РО от Игрек РО от Игрек Плюс РО от Игрек Теперь важное определение Если в линейном пространстве Введено норму То он называется Нормированным пространством А Если введяно расстояние РО То называется Метрическим Мы делаем вывод Что РН Вот пространство Которое мы сейчас изучаем Является Метрическим нормированным пространством Это очень важное пространство На котором как раз Дальнейшая Вот такая теория Нормированных метрических пространств Так вот и Стоит Давайте поговорим немножечко о таких основных понятиях пространства РН. Значит, определение. Определение множества. Обозначим его так. УРХ0 равное ТХ из пространства РН, такие, что расстояние от Х0 до Х меньше Р, это множество называется окрестностью. Окрестностью или открытым шаром радиуса Р. Радиуса Р. Множество, где все то же самое, только здесь у нас. Расстояние от Х0 до Х меньше либо равно Р, называется за этим шаром. Называется за этим шаром. Называется за этим шаром. Если здесь равно Р, это множество называется сферой. сферой радиуса r радиус r радиус r то есть открытый шар меньше строго меньше замкнутый шар меньше либо равно r и сфера радиуса r если тут равно r и вот теперь мы можем ввести понятие важное определение что а из р н называется ограниченным ограниченным если найдется такая окрестность такой шар шар такой что а лежит в окрестности радиус р окрестности нуля обычно берут 0 но тут на самом деле мы можем взять любую точку x0 просто стерео определение определение . x0 а называется внутренний внутренний если она лежит это множество вместе с какой-то своей окрестности если существует окрестность у у r с точки x0 ну точнее существует r такое что у r от x0 полностью лежит в а множество всех внутренних точек обозначается через int a множеством всех внутренних точек а обозначается обозначается isRand называется открытым если все его точки внутренние, то есть если a совпадает со своим внутренностями int a. Определение точка x0 приезжающая rn называется внешний к множеству a. Для a, если найдется такая окрестность, пересечение которой со множеством a пусто, такое, что у r точки x0 пересеченное с a пустое множество. Введем понятие граничной точки множества x0 это граничная точка множества a. Если на любой окрестности этой точки найдутся и точки из множества a, и найдутся точки не из множества a, то есть если сделать рисунок, у нас вот множество a, то здесь у вас все точки внутренние, эти точки внешние, а все точки на границе, вот у нас это в любой окрестности, какой баллик бы это окрестность бы не взяли, у нас тут найдутся точки из множества a и точки не лежащие множество a. То есть это, например. Кстати, изолированная точка множества, она тоже у нас является граничной, потому что в любой окрестности будет она сама. И последнее понятие, которое мы с вами обсудим, это понятие предельной точкой. Значит, точка x, уже не обязательно держит множество a, называется предельной точкой. предельной точкой множества a, если в любой окрестности этой точке находится бесконечно много точек из множества, бесконечно много точек. Давайте теперь начнем новое фемо. Вычисление длины длины кривой. Кривая на плоскости. Ну, давайте ограничимся кривой на плоскости. Я сделал только несколько замечаний, посвященные кривым в других пространствах. Понятие кривой достаточно сложное, но мы будем рассматривать исключительно кривые жордана на плоскости. Плоским путем или кривой жордана на плоскости, называется непрерывное отображение отрезка на плоскость. Называется непрерывное отображение отрезка ab на плоскость r2. То есть это некоторый вот вектор r, заданными двумя функциями x от t, y от t, каждая из которых непрерывно. А параметр t принимает значение от a до b. x и y непрерывно на ab и непрерывно на ab. Вводится понятие замтой кривой. Это кривая, у которой совпадает начало и конец. Самая пересекающаяся кривой. Это кривая, у которой r от t, у которой может быть r от t1 равня r от t2, не только если t равно a или t равно b. Давайте введем понятие гладкой кривой. Определение кривая r называется гладкой, если x от t и ее координатные функции x и y непрерывно дифференцируемы. То есть они дифференцируемы и их производные непрерывные отрезки ab. Причем производная r' не обращается в нулевой вектор. То есть производные x' от t и y' от t не могут равняться нулю одновременно. и обращается в нулевой вектор. Это тоже важное условие. Поговорим немного о длине кривой. Давайте рассмотрим разбиение отрезка ab. a равняться 0, меньше t1, меньше и так далее, меньше tn, это b, это некоторое разбиение. отрезка ab. И каждой точке вот это разбиение tk соответствует точке на плоскости. mk, это есть точка x от tk, y от tk. Упорядочим точки на плоскости mk, t соответственно точкам на отрезке. Ну а тут они слева направо как обычно упорядочиваются. И соединим соседние точки отрезками. соседние точки отрезками. Вот у нас есть отрезок ab. Вот мы его как-то разбили. t1, t2 и так далее. t там, m-1, tm. И каждой точке, вот эта t0, соответствует точке плоскости. m1, m2, m3, m4, m5. И вот мы вот так вот соединяем эти точки соседние отрезками. И получаем ломаную. Получаем ломаную. Это ломаная. Ломаная. Длинноломаный. л от тау. Это просто потерянь Пифагора. Ну, значит тут у нас это дельта x, дельта y. ката в квадратик. То есть сумма по k от 1 до n. дополнительным разбиение. То на этом участке длинноломаный увеличится. Это по неравенству треугольника. Поэтому, если мы сейчас будем все больше и больше точек сюда добавлять. Вот в это разбиение. то у нас длинноломаных будет все больше, больше и больше. И чем больше точек, тем возможно она лучше будет аппроксимировать эту кривую. Ведем определение. Определение. Если множество длинноломаных, писаных в кривую r, ограничено, то кривая называется спрямляемой или имеющей длину. спрямляемой, спрямляемой, спрямляемой. или имеющей длину. Если множество ограничено, то по принципу точных граней у нее существует точная верхняя грань. И вот это точная верхняя грань. Точнее, супремум. Супремум по всем tau. Вот этих вот l tau. l tau равно l. Называется длиной кривой r. Длина кривой r. Это супремум всех вот этих вот длин ломаных, вписанных в эту кривую. Давайте сформулируем теорему о вычислении длины дуги кривой. Так, теорема. Пусть у нас есть кривая r от t с заданной координатными пункциями x от t и y от t. Если функции x и y дифференцируемы на отрезке ab, а их производные интегрируемы x штрих от t и y штрих от t интегрируемы на отрезке ab, тогда кривая r спрямляема. то есть имеет длину, ее длина может быть вычислена по формуле. И длина этой кривой может быть вычислена по формуле. Это интеграл а до b, корень из x штрих от t в квадрате плюс y штрих от t в квадрате dt. Вот для того, чтобы вычислить длину кривой, требуется посчитать вот этот интеграл. Так, коллеги, значит, эта теорема доказывается, ну, скажем так, достаточно трудоемко. Но давайте сейчас так немножечко основные ее пункты я вам расскажу. Ломанное, l tau, это сумма по k от единицы до n, корень из дельта xk в квадрате плюс дельта yk в квадрате. Это у нас x от tk минус x от tk минус 1 в квадрате. Квадрате. Функция x у вас дифференцируема, поэтому по теореме Лагранжа найдется точка кси катая tk минус 1 в дтк. Такая, что это равно x' от xk умножить на дельта tk. Все это в квадрате. И то же самое для дельты yk. Поэтому это равно сумме по k от 1 до n корень из x' от tk в квадрате плюс y'. И тут уже, вообще говоря, другая функция. Давайте вот это по квадрате. И тут дельта tk вылезла здесь и дельта tk вылезла здесь в квадрате. Выносим за корня. Это у нас положительное число, поэтому мы положим дельта tk здесь. Теперь смотрите. Производные x' и y' у нас интегрируемы. А значит, необходимые условия интегрированности они ограничены. Поэтому это меньше либо равно константе m, и это тоже может ограничить какой-то константы m. Следовательно, это у нас меньше либо равно. Меньше либо равно это m корней из 2. m корней из 2. Сумма по k от 1 до n дельта tk это просто b-a длина отрезка. b-a. Следовательно, l от ta ограничена, а значит, кривая спрямляема имеет длину. Значит, r спрямляема по определению. Спрямляема по определению. Так, хорошо. Существование длины дуги мы уже с вами доказали. Теперь, для того чтобы доказать, что l вычисляется длина дуги вот поэтому через этот интеграл, давайте составим интегральную сумму Риммана вот для такого интеграла. Пусть это у нас некоторая интегральная сумма Риммана. То есть там как у нас это было? Сигма, тау, вот длина R. Это вот R. Кси. Сейчас кси. Вот выбираем вот те точки, которые здесь, ксикаты. То есть это у нас будет вот для этого интеграла. Сумма по k от 1 до n корень из х' от ксика в квадрате плюс у' от ксика в квадрате. Вот тут уже должны быть одинаковые точки ксика. Вот тут они разные по теории Милагранжа, а вот здесь они одинаковые. Уморить на дельта ТК. Дельта ТК. Ну вот. И осталось, что сделать дальше. Дальше мы рассматриваем разность, модуль разности. l от тау минус сигма тау от модуль R кси. И вот этот модуль разности, ну это вот техническая такая работа. Здесь этот модуль разности оценивается через колебаний. Сумма колебаний от модуль R на дельта ТК. Ну а это стремится к нулю, потому что у нас этот интеграл... Ну смотрите, это интегрируем, это интегрируем. Значит сумма интегрируем, корень из интегрируемой функции. Как интегрируем, как вы помните, композиция липши своей функции интегрируемой функции. Значит это все интегрируем, значит можем здесь... Это стремится к нулю. Поэтому это стремится к этому. И это означает, что у нас вот этот интеграл, вот этот интеграл, он равен от A до B корень. Вот этот интеграл, он равен нас пределу... Так, это стремится к нулю при диаметре, стремящемся к нулю. Да, то есть это предел D τ, стремящемся к нулю. Вот длина вот этой вот ломаны при диаметре, стремящемся к нулю. Ну и осталось последнее доказать, что вот этот вот предел при диаметре, стремящемся к нулю, он как раз и равен Supremum. Если L от Tau. Ну это вот Supremum по всем разберениям Tau. Это не такая, чтобы сложная совсем задача, но как бы вот это тоже можно проделать. Все, поэтому вот эта сложная задача у нас, сложная теорема, доказана. Несколько примеров рассмотрим. Если у вас кривая заданного Эдикарта крингольных системных координат, то мы можем ее параметрировать следующим образом. x равно x положить, а y равно f от x. Следовательно, x штрих по x это единица, а это просто f штрих по x. Поэтому длина здесь будет интеграл от а до b корень из 1 плюс f штрих от x до x в квадрат. Теперь, если у нас кривая заданным же в пространстве, то есть x равно x от t. Ну, то есть давайте напишем как r равно x от t, y от t, z от t, то тогда длина такой кривой будет у нас уже интеграл от корня 3. x штрих от t в квадрате плюс y штрих от t в квадрате плюс z штрих от t в квадрате. И это все dt. Ну и последнее, что я хотел бы с вами обсудить, это третий пример, когда у вас параметрически заданная функция. То есть r равно r от φ. И у вас от нуля до, от альфа до бета, скажем, да, то есть вот у нас вот такая вот кривая. Вот так вот альфа, альфа, бета. И вот кривая вот какая-то такая гладкая, то тогда у нас длина этой кривой, это интеграл от альфа до бета, корень из r от φ в квадрате плюс r штрих от φ в квадрате дфи. Вот такие вот формулы. Ну, понятно, что это у нас следствие из теоремы доказанной. Это у нас можно доказать точно так же, как это было в теореме. А это, ну, просто у нас тут делаете полярный с теми координат, вот в этом интеграле, и там все очень просто доказывается. Давайте теперь перейдем к новой, последней теме из темы геометрические поражения полярного интеграла. Мера Жордана. Мера Жордана. Ну, там будет сейчас мера Жордана в РМ. Мы про это сейчас быстро поговорим, а потом немножечко приложение. Это теория к вычислению площадей и объемов фигур. Итак, мера Жордана в пространстве РФ. Определение мерой, или там одномерной мерой промежутка АВ, отрезок или интервал, или полуинтервал, промежутка АВ называется величина В-А. В-А это модуль И, обозначим, формируетка И. Модуль И это В-А. В-А это длина. Теперь, если и 1, и 2, и так далее, и М, это конечные промежутки, конечные промежутки, конечные промежутки, то можем рассмотреть их Декартово произведение. И 1 на Декартово, и далее на ИМ. Это у нас называется М-мерный пролепипед, или брус. Брус. Брус в пространстве РН. Но и длиной этого бруса логично взять произведение длин брусов И1, И2 и так далее, и М. То есть это И1 умножить на И2 умножить и так далее умножить на ИМ. И М это объем уже М-мерный объем бруса М-мерного пролепителя объем бруса. Теперь, коллеги, значит, давайте введем понятие элементарной фигуры. Элементарной фигуры в пространстве. Сейчас, секундочку. Тут, наверное, нужно взять было одинаково, да? В РМ. Да, тут опечатка, коллеги. Тут была опечатка. То есть давайте переснимем, может быть. Давайте переснимем этот участок. Итак, давайте предположим определение. Пусть И1 и Н это конечные промежутки. Тогда такое множество, Декарта произведения И1, И2 и так далее, и Н называется Н-мерный брус. Н-мерный пролепипед или брус. Н-мерный параллелепипед. Брус в пространстве РН. Под объемом бруса П называется разведение вот этих вот одномерных объемов И1 и так далее, и Н. Н-мерный объем бруса П. Бруса П. И теперь давайте введем понятие элементарной фигуры. Определение Е. Так, сейчас, секундочку. Е. Это непересекающееся объединение Н-мерных брусов. К равно от 1 до М. Так, П, К. Это элементарная фигура. Элементарная фигура. Ну, то есть, коллеги, тут все, в принципе, просто. Вот у вас на плоскости брус это вот просто такие вот прямоугольнички. Вот, на плоскости это прямоугольнички. И получается, что объединение, конечное объединение вот этих вот непересекающихся фигур, оно у нас называется элементарной фигурой. Элементарная фигура. Множество элементарных фигур в пространстве РН обозначается Эпсилон ТРН. Это множество элементарных фигур в пространстве РН. Теперь понятно, что... Так, во-первых, коллеги, можно тут не требовать, чтобы эти брусы были непересекающимися. То есть, вполне может быть, что у вас какие-то брусы пересекаются там по какому-то прямоугольнику или в каком-то какой-то области. Тут, на самом деле, тут ничего страшного в этом нету. Но обычно в литературе всё-таки требуют непересекающиеся вот эти вот прямоугольники. Давайте будем тоже так же требовать. Итак, если у вас есть элементарная фигура Е, то мерой или объёмом этой элементарной фигуры называется сумма объёмов вот этих вот входящих в неё брусов. То есть сумма по К от 1 до М модуль по К. Значит, можно доказать, и это не очень сложно, что вот если у вас есть некоторая элементарная фигура, то это не зависит от вот этих вот брусов, которые в неё входят. То есть тут вполне может быть вот так вот, вот так вот, вот так вот. И можно доказать, что какие бы вот, если бы эти брусы, они были бы, как раз, различные, то вот как раз вот понятие меры этой элементарной фигуры, оно является инвариантным от вот этих вот тех брусов, которые туда входят. Это можно доказать. Я сейчас это делать не буду, но это вот как бы просто, это можно сделать. То есть вот если у вас какие-то там ПК-штрих какие-то есть, например, если Е, это прямое объединение вот этих вот ПК-штрих уже элементарных фигур, и ПК, то вот эти суммы, они одинаковые. ПК и ПК-штрих. Это просто такое замечание о том, что вот эта вот мера элементарной фигуры, она не зависит от элементарных фигур, в её входящих. Давайте рассмотрим свойства меры элементарных фигур. Итак, давайте поговорим о свойстве. Свойства меры жордана, меры элементарных фигур. Ну, я просто их перечислю сейчас. Первое свойство для любой элементарной фигуры. Мера неотрицательна. Ну, это понятно, просто определение. Теперь, если у вас Е и Ф – две непересекающиеся элементарные фигуры, то мера их прямого объединения – это сумма мер. Это у вас аддитивность меры. И третье, если у вас Е1 кладывается в Е, то мера Е1 не превосходит мера Е, фигура Е. Это монотонность меры. И теперь давайте введём понятие меры произвольной фигуры в пространстве РМ. Рассмотрим ограниченное множество РН. Ограниченное. Если оно ограничено, то существует множество вписанных в неё элементарных фигур. Множество вписанных в неё элементарных фигур. Элементарных фигур. И Ф – это множество описанных вокруг неё элементарных фигур. Элементарных фигур. Ну, то есть, давайте я буду рисовать. Вот есть какое-то плоское множество. То есть, мы описываем в неё какие-то элементарные фигуры. Элементарные фигуры, у которых есть площадь, есть объём. Мы его уже ввели. И есть множество описанных фигур, которые тоже вот мы можем посчитать их плоскости. Их площади, простите. Видно, что у множества Е существует супремум множество мер всех вписанных фигур. Е вложено в боммиг. И это мы назовём… Ну, понятно, что это у нас множество ограниченное, поэтому у него есть вот это множество ограниченное, поэтому у него есть супремум. Ограниченное оно любой вот плоскостью вот этих вот фигур описано. Поэтому есть супремум, который мы назовём нижним объёмом, нижней мерой фигуры Омега. И существует инфимум мер мю от F. F – это все описанные вокруг фигуры Омега, элементарной фигуры. И это мы назовём верхний объём фигуры M. Это значит нижний объём, нижний объём, нижний объём. А это верхний объём. Верхний объём. Нижний объём и верхний объём. То есть мы берём вот эту фигуру, мы вписываем в неё элементарные фигуры, описываем вокруг элементарной фигуры. Вот у площадей множество площадей вписанных есть супремум, мы назовём нижний объём фигуры Омега. У этих есть инфимум, и мы назовём его верхним объёмом. Коллеги, я хочу, чтобы вы вспомнили про верхние и нижние суммы дорбу. Помните? Которые мы изучали при изучении плюнового интеграла. Вот это было то же самое. Мы сейчас немножко про них поговорим чуть-чуть позже. Основное определение. Определение. Если нижний объём равен, фигура Омега равен верхнему объёму, фигура Омега, то фигура Омега называется квадрируемый по жордану или имеющий площадь. Квадрируемый по жордану. По жордану или имеющий площадь. Для объёма в меру по жордану или имеющий объём. Вот это вот общая величина со звездой наверху равный мил со звездой внизу Омега. Мы будем обозначать просто мил от Омега и называть объёмом жордана фигуры Омега. Объём жордана фигуры ограничен. Фигуры Омега. Вот это вот важнейшее определение. Сформулируем критерии квадрируемости фигур. Итак, утверждение. Ограниченная фигура Омега из РН измерима. Сейчас, знаете, что называется неквадрируемый здесь? Измеримый, наверное. Надо написать измеримый. Измеримый по жордану. Измеримый по жордану. Измеримый по жордану. Ограниченная кривая Омега из РН измерима. Измерима. Мы это так будем писать. Омега жид G РН Это множество всех измеримых фигур в пространстве РН. Тогда и только тогда. Тогда и только тогда. когда существуют две элементарные фигуры Е и Ф элементарные фигуры РН такие такие что Е вложено в Омега Омега вложено в Ф и мера Ф минус мера Е меньше эпсилент для любого эпсилент большего нуля. Тут тогда и только тогда когда для любого эпсилент большого нуля найдутся такие фигуры что выполняется вот это неравенство. Коллеги точно так же можно сделать две не элементарные фигуры а давайте в скобочках напишем измеримые. то есть тут два утверждения это для элементарных фигур и для измеримых фигур это иногда бывает полезно одно иногда другое. Доказательство этих фактов оно достаточно понятное понятное давайте ну так немножко по-индусски докажем давайте докажем немножко по-индусски то есть понятно что если у нас существуют такие элементарные фигуры которые вот будучи одна вписанная другая описанной могут отличаться исключительно только на эпителент поэтому и супремум и инфимум давайте вот здесь вот напишем доказательства верхний объем и нижний объем у нас нюе это омера какой-то вписанной фигуры она у нас будет меньше либо равна нижнего объема то есть это ню звездочка от омега это у нас очень будет меньше либо равна верхнему омега это будет меньше любого другой фигуры элементарной ну и понятно поэтому тогда у нас разница вот этой этой будет меньше чем либо равна чем разность вот этой вот этой ну вот а если вот это и вот это для каких-то фигур может делать скольгодно маленькой значат и это скольгодно маленькая разность между этими двумя а значит они равны ну теперь дальше если они равны то просто по определению супремума мы это чуть-чуть увеличиваем инфимум это супремум чуть-чуть уменьшаем и находим вот такие вот фигуры элементарные Е и Ф, для которых выполняется вот это неравенство МФ и минус МВ то есть это просто в одну сторону из этого неравенства, из другого это просто-напросто определение супремума и инфимума поэтому мы можем сказать, что мы по-индустике доказали эту теорему ну и более так скажем так твердо и строго ну посмотрите в учебник, в том же ежике это все, по-моему, с моей точки зрения нормально написано есть еще одно утверждение у которого тоже есть, в принципе, достаточно понятное пояснение, объяснение но само доказательство достаточно сложное то же самое, ограниченная фигура Омега измерима ограниченная Омега измерима измерима тогда и только тогда тогда и только тогда когда ее граница вот такая граница мы, когда про Санкт-Петербург говорили, мы с вами это говорили что такая граница значит, вот такая ее граница имеет меру 0 то есть ее границу можно поместить в сумму сколько угодно маленьких прямоугольничков ну это тоже понятно потому что если мы вот делаем описываем значит многоугольные фигуры элементарные и вписываем многоугольные фигуры и когда мы эти увеличиваем площади то они все с площадью суммарно увеличиваются это уменьшается и в конце концов разница между ними может быть только вот этой вот ну практически граница сигма-омега граница в области омега вот ну если эта граница равна нулю мера 0 то тогда их можно сделать сколько угодно маленькими и поэтому вот исходя из вот этих вот утверждений можно доказать и это утверждение для того, чтобы вычислять площади, объемы каких-то таких сложных фигур тут нам уже не хватает определенного интеграла однократного а требуется ввести понятие многократного интеграла но это в наш курс сегодняшний не входит давайте чуть-чуть поговорим о классах классы интегрируемых фигур ну и самый простой класс измеримых фигур на плоскости это безусловно криволинейная трапеция вспомним задачу древних греков и так пусть функция f непрерывно на отрезке ab не отрицательно на нем на нем тогда можем рассмотреть вот такое вот множество с индексом x это множество точек плоскости x, y из-за 2 таких что a меньше либо равно x меньше либо b a0 меньше либо равно y меньше либо равно f от x f от x это вот у нас непрерывная неотрицательная функция вот эта вот область ts index mx называется наверное многие из вас знают криволинейной трапеции криволинейная трапеция криволинейная трапеция криволинейная трапеция можно доказать теорему сейчас я это сделаю tx измерима по жордану gr2 и площадь tx равна интегралу от a до b f от x до x это форма которая должна быть всем вам очень хорошо известна как доказывать эту теорему так как функция f непрерывная на b то она интегрируема интегрируема на этом отрезке а это значит по критерию интегрированности у нас существует такое разбиение tau отрезка b такая что нижняя верхняя сумма дорбу минус нижняя сумма дорбу уже сделано сколько угодно маленькая для любого epsilon большого нуля такое tau разбиение существует а теперь давайте посмотрим на картинку от вас вот мы берем разбиение вот мы на каждом отрезке разбиение инфиму супрею инфиму супрею инфимы супрею Верхняя и нижняя суммы дорбу – это просто-напросто элементарные фигуры, просто объединение вот этих прямоугольничков. А значит, мы нашли две элементарные фигуры, одна из которых нижняя сумма дорбу – это площадь описанной элементарной фигуры. Ну, то есть, это я неправильно сказал, это не есть элементарная фигура, это площадь элементарных фигур. Площадь элементарных фигур. Все. Поэтому Tx измерима по Жордану R2 по критерию измеримости, которую мы так же сейчас с вами показали. Кроме того, мера площадь крыльяной трапеции будет меньше либо равна верхней суммы дорбу. И больше либо равна нижней суммы дорбу. По основной лемме дорбу, которую мы с вами тоже доказали, при диаметре dta, стремящемся к нулю, и это, и это стремятся к интегралу от а до b f от x до x. Ну, эта величина никуда не стремится, но из-за того, что она ограничена чем-то стремящимся к интегралу, значит, она тоже должна равняться интегралу. Вот такой вот простой факт, но важный, о котором, наверное, многие из вас знают. Потому что теорема доказана. Сформулируем несколько следствий из доказанной теоремы. dta y это крылья линейная трапеция, примыкающая к оси o y. Значит, это у нас будет то самое x, y, такие, что y, c, d, d, а x от нуля до z от y. z от y опять же у нас неотрицательная функция непрерывная. Это крылья линейная трапеция, трапеция, примыкающая к оси o y. И площадь этой крылья линейной трапеции, она может быть вычислена по интегралу cd, также от y до y. Это все понятно. Теперь, если крылья линейная трапеция задана двумя функциями, вот, например, f1 от x от f2 от x и вот у вас от a до b от a до b. То есть это у нас токов x, y, таких, что a меньше x меньше b, f1 от x меньше... Ну, тут везде можно меньше либо равно писать, понятно сделано, да? Меньше y меньше f2 от x. Это вот такая крылья линейная трапеция. Ограниченная двумя уже кривыми. Теперь смотрите, если функция f не обязательно должна быть неотрицательной, то есть может быть на какой-то точке она будет уже ниже нуля, то тогда интеграл, который вот по этому отрезку, где она ниже нуля, он уходит со знаком минус в площадь, потому что площадь у нас не может быть отрицательной, а вот интегралы, если у вас функция меньше нуля, вполне могут быть отрицательной. Последняя. Область ограничена двумя параметрическими фигурами. Кривыми, простите. Кривыми. То есть вот так вот, да? Значит, x от t, y от t. Она вот ограничена такой вот кривой. То же самое из вот этой формулы, и из формулы, которая у нас была раньше, unit x равна интеграл от a до b f от x dx, мы считаем, что вот этот вот параметр t возрастает так, чтобы область, которую мы считаем плоскость, находится слева. Слева от вот этой вот движения кривой. Слева. По левую руку. Поэтому nu от t должно равняться, вот это, если у нас a, b, оно должно равняться от b до a переход, да, чтобы она оставалась слева. Поэтому нужно ставить минус интеграл от a до b. Я напомню, нейтрал от b, да? Район минус нейтрал от a до b. Теперь f от x это y от t, dx от t это x штрих от t dt. И то же самое можно ввести, так, только тут не a, b, простите, а вот t это какой-то там t1, t2. t1, t2. t1, t2. t1 даже t2. То же самое, тоже интеграл от t1 до t2. x от t dy, то есть y штрих от t dt. Заодно параметрически, либо вот по этой формуле, либо по этой формуле. Иногда еще делают удвоенную площадь и складывают вот это и вот это. И потом видят под интегралом что-то очень похожее на числитель вот этого производной частного. Производной частного. Ну давайте, коллеги, вы посмотрите в книгах. Тут, в принципе, кое-что интересное есть. И это вот иногда в некоторых задачах облегчает вычисление, когда складывается и вычисляет одну, вторую вот это, складывая вот эти два интеграл. Так, ну и последнее, о чем я хотел вам рассказать в этой теме, это вычисление площадей фигур в полярной системе координат. То есть если у вас есть полярная система координат, вот здесь вот это угол β, это угол α, α, а это, скажем, r от φ. r от φ. Крилейная трапеция, давайте ее t φ обозначим, это... точки r φ такие, что φ у вас от α до β, а r у вас 0 меньше либо равно r меньше r от φ. r от φ. вот площадь вот этого нюдка φ, это есть 1,2, α до β, r квадрат от φ, до φ. Но это тоже вот можно доказать. Это уже тут какие-то можно сектора брать. Сектор описанный, сектор описанный, ну и как-то их там приближать. Давайте поговорим о вычислении объемов некоторых фигур. вычислений объемов. Ну и тут у нас не такой уж и большой выбор, потому что объемы, конечно, нужно вычислять с помощью кратных интегралов, но с помощью однократных интегралов интегралов времена мы можем вычислить только объемы очень простых фигур. Давайте введем понятие, так, понятие цилиндра. Введем понятие цилиндра. h это какая-то плоская фигура плоскового. и она Декарта умножается на z1, z2. Это отрезок осиозы, это плекат. Исправливая теорема. Если фигура h измерима, это жиджи, на плоскости, то c называется цилиндрическое тело, цилиндрическое тело, то есть цилиндрическое тело c измеримо на плоскости r3. Доказательство, это факт, это а, и объем, и объем c равен объему h, умноженное на z2 минус z1. 2 минус z1. Ну, доказательство, это факт, оно весьма просто. У нас есть некоторая фигура h, плоская, и вот у нас есть элементарные фигуры, которые ее описывают и которые вписаны в эту вот область. Ну, и теперь мы берем, просто вот продолжаем Декартова, вот на этих вот площадь, вот f минус mu e, элементарная фигура меньше, там ε умноженное на h. h, это, допустим, h, это за 2 минус z1. Это ε на h, домножаем это на h, домножаем это тоже на h, и получаем элементарную фигуру, которая вписана в c и описана вокруг c, и площади у них как раз будут в поле годно маленько различаться, потому что ε на h умножается на h все это, и поэтому все это будет умножаться на h, площадь трехмерных уже, значит, параллелепипедов. Ну вот, а площади это просто, почему это так? Ну, потому что вы просто вот то же самое делаете ограничения, как в те времена двух милиционеров, и получается требуемое. ну и последнее, что мы разберем, это площадь, объем фигуры вращения, то есть, если у вас есть некоторая крильмейная трапеция, непрерывная и неотрицательная, вот мы ее вращаем вокруг оси x, понимаете, и получается вот такая вот фигура, ну вот так, это фигура омега, мы ее назовем, это x, y нет, какие-то а меньше либо равно x, меньше либо равно, я пишу меньше, давайте меньше, писать, b, а, y квадрат и y и z связаны вот такими, не нравится, 0 меньше y квадрат плюс z квадрат меньше либо равно от x, от x, квадрат от x, вот, ну как учитывается площадь объема этой фигуры тоже понятно, мы берем, делим отрезок а, b, для каждого этого отрезка получаем цилиндр, ну и потом измельчаем эти цилиндры и получаем сколь угодно близкую фигуру, элементную, квадрируемую фигуру сколь угодно близкую к объему вот этого тела вращения, поэтому можно доказать теорему, то пусть функция f интегрируема на отрезке ab, тогда фигура омега, омега 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 ох измерима по жордану и объем вот это омега ох, фигура пи интеграл от а до b f квадрат от x до x но это понятно откуда берется, потому что f от x это радиус, это пи квадрат это площадь круга получается. приступим к изучению темы функции многих переменных это одна из самых сложных тем в курсе математического анализа тут достаточно много будет линейной алгебры подготовьтесь функции многих переменных мы будем жить в пространстве rn которое мы уже с вами изучили rn это метрическое нормированное пространство элементами которого являются n вещественных чисел для которых определены две операции это сложение векторов или точек этого пространства и умножение их на число из поля то есть из r будем жить с вами rn давайте дадим определение числовой последовательностью точек пространства rn называется отображение измноженно натуральных чисел в rn отображения измноженно натуральных чисел в rn ну то есть мы просто берем и нумеруем какие-то числа x1 x2 и так далее x1 и так далее где каждая из этих x и t это соответствующий вектор вектор x1 1 x1 2 и так далее x1 m а кстати тут плохо лучше здесь m писать последность давайте давайте предположим что у нас задана какая-то метрика ну допустим пространство метрика vrn то есть у нас с вами есть метрическое пространство сведем на ней метрикой и тогда мы можем ввести понятие предела то есть нам нужна метрика для того чтобы показать какие элементы называются близкими друг к другу то есть число b мы будем называть пределом последности xm при m стремящемся к бесконечности если для любого эпсина большого нуля найдется номер большое которое зависит от эпсина но я не пишу зависимость потому что он стоит существует после для любого значит он зависит существует n такое что для всех n начиная с этого номера n большое выполняется расстояние от xm до b меньше чем эпсилен где расстояние от xm до b ну мы можем считать это расстояние евклидово которое мы ввели в пространстве rn выше давайте напишем только тут m простите везде m потому что у нас последности xm n это у нас размерность пространства и так это корень из b 1 минус x m1 квадратия плюс и так далее плюс bn минус x m n квадратия вот это вот что-нибудь расстояние можно доказать теорему основную теорему в этой теме числовые последности многих переменных это что число b является пределом последности xm ну это xm это вектор вектор xm при m стремящей бесконечности b это тоже вектор тогда и только тогда когда каждая координатная последовательность вот этой последовательности сходится к соответствующей координате в точке b для любого k от 1 до n выполнено что x k t n сходится это уже последность числовая последность бесчестных чисел сходится к соответствующему bk так откуда это будет следовать давайте докажем давайте докажем напишем вот эту норму расстояние метрику корень из b1 минус xm1 в квадрате и так далее плюс b n минус xm n в квадрате смотрите это будет строго больше больше либо равно не строго больше а больше либо равно максимального из вот этих вот n скобок то есть получается максимум по всем k k от 1 до n максимум модуля bk минус xmk ну понятно да потому что все они больше либо нуля слагаемые по знаком корня поэтому мы берем самое большое выносим ее за корни все остальное за нуля и меньше либо равно это будет если все эти слагаемые одинаковые тут n слагаемых у нас получается корень из n умножить на максимум ну тот же самый максимум пока модуль bk минус xmk mk все теорема доказана почему потому что дальше осталось только воспользоваться теоремой от двух милиционеров будем считать что если это сходится то значит это у нас будет стремиться к нулю а это если это стремится к нулю а это максимум значит все остальные тоже стремятся к нулю и если это стремится к нулю то это же стремится к единице сейчас секундочку нет это вообще константа это вообще константа значит это тоже будет стремиться к нулю понятно да следовательно если у нас все вот эти сходятся координаты последности то и существует предел а если существует предел то каждая из координатов последности сходится ну мне кажется достаточно простая терема для последовательности многих переменных xm к xm выполнены эти аримы эти аримы утверждение лема из мемы числовые последствия все то же самое там единстве с пределом ограниченности все эти теоремы и тюрем бальцам верш трассы карема критерий каши и так далее вот значит вы можете посмотреть давайте не будем останавливаться на этом так мало времени давайте рассмотрим функцию которая действует у нас из пространства р.н. в пространство ну допустим и предположим что а это предельная точка области определения давайте так напишем области е который из-под множества р.н. и а предельная точка в истории с любой ее окрестности этой точки существует бесконечно много точек пространства множество е тогда можно ввести понятие предела функции f в точке а и как и для функции одной переменной мы можем ввести понятие предела по гейна и по каши и так число b это предел функции f при х тремящей к к по каши по каши если для любого и больше нуля найдется такое дельта больше нуля такое что для всех x из а вот тут вот я могу написать через окрестности на давайте я напишу через расстояние расстояние для успех x 0 меньше расстояние от x до а меньше дельта вот это дельта который здесь на и выполняет выполняется что модуль f от x минус b меньше чем эпселент так как вас функция f мы договорились действует в р то значит для f от x справедливо и просто обычные это просто число для их расстояние это модуль разности хорошо где есть каши там есть гейны как обычно так что b является пределом функции f в точке а в гейне если для любой последовательности точек xn сходящаяся к точке а не равный а и принадлежащей области определения функции f соответствующая этой последовательности последовательности функции f от xn сходится к числу b f от xn сходится к числу b тогда число b называется пределом функции f в точке а по гейне ну как обычно определение по каши используется тогда когда нужно найти предел а определение по гейне когда требуется доказательное существование предела давайте еще раз напишем определение предела функции по каши так я забыл рассказать по гейне когда мы говорили там единственное отличие от одномерного случая это было как раз стремление последовательности последовательности xn к точке а там как раз у нас была разница потому что это сходимость в метрике давайте я еще раз напишу предел функции f при x стремящейся к точке а если любого и больше нуля найдется такое дельта больше нуля для всех x 0 меньше ро x а меньше дельта если у нас функция f представляет собой отображение из-за рн а в рм уже не в р то все остается точно таким же только здесь у нас добавляется расстояние txdb вот а все остальное то же самое давайте видим еще важное понятие повторный предел и так предположим что функция f определена в некоторой окрестности . x 0 и y 0 то есть в каком-то шарике на плоскости x 0 и y 0 действует в давайте предположим что у нас вот эта точка x 0 и y 0 и вот она определена в какой-то окрестности теперь давайте смотреть предположим что если мы зафиксируем это введена система координат yx если мы зафиксируем какой-то вот произвольный x ну допустим это у нас епсинт окрестность то есть это у нас x 0 это x 0 минус епсинт это x 0 плюс епсинт вот давайте если мы пусть у нас при фиксированном x при фиксированном x определена функция которую мы обозначим пи с индексом x от y то есть она определена вот на этом вот отрезке получается и от x y которая просто-напросто на этом отрезке нападает с нашей функции f от x y ну то есть f от x и река это некоторая поверхность вот которая находится здесь и мы стечем эту поверхность плоскостью x равно какому-то x штрих и вот на этой вот пересечении плоскости и области определения шарики она у нас представляет собой некоторая функция одного аргумента y и давайте предположим что существует предел вот этой функции фиат с индексом x и y при y стремящемся к y 0 для любого x из x минус епсинт x0 минус епсинт x0 плюс епсинт пусть у нас для любого y для любого x вот из этого отрезка интервала у нас существует предел x и пусть он равен некоторой функции какой-то ну я не знаю gx gx то есть для каждого фиксированной x у нас существует предел по y и предположим что существует предел функции gx существует предел функции gx gx при x стремящемся к x0 равны числу gb обычно и вот это число b называется повторным пределом b давайте напишем определение b это повторный предел повторный предел при y стремящемся к y0 и x стремящемся к x0 повторный предел функции f в точке x0 и y0 обозначение повторного предел обозначение повторного предела вот какое значит b равно предел предел y стремящемся к y0 x стремящемся к x0 f от xy ну понятное дело точно так же можно было ввести предел повторный при x стремящемся к x0 и y стремящемся к y0 и вообще для любого количества аргументов функции f в любом порядке хорошо теперь давайте подумаем а как вот этот повторный предел соотносится с обычным пределом в точке x0 и y0 ну кратным кратный предел как они соотносятся рассмотрим несколько примеров для того чтобы показать что повторные они пределы кратные не относятся друг к другу давайте рассмотрим пример функция f от xy равная дроби x улыженную на y деленное на x2 плюс y2 вот такая вот функция ну легко видеть что оба повторных предела этой функции при x стремящемся к 0 и y стремящемся к 0 и при y стремящемся к 0 и x стремящемся к 0 равны и равны 0 то есть давайте напишем f это y ну смотрите что мы берем предел при y стремящемся к 0 считая x здесь параметр взятый мы переходим к пределу как функция одной переменной при y стремящемся к 0 получаем 0 деленное на x2 это значит 0 получается если и переходя к пределу при x стремящемся к 0 от 0 мы получаем 0 то же самое если вначале по x перейти к 0 по y перейти к 0 ну потому что функция симметрична относительно x и y то оба этих повторных предел существует они равны друг другу они равны 0 теперь смотрите существует ли кратный предел функции f x y в точке 0 0 не существует давайте рассмотрим две последовательности 1 на 1 на 1 это последовательность которая сходится к точке x 0 y 0 0 0 0 и f от 1 на n 1 на n равно 1 на n квадрат деленное на 2 на n квадрате так если я ошибся вы скажете 1 2 теперь если мы возьмем последовательность 1 на n и тождественную 0 то эта последовательность конечно тоже сходится к точке 0 0 и f от 1 на n на 0 есть от 1 на n 0 стремится к 0 у не равен 1 2 поэтому мы взяли две последовательности точек сходящиеся к точке x0, y0, равной 0, 0, и на ней получили различные пределы. Теперь давайте рассмотрим второй пример. Этот xy равен x на синус 1y плюс y на синус или косинус 1x. Понятно, что модуль по модулю fx, y не превосходит, так как это не превосходит единицу, это тоже не превосходит единицу, это не превосходит модуль x плюс y, меньше ли в равно модуль x плюс модуль y. Понятно, это будет сейчас стремиться к нулю, к x, y, стремящемся к нулю одновременно. Однако не существует оба повторных предела. при x, стремящемся к нулю, y, стремящемся к нулю, f от x, y и не существует второго повторного предела. при y, стремящемся к нулю, x, стремящемся к нулю, функция f от x, y давайте напишем, y, стремящемся к нулю, x, стремящемся к нулю. Вот эти два предела не существуют, но это легко показать, потому что здесь синус единица на x, единица на y стоят. Так, это тоже не существует. Хорошо, поэтому вот мы ничего не можем сказать. Наверное, это все, что я хотел рассказать про функции многих переменных. Там обычно еще доказываются теоремы, аналогичные теоремам для функции одной переменной, но это просто, ну вот, они очень-очень похожи. Главное отличие между вот этими теориями функции одной переменной и функцией многих переменных, она заключается в дифференциальном исчислении функции многих переменных, к которым мы сейчас с вами перейдем. Итак, давайте напишем заголовок. Дифференциальное исчисление функций многих переменных. Перед тем, как начать строить эту теорию, давайте немножко вспомним про то, как производная вводилась для функции одного аргумента. у нас там было два эквивалента определения производных. Первое – это определение через предел разных отношений, то есть это предел при x, и, знаете, дельта и экстрема, и, конечно, секунду, f от x с дельта икс минус f от x, деленное на дельта икс, и второе – эквивалентное определение. Мы доказывали, что существует конечное производное тогда и в точке какой-то x, тогда и только тогда, когда функция дифференцируема в этой точке. Существует f' в точке x, тогда и только тогда, когда функция f дифференцируема в точке x. Что это означает? Это означает, что приращение этой функции в точке x может быть записано в виде, во-первых, это f от x плюс дельта икс минус f от x, и это приращение может быть записано в виде константа а умноженная на дельта икс плюс о малая дельта икс при дельта икс, при дельта икс при дельта икс стремящемся к нудру. Запишем дельта икс стремящемся к нудру. А это какая-то некоторая константа, которая не зависит у вас от дельта икс, и мы показали в прошлом семестре, что это у нас равенство не пришло. Просто, например, производная функция в точке, то есть это то, что здесь было введено, разностное отношение. Попробуем ввести определение производной функции многих перемен. И вот тут вот второе определение, оно существенно удобнее, чем первое. Ну, потому что у нас, ну, по понятным причинам, потому что непонятно, что у нас это разных пространств, вообще говоря, икс, икс. Ну, функция f действует у нас из множества e, это есть под множество rn, действует она в rm, ну, и поэтому непонятно, что такое вектор пространства rn, деленный на вектор пространства rn, вот, а тут как раз можно сейчас ввести определение. Итак, пусть у вас функция f вот такая. Мы будем говорить, что функция f деференцируема точке x, если найдется такой, уже тут константы не обойтись, а нужен оператор, отображение, которое переведет вектор в вектор, вектор rn, вектор rn, то есть найдется такой линейный оператор, линейный оператор, l с индексом x, действует этот линейный оператор из rn в rm, из rn в rm, такой, что выполняется равенство f от x плюс, давайте, знаете, что здесь поставим h, превращение h, которое не выводит из области определения функции f, минус f от x равно вот этому линейному оператору, примененному к вектору h с точностью до о малого от h. При h стремящемся к нулевому вектору пространства rn, это не к нулевому вектору, то есть у вас получается, что предел h малого от h к h стремится к нулевому при h, стремящемся к нулевому вектору. Как и в случае одного переменного, можем записать вот это как αh, бесконечно малое, умноженное на модуль h, то есть на длину вектора h. Что еще можно сказать, что тут дифференцируемая она дифференцируемая по фрешей называется, по фреше, по фреше. И еще вот это слагаемое называется дифференциал по фреше. Ну, как и в случае функции одной переменной. Дифференциал по фреше. производный оператор else index.mx как обычно, ну, называется производный и обозначается как и в случае функции одного переменного h' от x. Только не будем забывать, что h' от x теперь это уже линейный оператор. линейный оператор, производная по фреше. В некоторых источниках литературных производная называется матрица линейного оператора, но мы обычно будем называть производный этот линейный оператор. Так, давайте введем определение. Определение. Пусть у нас опять действует издание пространства rn vr и пусть F дифференцируем в точке x дифференцируем по фреше. тогда у нас определен оператор x линейный оператор x и матрица x этого оператора называется матрицей якобы Карл якобы матрицей понятно, что это матрица LX помежит матрица размера nm вот если n равно m то определитель матрицы якобы матрицы якобы называется якобиан якобы называется якобиан якобиан это очень важное понятие которое потом в нескольких курсах встречается давайте сформулируем два утверждения которые сейчас доказывать не будем они несложные но потом их будет проще доказать итак утверждение пусть функция f действует из rn в r m и f дифференцируем в точке x тогда у нее существует производный оператор этой точки тогда производный оператор f-штрих определенно однозначно оператор определенно однозначно второе утверждение необходимое условие дифференцированности итак пусть опять f действует из e в r пусть опять f дифференцирован в точке x x тогда функция f непрерывно в точке x когда f непрерывно в точке x то есть множество дифференцированных в точке x функций вкладывается множество непрерывных в точке x функций но это тоже мы докажем чуть-чуть позже давайте теперь поговорим про матрицы скалярных функций то есть пусть у вас функция f задана в r и действует в r скалярная функция скалярная функция многих перемен скалярная функция многих перемен в этом случае матрица производного оператора представляет собой строку L1 L2 и так далее L N дифференциал LX H это будет сумма пока от 1 до N L1 на H краситель LK на HK если функция f дифференцируема в точке x то ее превращение в этой точке представимы в виде сумма по K от 1 до N LK HK плюс O от модуля H при H применящемся к нулевому вектору ТТ N O малая от H бывает иногда удобно переписать в виде альфа H бесконечно малая умножить на модуля H альфа умножить на корень H1 в квадрате и так далее плюс HN в квадрате А это у нас бесконечно малая бесконечно малая функция давайте закажем утверждение утверждение 3 если в R н фиксирован какой-то базис но обычно он естественно выбирается вот этот 1 все нули 0 и так далее фиксирован базис то эффициенты LK определены однозначно определены однозначно однозначно ну давайте докажем это утверждение это важное утверждение и оно позволит нам понятие частной производной ввести и так давайте придадим частное превращение H частное приращение H H ведем его вот так вот это будет 0 0 и так далее на катом месте H и так далее нули норма этого приращения H пространстве R ну давайте мы не ставили это просто модуль H приращение функции которая удовлетает вот такому приращению частному имеет следующий вид LK F равно LK H H плюс O H H H H теперь давайте коллегия поделим левую правую часть на вот это вот приращение H и получаем что LK это предел при H стремящемся к нулю Дельта F на H и этот предел если он существует называется частной производной функции F точки X частная производная F по переменной LK DF по DHK частная производная DF по DHK откуда единственность этих LK вытекает единица из осуществления предела откуда единственность LK вытекает из единственности предела следовательно мы получили следующее выражение для дифференциала вначале давайте напишем выражение для дифференцируемой функции то есть если F у вас дифференцируема в точке X то ΔF X это есть F от X плюс H минус F от X равно DF по DX1 на H1 и так далее плюс DF N DXN на HN плюс O от модуля H прям переменчив к новому беду ну вот где вот это частные производные функции F по переменной X и F давайте значит делаем вывод есть ли функция дифференцируема у нас существуют частные производные по всем переменам это напишем как утверждение еще одно необходимое условие дифференцируемости дифференцируемости есть ли F дифференцируема в точке X то существуют частные производные по всем переменам так только я тут знаете что по всем переменам обратное неверно если у функции F существуют все частные производные мы не можем утверждать что функция дифференцируема в точке рассмотрим важный пример условия за это утверждение являются только лишь необходимыми итак F X Y равно корень из X Y давайте попробуем найти частные производные F по X точке 0 0 это по определению равно пределу при дельте X тем стремящих к 0 частные упрощения F от дельте X плюс 0 0 минус F от 0 0 делено на дельте X F от дельте X 0 это 0 F от 0 это тоже 0 0 делено на дельте X F дельте X стремящих к 0 это 0 точно также может быть вычислено производные частные производные F по Y точки 0 0 однако если бы функция F была бы дифференцируема в точке 0 0 то ее превращение в этой точке вот записываем F от дельта X дельта Y минус F от 0 0 был бы представим в виде F по X в точке 0 0 на дельте X плюс F по Y точке 0 0 на дельта Y плюс O от ρ то есть от корня из дельты X в квадрате плюс дельты Y в квадрате так это 0 это 0 это 0 это корень из дельты X дельты Y и мы получаем равенство корень из дельты X дельты Y равно представляем O малое в виде бесконечно малой дельты X дельты Y умножить на ρ дельты X в квадрате плюс дельты Y в квадрате поэтому корень из дельты X дельты Y равно ну давайте вот на этот корень сократим вот здесь корень поставим сюда дельты X в квадрате плюс дельты Y в квадрате это у нас равно бесконечно малой альфа дельты Y дельты Y и давайте проверим а является ли вот эта функция стоящая слева бесконечно малой при дельты X и дельты Y стремящемся к нулю давайте как обычно возьмем две последовательности входящиеся к точке 0,0 1 на n 1 на n она сводится к 0,0 к точке 0,0 и 1 на n 0 она тоже у нас сводится к точке 0,0 однако альфа от 1 на n 1 на n равно корень из 1 на n в квадрате то есть 1 на n а здесь будет 1 на n в квадрате плюс 1 на n в квадрате то есть 2 делить на n в квадрате то есть корень из 2 деленный на n корень из 2 деленный на n и это есть 1 делить на корень из 2 Ну а легко видеть, что альфа от 1 на 0 это есть тождественный ноль, который никак не равен один делить на корень из двух. Вот такие вот дела. Поэтому существование всех частных производных по всем переменным не влечет за собой дифференцированность функции в точке. Введем очень важное определение. Определение. Вектор. Н равен частным производным. Вектор частных производных. Называется градиентом. Ну где все производные взяты в точке X. Называется градиентом функции F в точке X. Называется градиентом функции F в точке X. В точке X. X это вектор. Обозначение. Обозначение, которое, наверное, многие из вас знают. Дельта F от X. Или. Град. Пожалуйста, запомните. Мы потом еще понятие градиента с вами вернемся. Дифференциал функции из РНВР может быть записан в таком вот виде. Дельта F равная LH может быть записана как скалярное произведение вектора градиента на вектор превращения H. Дифференциал функции Dx1 на H1 и так далее. Плюс Dxn на Hn. Где эти Hn, H1, H2 и так далее. Hn. Они обычно обозначаются Dx1. Dx1, Dx2 и так далее. Dxn. Итак, давайте рассмотрим функцию F, которая задана на множестве E про сансы РН. Действует в РН. И пусть введем каким-либо образом базис на этих пространствах. каким-либо образом базис базис на этих пространствах. тогда вот эта функция F представляет собой вектор из M функции. M координатных функций. F1 и так далее. Fm. это координатные функции. Теперь давайте предположим, что эта функция у нас дифференцируема точке Х0. Значит, пусть функция F дифференцируема в точке Х0. пусть F дифференцируема в точке Х0. тогда дельта F равно LH плюс O малый от H. LH тримясьница Ttn. И давайте выпишем вот это равенство в координатной форме. я говорил тут ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой тут говорят набло не дельта да 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 вектор набло конечно извините я не понял вот этот вот градиент это набло выписывает равенство в координатной форме получаем дельты от f1 есть сумма пока от 1 до n df1 dx1 h1 плюс вот тут первая координата о малого о малое 1 h и так далее дельта fn это и сумма пока от 1 до n dfn dx так только тут прошу прощения здесь конечно к здесь тоже к dxk hk плюс о малое m от h это все при h стремящемся к нулевому вектору т.н. видно что вот эти все равенства они нам задают матрицу дат матрицу как раз матрицу вот эти вот дифференциального оператора f4 от x это есть матрица из частых производных df1 dx1 так далее df1 dxn и так далее dfn dx1 и так далее dfn dxn и все эти частные производные входящие в эту матрицу они взяты в точке x равно ну в точке x все они взяты в точке x ну т.е. вот эта матрица называется матрица якобы это матрица матрица якобы так только тут смотрите сейчас секундочку коллеги тут м значит тут нас тоже м здесь м здесь тоже м и тут у нас м и тут у нас м вот это опечатка коллеги простите вот это у нас матрица якобы матрица якобы матрица якобы получается что это матрица размера м на м значит м строк и столбцов м на м вот если у нас м равно н то это матрица становится квадратной для нее определенный определитель и вот этот определитель называется якобианом который играет очень большую роль в нашей дальнейшей теории матрица матрица якобы матрица якобы но еще мы будем ее обозначать давайте я сотру это d f1 и так далее fn od x1 и так далее xn ну в точке x в точке x давайте теперь поговорим о достаточных условиях дифференцированности функции итак допустим у нас функция f которая действует из множества е определим достаточные условия дифференцированности функции определим достаточное условие дифференцированности этой функции Теорема в достаточном условии дифференцированности. Пусть функция F из RnR, действующая из RnR, имеет в окрестности точки X все частные производные. Все частные производные, то есть все производные по всем переменам. Все частные производные. Тогда, если они непрерывны в точке X, если они непрерывны в точке X0, то функция F дифференцируема в этой точке. То есть, если они существуют и они непрерывны в этой точке, то этого достаточно для того, чтобы функция была бы дифференцирована в точке. Давайте докажем эту теорему. Ну, неограничей общности будем считать n равное 2, потому что при других n у нас все то же самое, просто только писать нужно будет больше. И давайте рассмотрим разность F от X0 плюс дельта X, Y0 плюс дельта Y, минус F от X0, Y0. прибавим и вычтем вот такое выражение. F от X0, Y0 плюс дельта Y. И сгруппируем вот это вот слагаемое с этим и с этим. Получаем следующее. F, давайте сюда. F от X0 плюс дельта X, Y0 плюс дельта Y, минус F от X0, Y0 плюс дельта Y, возьму это в скобки, плюс F от X0, Y0 плюс дельта Y, минус F от X0, Y0. В скобки возьмем. И теперь смотрите. У нас тут вот разность вот этих вот функций, и переменная Y фиксирована. Здесь Y0 плюс дельта Y, и здесь Y0 плюс дельта Y. А здесь F от X0 плюс дельта X, минус F от X0. Поэтому мы можем считать вот эту разность, как разность функции одного аргумента по X. Здесь то же самое, только здесь меняется переменная Y. при фиксированном X0, мы можем считать эту функцию функцией от Y, и она меняется от Y0 плюс дельта Y0. Функция F у нас дифференцирована вот в этой окрестности, пусть у нас дельта X и дельта Y не выводят из этой окрестности там, где она дифференцирована. Поэтому к ней применима одномерная теорема Лагранжа. Теорема Лагранжа. Теорема Лагранжа. Здесь мы имеем частную производную ДФ по ДХ в точке X0 плюс Т1 дельта X запятая Y0 плюс дельта Y умноженное на дельта X плюс ДФ по ДИК вот здесь вот, да, уже переменная по Y. Функция по Y. ДФ по ДИК. Икс 0. Игрек 0 плюс дельта плюс тета 2 дельта Y. Тета 2 дельта Y. Так, влезла. И умноженное это все на дельта Y. Теперь смотрите. С телу непрерывности частных производных ДФ по ДХ и ДФ по ДИК в точке X0, Y0 вот это все будет у нас равняться давайте сюда перейдем как ДФ по ДХ в точке X0, Y0 плюс бесконечно малое альфа от дельты X до дельты Y плюс бесконечно малое плюс бесконечно малое альфа от дельты X до дельты Y и все это умноженное на дельты X плюс вот это скобка ДФ так, я отстираю ДФ по ДИК и в точке X0, Y0 плюс альфа дельта Y на дельта Y но это у нас равняется dpdx точке x0y0 на дельта x плюс dpdx точке x0y0 на дельта y ну а бесконечно малым дельта x будут нас не проходить бесконечно малый на дель корень из дельта x� плюс дельты рекорд стариф а это будет не происходить аль от прибыли все кстати альфа 1 тут альфа 2 альфа 2 на корень из дельта x от передать и рекордой строить здоров поэтому это будет плюс бесконечно малая альфа дельта x, дельта y, дельта x, дельта y, умноженное на ров. Все, следовательно, пункция F дифференцируема в точке x0, y0. Теорема доказана, достаточно условий. Ну, можно заметить, что вот это достаточно условие дифференцируемости не является необходимым. То есть, функция может быть дифференцируема в точке, но производные могут рваться. Производные могут рваться. На это давайте я приведу пример. Пример. F от x, y равное, ну что-то вроде, наверное, можно взять корень кубический из x квадрат y квадрат. Вот можно доказать, что функция F дифференцируема в точке 0, 0, однако, однако, и df под x частной производные, и df под y не непрерывны в точке 0, 0, не непрерывны в точке 0. Попробуйте это доказать. Перед тем, как перейти к производной дифференцированности композиции функций многопеременных, давайте сформулируем и объясним лемму. Итак, лемма, пусть A это некоторое линейное отображение LRM, LRM, линейное отображение, линейный оператор, линейный оператор. ЛИРРМ, линейный оператор. Тогда, когда ринейный оператор, тогда LRM, LRM, то есть LRM, LRM, линейное отображение. Доказательство RL не превосходит, существует константа в большем ряде, то есть константа будет на норму H в пространстве N. Доказательство. Линейный оператор определён на базисных векторах. Далее мы используем неразию треугольника. Норма H, это у нас просто модуль H получается. Модуль H на норму L, это у нас меньше либо равно норму H, N число, выносим его за знак суммы, получаем норму H в пространстве Rn на сумму пока от 1 до N. Так, не влез. Норма H в пространстве Rn, Rn выносим за знак суммы, суммы пока от 1 до N. Норма LK в пространстве Rn, это у нас некоторая константа. Ну и мы как раз и получили, что нормы LH у нас не превосходят константы умножить на норму H. А значит LH есть на большой этаж. Ну, при каких-то там, я не знаю, H на большой этаж, какой-то там окрестности. Все. Лема доказана. Лема доказана. Ну и теперь давайте сформулируем теорему о дифференцированности композиции отображений. Функции многих переменных. Теорема дифференцированности композиции. Теорема дифференцированности композиции. композиции и так определена пространстве р.н. действует в р.м. и дифференцируемой точки x пусть функция же определена так давайте это лучше не е обозначим x на странстве р.м. на множестве y и действует в р.п. и пусть функция же дифференцируема точки f от x который мы обозначим за через y f от x лежит в образе f от x большое то есть образе множества x а образ множества x вложен в множество y ну тогда значит у нас определена композиция тогда композиция функции g от f дифференцируема в точке x и для производной этой функции справедливо формула которая вам должна быть хорошо известна x равно g штрих от f точке x становится f штрих от x формула точно такая же как производная сложная функция для функции одного переменного но мы знаем что это уже не функции это уже линейные операторы производные операторы функции композиции и функции f поэтому здесь у вас стоит на самом деле произведение матриц я это все буду сейчас доказывать в таком компактном виде операторном если вы хотите в координатном там все очень очень непросто получается давайте запишем это в более привычном виде это получается g штрих от f от x умножить на f штрих от x так ну давайте постараемся доказать эту теорему я не буду до конца доказывать но я как бы расскажу что там и как так как функция f дифференцирована в точке x то приращение дельты f в этой точке x под дельты x минус f от x представимы в виде линейного оператора f штрих от x так только тут не дельта x давайте а h возьмем на h плюс о малый от h при h стремящемся к нулевому вектору tt теперь давайте посмотрим превращение композиции g f точки x это есть g от f от x плюс дельты f от x минус g от f это есть g от f так дельты f это у нас вот это дельта f вот это то есть от f от x плюс h минус f от x плюс f от x это будет f от x плюс h чем g от f от x плюс h минус g от f от x и это все в силу дифференцированности функции g точки f от x g штрих от f от x умножить на дельты f то есть вот на это f от x плюс h минус f от x плюс о малое плюс плюс о малое от f от x плюс h то есть дельт f минус f от x так давайте теперь продолжать значит мы вспоминаем что g штрих от x примененный к вот этим вот f от x плюс h минус f от x в силу линейности этого оператора это будет g штрих от x а сейчас секундочку я чуть-чуть поспешил f от x плюс h минус f от x давайте мы вот это по равенство перейдем вот сюда это у нас будет г штрих от x г штрих от y ну от y от x от y примененен к f от x плюс h минус f от x это вот это то есть f от x плюс о малое от h плюс о малое от от x плюс h минус f от x плюс о малое от x плюс h минус f от x вот вот так теперь смотрите g штрих от f от x это линейный оператор g штрих поэтому линейный оператор примененных сумм есть сумма поэтому получается это равно это равно это равно g штрих от f от x примененных f от x плюс g штрих от x g штрих простите от f от x примененных о малое от h плюс о малое от f от x плюс h минус f от x а это а это в свою очередь будет штрих от x примененных h это мало от h ну и вот смотрите вырисовывается то что нужно вот это и есть производная это есть производная так только у нас тут должно быть опечатка коллеги тут аж здесь тоже аж вот это производная осталось только доказать что вот это есть вот это бесконечно малая вот это все есть бесконечно малая но это достаточно просто смотрите же штрихов от x так же штрихов от x но малый от h это будет о большое то малого о большой то малое то малое тут мы получаем о малое от вот этого этого большой от аж о мало то большого это есть о малое о малое то малое то малое то малое то малое то более подробно вот посмотрите в ежике там это все аккуратно написано поэтому мы получаем что да композиция 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 дифференцируема и производная равна как раз той формули которой мы с вами постулировали в самом начале вот она и так давайте предположим что n у нас равно единице м какое-то произвольное и пара на единице то есть у нас были функция f которая действует из рв из рв из рв и пусть она у нас задается вот такими вот м координатными функциями и каждая из этих функций это у вас функция t от одного аргумента тогда g а g это функция g от вот этих вот f1 от f2 от fm от и теперь давайте постараемся найти производную производная g от f штрих производное произведение вектора строки dg df1 и так далее dg dfm умножается на вектор столбец df1 dt и так далее dfm dt и умножая строку вектор строку на вектор столбец мы получаем формулу которая часто используется dg df1 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 дт плюс и так далее плюс dg dfm на dfm dfm по dt Вот такая получилась формула для производной сложной функции, действующей из R в Rm, из Rm в R. Вот она формула. Давайте поговорим о таком важном понятии, как производная по вектору. Итак, путь у нас задана функция f. Действующая из Rm в R, и пусть в Rm задан какой-то ненулевой вектор V. Давайте посмотрим, что происходит на плоскости. И вот у нас пусть есть некоторая точка, коронатом x0, y0, и пусть из нее выходит какой-то вектор V. Любая точка на этом векторе имеет координаты x0 плюс Vt, где-то это какое-то вещественное число, вот она вот так вот двигается. И давайте рассмотрим эту функцию f вот на этом луче. На этом луче она будет иметь вид f от x0 плюс Vt, то есть это функция переменной t. Точка x0 и вектор V фиксированы. Выражение df по dv в точке x0 равное по определению пределу при t стремящемся к нулю f от x0 плюс Vt минус f от x0, деленное на t, деленное на t, деленное на t, деленное на t, деленное на t называется производной функции f по вектору V. Мы можем переписать это как обычное производное dp dt f от x0 плюс Vt, точка t равно нулю. Если вектор V1, если вектор V1, то он называется направлением, направлением, а производная df по dv в точке x0, производная по направлению V, производная по направлению V. справедливое утверждение, утверждение, если функция f дифференцируема в некоторой точке x0, то у нее существует производная по любому направлению, то у нее в этой точке, то у нее в точке x0 существует производная по любому направлению, по любому направлению, равное скалярному произведению вектора градиента на блеф в этой точке, на направлении V. Ну понятно, как доказывается эта теорема. Эта теорема сразу же моментально следует из теоремы о производной композиции, то есть на этом векторе функция f представляет из себя функцию x0,1 плюс tv1, запятая и так далее, запятая x0n плюс tvn, ну и производная этой функции по переменной t, обыкновенная производная в точке t0, df по dt, ну можно даже дф по dt, равняется f' по вот этой первой координате x1, x1 умножить на производную первой координате по t, то есть v1, v1 плюс и так далее, плюс f3 по xn на vn, то как раз и есть вот это скалярное произведение. Тут мы можем сделать одно важное утверждение, которое имеет достаточно важный прикладной смысл. Модуль вот этого скалярного произведения, модуль скалярного произведения nabla f' на vn не превосходит по неравенству каши Баняковского модуль nabla f умноженный на норму вектора v. А она, если это направление равна единице, поэтому это просто-напросто nabla, модуль nabla f, ну в точке x0. Тут тоже у нас x0. Теперь смотрите, неравенство каши Баняковского обращается в равенство, неравенство обращается в равенство, в равенство. Тогда и только тогда, когда векторы v и nabla f коллинеарны. Когда v представляет собой либо плюс, либо минус nabla f, деленное на модуль nabla f. Из этого иногда говорят, что направление градиента, это и есть направление градиента функции, идеичное направление. Из этого иногда говорят, что так немножко условно, то вектор градиента это вектор наибольшего роста функции. Значит, вектор градиента, град f, направление градиента, то есть от нормированного градиента, это направление наибольшего роста функции, вот исходя из этих вот рассуждений. Наибольшего роста функции. Наибольшего роста функции. Ну и как раз этот факт, он широко используется в различных там оптимизационных алгоритмах. Сейчас очень популярный метод градиентного спуска. И вот он как раз основан вот на этом самом факте, о котором мы сейчас с вами поговорили. Поговорим теперь о геометрической интерпретации, геометрическом смысле частных производных и полного дифференциала. Давайте рассмотрим функцию f, заданную на плоскости r2, в какой-то окрестности точки x0, y0, действующую в р, кисловую функцию. Множество s, это множество точек x, y, z, таких, что x, y из окрестностей u, а z равно f от x, y. Как известно, называется графиком этой функции, ее график. Теперь давайте рассмотрим этот график. Ну вот он какой-нибудь вот такой. И пересечем этот график плоскостью перпендикулярной оси O, y. То есть плоскостью, например, y равно y0. Пересечем поверхность плоскостью. Обозначим через гамма течение этой поверхности плоскостью y равно y0. Кривая. Частная производная df по dx в точке x0, y0 – это по определению обыкновенная производная df по dx f от x, y0 в точке x равно x0. Вспоминая про геометрический смысл, геометрический смысл обыкновенной производной, мы говорим, что это тангенс угла наклона. dα – это угол наклона касательной, наклона касательной, лежащей плоскости y равно y0, лежащей в плоскости y равно y0 и осью OX. Осью OX. То есть, это вот тангенс угла наклона касательной, кривой, представляющей из себя вот кривую пересечения поверхности, плоскость перпендикулярная плоскостью y равно y0. Совершенно аналогично вводится геометрический смысл частной производной df по dy, y, но там уже нужно пересечь поверхность плоскостью x равно x0 и вообще любой другой частной производной df по dx-кат. Тут можно сделать важное замечание, что производные по направлению и геометрический смысл точно такой же, только там уже поверхность сечется не плоскостью перпендикулярной осям координат, как в случае частных производных, а плоскостью, находящейся под каким-то углом. Под каким-то углом, там, вообще говоря, уже будет другая кривая, вот угол, тангенс угла наклона касательной, лежащей вот в этой повернутой плоскости между этим и осью x, это как раз и будет геометрический смысл, производный по направлению. Для того, чтобы рассказать о геометрическом смысле полного дифференциала, требуется ввести такое важное понятие, как касательной плоскости. Предположим, что функция f, заданная на плоскости r2, действующая в r, дифференцируема в точке x0, y0. Это означает, что ее приращение в этой точке f от x, y, f от x0, y0, мы перенесем это в правую часть. Представим в виде df под x в этой точке x0, y0 на delta x плюс df под y в точке x0, y0 на delta y от y, это delta y, это y минус y0 плюс амалый от ров. И ведем теперь понятие определения касательной плоскости. Определение. Касательной плоскостью графика функции f от x, y точки ну, не важно в какой точке называется плоскость называется плоскость разность аппликата которой f от x, y точке касания равна омалый от ρ при ρ это корень x минус x0 расстояние и вклида плюс y минус y0 в квадрате прирост стремящимся к нулю ну, 0 плюс 0 надо написать буду справа. Теперь давайте попробуем вывести уравнение касательной плоскости. Рассмотрим всевозможные плоскости проходящие через точку x0, y0, z0 ее уравнение имеет вид az-z0 равно ax-x0 плюс b y-y0 ну, единственное мы считаем что коэффициент при z не может быть равен нулю на этом случае они существуют производно производно равно бесконечности теперь смотрите если мы положим вот в этом равенстве а равное частной производной dfpdx точке x0, y0 а b частной производной dfpdx в точке x0 x0, y0 то есть так положим положив а это dfpdx в точке x0, y0 а b это dfpdx той же самой точке то мы получим что разница между z-z0 равна равна давайте ставим исходя из дифференцированности функции f равна как раз о малой от ро поэтому при а равном dfpdx b равен dfpdy z это как раз и есть определение касательной плоскости разность fxy минус z касание вот этого это есть о малой от ро поэтому просто по определению это и есть касательная плоскость иногда в некоторых источниках литературных так и вводится касательная плоскость как плоскость заданная вот таким вот уравнением то есть dfpdx точке x0 y0 на x минус x0 плюс dfpdy точке x0 x0 на y минус y0 а потом уже доказывается что разница этой плоскости z касательного аппликата и функции fxy как раз есть у малой от ро у касательной плоскости есть два красивых таких геометрических определения давайте сейчас об этом тоже немножечко поговорим то есть вот давайте рассмотрим некоторую поверхность там поверхность f от x y и какую-то точку на ней вот эта точка так это уже нам не нужно какая-то точка x0 y0 и давайте теперь введем выберем еще две точки лежащие на этой поверхности мы знаем что через три точки не лежащие на одной прямой мы можем всегда провести единственную плоскость эта плоскость будет секущей для секущей этой поверхности теперь смотрите мы вот эти две точки не лежащие ну как бы отлично это x0 y0 будем по произвольным кривым по поверхности вести к точке x0 y0 и на каждом шаге будем строить секущую плоскость вот касательной плоскостью будет как раз предельное положение вот этой вот секущей плоскости еще одна геометрическая интерпретация которая мне очень нравится получается следующим образом возьмем такую же поверхность и будем эту поверхность сечь самыми различными плоскостями проходящими через точку x0 y0 эти плоскости в пересечении с поверхностью fx y будут давать нам какую-то вот такую-то кривую проходящую через точку x0 x0 это вот такие знаете ноги осьминога и вот давайте мы к этому осьминогу каждой вот этой щупальце каждой кривой будем проводить касательно после этого объединим все касательные во всех вот этих плоскостях лежащие проходящие через точку x0 y0 и вот объединение всех этих касательных прямых даст нам плоскость и эта плоскость как раз и будет касательной к поверхности z равной fx y в точке x0 y0 теперь давайте поговорим о геометрическом смысле полного дифференциала если вот присмотреться вот сюда вот заменить x-x0 на дельта x y-y0 на дельта y мы как раз и понимаем что в правой части стоит дифференциал df в точке x0 y0 следовательно z-z0 ну z0 это f от x0 y0 это как раз и есть дифференциал df точке x0 y0 следовательно смысл дифференциала df это есть приращение аппликаты касательной плоскости при переходе из точки x0 y0 в точку x0 плюс дельта x y0 плюс дельта y то есть вот если мы нарисуем опять поверхность построим касательную плоскость то вот при переходе в точке x0 y0 в точку x0 плюс дельта x y0 плюс дельта y вот это дифференциал то будет приращение касательной плоскости при переходе из одной точки вот немножко сдвинута вот это геометрический смысл полного дифференциала коллеги давайте поговорим о теме производные дифференциалы высших порядков итак пусть у нас есть функция f которая задана вне окрестности и точки x0 в пространстве r и действует в r и предположим что для всех x из окрестности от x0 у нас существует частная производная этой функции по переменной x тогда если рассматривать эту частную производную определенную на этой окрестности как функцию которая каждому x ставит в соответствии частную производную то этой функции может так случиться что существует производная по какой-то переменной x и тогда производная по x частной производной df по dx в точке x называется частной производной второго порядка функции f по переменной по переменам x и x g dx и t так вот тут важно коллеги x и t x и t и t точки x то есть вначале по x и переменной дефицитой нет а потом по переменной и g частной производной второго порядка иногда познать иногда означает так f2' по x и x g а тут обращаюше внимание очередность право налево а здесь слева направо ну и еще это вот такая терминология если x и не равно x g то частная производная называется смешанной а если x и равно x g то иногда называют такие частные производные чистыми аналогично вводятся частные производные любого порядка n уже индуктивные то есть это частная производная порядка n это производная по соответствующей переменной n минус первой производной Давайте рассмотрим такой вопрос. У нас есть две перемены. Пусть у нас, например, функция f действует из r2 в r, и пусть у нее существуют в точке x две смешные производные. d2f по dx dy и d2f по dy dx. Вот вопрос, будут ли эти смешанные производные совпадать, то есть смешанные производные, которые отличаются исключительно очередностью дифференцирования, совпадать или же нет. Есть примеры, один из которых мы сейчас рассмотрим. Давайте пример номер один, который задан системой f от x, y равно x, нужное на y, x квадрат минус y квадрат, деленное на x квадрат плюс y квадрат. f это если x, y это не точка 0, 0, то есть x квадрат плюс y квадрат, справа больше 0, а в точке 0 это будет доопределено 0. Ну давайте попробуем найти смешанные производные вот этой функции в точке 0, 0. Итак, давайте смотреть. f' по x в точке 0, 0 по определению, это предел при экстреме счастье к нулю, f от x 0 минус f от 0, 0 деленное на x. f от x 0, f от 0, 0 это нули, поэтому получаем 0 деленное на что-то, стремяющееся к нулю, это 0. То же самое будет для частной производной, простите, f' по y в точке 0. Теперь давайте найдем частную производную, f' по x в точке 0, у определения, это будет предел разностного отношения, при x, стремящемся к нулю, f от x, y минус f от 0, у деленное на x. f от 0, y это 0, f от x, y это вот это, деленное на x, получаем y, умноженное на вот эту дробь. И мы получаем при x, стремящемся к нулю, x сократилось, x стремится к нулю, мы получаем минус y квадрат, деленное на y квадрат, умноженное на y. То есть минус y, минус y. Аналогично вычисляется производная f' по y в точке x0, и она будет равна плюс x. f' по x в точке 0, 0, по определению есть предел при y, стремящемся к нулю, f' по x в точке 0, у, минус f' по x в точке 0, 0, деленное на y. Это 0, это 0, это минус y, минус y длину на y, это будет минус 1, минус 1. Аналогично ищется производная f' по y в точке 0, 0, это по определению есть предел при x стремящемся к нулю, f' по y в точке 0, минус f' по y в точке 0, 0, деленное на x, это 0, это x, деленное на x, единица. О, производные точки 0, 0, отличающиеся лишь порядком дифференцирования, не совпали. Давайте установим условия, которые позволят утверждать, что у нас смешанные производные совпадают. Итак, первая теорема, теорема Schwartz, если функция f, заданная в каком-то подмножестве rn, действует r, имеет в некоторой точке точка x0 из e, смеет частные производные смешанные, d2f, dxg, dxg, dxg и d2f, dxg, dxg, то если эти частные производные непрерывные в этой точке, то они совпадают, они непрерывные, то их значения совпадают, непрерывные, то их значения совпадают, значения совпадают. Доказательства. Не ограничивая общности, будем рассматривать случай n равное 2, потому что при n равное больше чем 2, тут никаких новых идей, доказательства не привносит. то есть n равное 2, и точка x0 это будет у нас точка x0 и y0. Давайте теперь вот что сделаем. Рассмотрим две вспомогательные функции. f от t и psi от t. f от t это будет f от t, y0 плюс k, минус f от t, y0. Где k это некоторое превращение переменной y, так что в y0 плюс k не вышло бы за область определения функции f. Так, и функцию f от t это будет f от x0, минус h, только превращение, не вводящее из области определения, t минус f от x0, t. Две таких функции рассматриваем. Давайте посмотрим теперь на вот такое вот выражение. f от x0 плюс h, y0 плюс k, минус f от x0 плюс h, y0, минус f от x0, y0 плюс k, и плюс f от x0, y0. С одной стороны это выражение равно f от x0 плюс h, минус f от x0. С другой стороны, если чуть-чуть по-другому группировать эти слагаемые, то мы получаем, то мы получаем, что это у нас есть psi, уже psi от y0 плюс k, минус f от y0. Ну вот, теперь давайте рассмотрим вот эту вот разность и применим к ней одноверную теорему Лагранжа. Давайте вот перенесемся сюда. Это будет равно i' по x в точке x0 плюс θ1h, умноженное на h. Давайте перепишем это выражение в терминах функции f. Это будет равно f' по x в точке x0 плюс θ1h, y0 плюс k, минус f в точке x0 плюс θ1h, y0 плюс f' по x0 плюс θ1h, умноженное на h. И теперь давайте мы применим теорему Лагранжа еще раз. Еще раз применим теорему Лагранжа. Тут уже теперь по переменной y. это будет f' по x' по y, то есть f' по x' по y, переменной x0 плюс θ1h, y0 плюс θ2h, умножить на k и умножить на h. k и h. А теперь давайте рассмотрим, распишем вот это разность. это получится у нас си, тоже применяйте Рим Лагранжа по переменной y, и штрих по y, точки y0 плюс θ2h, тут, наверное, нужно 4 поставить, f' по y, умноженное на k, равно f' по y, x0 плюс h, y0 плюс θ4h, минус f' по y, точки x0, y0 плюс θ4h, минус f' по y, точки x0, y0 плюс θ4h, я, применяю теорему Лагранжа уже по переменной x. Примененный вот к f' по y, это получается f' по yx, x0 плюс θ3h, теперь по переменной x, θ3h, y0 плюс θ4h, так, тут опечатка k, k, и все это на hk, ну и у нас вот это равно вот этому, но осталось только перейти, так, θ1, θ2, θ3, θ4, это числа от нуля до единицы, и остается только перейти к пределу, при h и k стремящемся к нулю, ну и воспользоваться тем, что у нас функции непрерывны, вот эти частные производные, вторые непрерывны в точке x0, y0. Все, теорема Шварца доказана. Давайте теперь сформулируем еще одну теорему, очень похожую на теорему Шварца, но перед этим давайте введем определение, будем говорить, что функция f дважды дифференцирована в точке x0, такая функция действующая, если все ее частные производные, производные дифференцирована в точке x0, выбираем теорему, теорема, которую раньше звали теоремой Юнга, а сейчас обычно Янга, теорема Янга. Пусть функция f у нас действует из rn, vr, vr, заодно на каком-то множестве g, и эта функция f дважды дифференцирована в точке x0, в точке x0, совпадает с частной производной d2f, dx, dx, dx. Доказательство примерно такое же, как только что был Терем Шварца. Давайте теперь формулируем утверждение, ну и чуть-чуть поговорим о его доказательстве, которое является некоторым обобщением Терема Шварца. Итак, предположим, что функция f у нас k раз непрерывно дифференцируема на множестве e. Тогда ее частной производной катного порядка, отличающиеся только порядком дифференцирования, совпадают. Порядка, отличающиеся только порядком. Порядка, отличающиеся только порядком дифференцирования, совпадают. Итак, очередностью давайте напишем. Очередностью дифференцирования совпадают. Доказательства, я думаю, уже должно быть понятно. Мы используем метод математической индукции. Итак, пусть у нас есть некоторая частная производная по переменам x1, x2 и так далее, x и k. Докажем метод математической индукции по k, что значение этой частной производной не зависит от очередности. При k равном 2 база мы имеем теорему Шварца. Предполагаем, что если у нас есть n дифференцирований, у них можно сколько угодно менять местами, не меняя значение частной производной. и докажем для k-1, пусть верно, для k просто тут можно дополнительное дифференцирование ввести. Вот здесь вот все их можно как угодно переставлять. Так что единственное, что вы должны доказать, это что вы можете поменять дифференцирование по x и t, x и 1, ну или x и k с предыдущим. Вот, но это вытекает из теорема Шварца, потому что это производная k-2 порядка, она у нас непрерывна. Давайте теперь поговорим о дифференциалах высших порядков. Итак, давайте запишем дифференциал дельта g, но в точке x. это, как мы знаем, частная производная dg dx1 delta x1 и так далее, плюс dg dxn delta xn. Здесь частная производная, взятая у нас с точки x. Давайте напишем, что такое дифференциал du. То же самое. Честно, производная du по dx1 на dx1 и так далее, плюс du по dxn на dxn. Значит, все это в точке x. Вот этот дифференциал тоже можно считать пункцией от x. Частные производные все от x, взятые в точке x. И мы можем взять дифференциал delta от du. Итак, delta от du равно delta сумма пока от 1 до n du от dxk на dxk. Здесь можно вместо g поставить эту фоку. И тут уже мы имеем частный производный, ну как сумму 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 сумму, которая потом домножается на dxk и delta xj. Вот, введем очень важное определение. Выражение, выражение delta du взятое при одинаковых превращениях, взятое при dxi равных delta xj при всех i от 1 до n, называется вторым дифференциалом функции u. Называется вторым дифференциалом функции u. Обозначение такое d2u. Дифференциал произвольного порядка, n-ного порядка, вводится по индукции, как дифференциал dnu, то есть по определению delta в минус первого порядка от du, взятого в той же точке dx равного delta x. При вычислении дифференциалов второго порядка требуется различать два случая. Первый случай, когда xy независимые переменные, независимые переменные, и второе, когда xy – это какие-то функции. Функции от аргумента. Функции от некоторого аргумента. Некоторого аргумента. Если xy независимые переменные, то dxy – это некоторые числа константы, следовательно, все дифференциалы второго порядка и последующих равны нулю. Поэтому мы получаем по d2u и сумма по i от 1 до n, сумма по k от 1 до n d2u по dx и dxk на dxi dxk. Это у нас получается симметричная квадратичная форма. Квадратичная форма. Симметричная. 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 Ну, симметричная, потому что как раз d2u по dx и dx и dxk равно d2u по dxk dx и. Теорема Шварца. Симметричная. Теорема Шварца. Квадратичная форма. То есть второй дифференциал функции многих переменных – это квадратичная, симметричная квадратичная форма от переменных dxi, dxk. По индукции можно посчитать дифференциал n-ного порядка. Это у нас в символическом виде. Вот так оно обычно записывается. dxk, тут d dxk, степень n уприменен на это все куб. т.е. смотрите, здесь у вас степени dxk повышаются и кратность дифференцирования dpdxk. Вот это, ну, понятно, это какой-то некоторый. полином дьютон. В случае, когда x и t – это функция какого-то аргумента, у нас там становится все существенно сложнее. И второй дифференциал функции u. Тогда у нас второй дифференциал d2, d2, x, x и t, xk, уже могут, ну, вообще говоря, не обращаться в ноль. Они обращаются в ноль только если x и t, xk – это линейная функция. А если она нелинейная, ну, то есть, ну, там, второго, или там, третьего порядка, там, нелинейная, то d2u у нас уже будет, давайте так напишем, k, запятая, и от единицы до n, d2u, вот сюда смутим, да, dx и t, dx, gt, dx, kt, простите, dx, kt, dx и t, dx, kt, плюс сумма по g от одного до n, du по dx, g, умножить на d2x, g. Давайте теперь поговорим о формулах Тейлора для функций многих переменных. Мы обсудим две теоремы. Формула Тейлора со старшим членом форме Лагранжа. Теорема Тейлора со старшим членом форме Пиано. Теорема Тейлора со старшим членом форме Лагранжа требуется для доказательства. Формула Тейлора со старшим членом форме Пиано, теорема Тейлора со старшим членом форме Пиано дальше будет использоваться преследней такой важной задачей, прикладной задачей как экстремум, функции многих переменных. Итак, сформулируем теорему. Теорема Тейлора со старшим членом форме Лагранжа. Тейлор Лагранжа. Пусть у нас есть некоторая функция f, заданная пространство равнодействующая vr, и пусть эта функция f, m плюс один раз дифференцирован в некоторой окрестности точки x0. тогда для любой точки x из этой окрестности справедливо формула, которая очень похожа на одномерную форму Тейлора. f от x равно f от x0 центр окрестности плюс 1 делить на 1 штрих, d f в точке x0 плюс и так далее, плюс 1 делить на m факториал, d m на дифференцирован в точке x0, плюс 1 делить на m плюс 1 факториал, m плюс 1 порядка взятый в точке x штрих, x штрих это некоторая точка, лежащая на отрезке x0x. x0x. Данная теорема достаточно просто доказывается, требуется рассмотреть функцию уже от одного аргумента, g от t равное f от x0 плюс t x минус x0. И аккуратно деференцируйте эту функцию g по переменной t. ну видно, что g от 0 это будет f от x0, g от единицы это будет f от x. И применяем формулу Тейлора, составящего члена формула Гранжа, к этой функции одного аргумента, применяем одномерную формулу Тейлора Гранжа этой функции g ну и считаем ее значение g от 0 это будет f от x0, g штрих в точке 0 это дифференциал первого порядка, xf в точке x0 и так далее, n на дифференциал, n на производную просительную точку 0 это есть n на дифференциал, функция f в точке x0, не очень сложно сделать. Следующая теорема, теорема Тейлора, достаточная члена формы пьяно, Тейлор пьяно уже гораздо, гораздо сложнее. В ежике эта теорема занимает чуть больше двух страниц, учебники, по которым я занимался, когда был студентом первого курса, она занимает четыре с половиной страницы, ну и если мы сейчас будем все эти доказательства приводить здесь, у нас будет не шесть часов мотана, а семь или восемь часов мотана. Так что я только расскажу про основные этапы доказательства, а так они вообще технически, скрупулезно, нужно аккуратно проделать. Это не очень как бы, ну не то чтобы совсем, как бы ну такая техника, техника дифференцирования. Итак, пусть функция f, m минус один раз дифференцируема в некоторой окрестности точке x0, x0 это точка визора, и m раз дифференцируема в самой точке x0. Тогда для любой x из этой окрестности, для любой точки x из этой окрестности, справедлива формула Тейлора с отточечением формы лаграмм для функции многих переменей, f от x, это есть f от x0, плюс один делить на один факториал d, f, и все так далее, плюс один на m факториал, d, x0, m, d, f, плюс o от ро в степени m, а малая, как обычно, прирост стремящихся к 0. Давайте чуть-чуть поговорим о доказательстве этой теоремы. Доказательстве этой теоремы. Давайте это все, такой полином Тейлора, обозначаем через pm от x, x0, и рассмотрим разность r от x равная f от x минус pm от x, x0. n-ый остаточный член. И доказываются две леммы, доказательства которых весьма кропотливо. Лемма 1, лемма 1 в условиях теоремы, в условиях, ну то есть вот, если функция, на функцию заданы вот эти условия, в условиях теоремы, получаем, получаем, что функция r от x, rm, наверное, даже можно описать, rm от x, сама и все ее частные производные до порядка m включительно, обращаются в 0 в точке x0. Ну так, если это пакта проводится с обметом математической индукции, ну я говорю, надо аккуратно дефиницировать и все это проверять. Вторая лемма, лемма 2, если в условиях, в условиях теоремы, 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 и если функция g и ее частные производные частные производные обращаются в 0 в точке x0, 0 в точке, то g есть то малое от ρ в степени m при n с ремящим простите, при ρ с ремящим калькулюм все ее частные производные до порядка m до порядка m до порядка m до порядка m ну вот теперь для доказательства нашей теоремы теоремы Taylor Piano теорем Taylor с ощущением формы Piano нам требуется просто-напросто в лемме 2 положить в качестве g функцию rm m и получаем как раз выполнимость теоремы Taylor Piano давайте поговорим о экстремуме функции многих переменных определение локального экстремума локального максимума локального минимума для функций многих переменных дается примерно так же как для функций одной переменной дадим определение пусть у нас есть некоторая функция которая действует из пространства rn r r и найдется окрестность точки x0 ну полностью лежащая в тяге такое что для любого x вектор z окрестности выполнено неравенство f от x 0 f от x меньше либо равно f от x 0 0 в скобочках напишем f от x меньше либо равно f от x 0 тогда точка x 0 называется точкой локального максимума в этом случае и локальным минимумом в этом тогда точка x 0 называется точкой локального максимума здесь локальный сейчас так 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 вот здесь где-нибудь нужно вставить другой знак локального максимума в скобочках локального минимума функции f установим условие необходимое условие локального экстремума это утверждение даст следующую теорему необходимое условие условия локального экстремума пусть функция f имеет в точке x0 локальный экстремум, пусть f имеет в точке x0 локальный экстремум, локальный либо максимум, либо минимум, локальный экстремум. И в этой точке существует частная производная df по dx, частная производная по переменной x. Тогда это частная производная df по dx в точке x0 равна нулю. Так, доказательства в меру элементарные. Во-первых, давайте, не ограничивая общности, считать, что i равно единице, потому что, ну неважно, сможем добиться этого просто перенумерации наших переменных. Итак, пусть i равно единице. Рассмотрим функцию одного аргумента Рассмотрим функцию одного аргумента, φ от x1, равную f при фиксированных всех переменных, кроме x1. То есть x1, x02 и так далее, x0n. Для функции f точка x0 это точка локального экстремума. Частная производная df по dx1, а следовательно, для функции φ, для φ точка x0, 1, это точка локального экстремума. Частная производная df по dx1 в точке x0, 1, равно нулю. Но это понятное дело по теориями фирма, необходимые условия локального экстремума. А df по dx1, dx1 в точке x0, 1, это просто по определению частная производная df по переменной x1 в точке x0. Дадим важное определение. Пусть функция дифференцируема на множестве e. И пусть x0 это внутренняя точка множества e. То есть существует окрестность этой точки, полность лежащая во множестве e. Тогда, если градиент функции f в точке x0 представляет собой нуль вектор, в пространстве rn, то есть все частные производные функции f в точке x0 вращаются в ноль, то точка x0 называется стационарной точкой функции f. Называется стационарной точкой стационарной точкой функции f. Мы сделаем замечание. Если в точке x0 функция дифференцируема и имеет в ней локальный экстремум, то точка x0 стационарная точка x0 и x0 это точка локальной экстремум функции f, то x0 стационарная точка. Это просто необходимые условия. Локальная числа. Обратная очевидно неверная. Она неверна даже для функции одного аргумента. Помните, у нас были примеры, там, x-куб, как-нибудь, x-куб в точке 0 у нас была точка возрастания функции, но производная функции x-куб в точке к 0 обращается в 0. В случае одномерной функции нам нужно было установить достаточное условие локального экстрема. И там у нас было две теоремы. Это первое достаточное условие, это то, что оно было связано с монотонностью производной. Помните, значит, в точке x0 у нас функция обращалась к производной 0. И если слева у нас и справа разные знаки, то тут плюс, тут минус, то это значит, что у нас функция возрастала, потом убвала, и здесь она имела экстремум. Для функции многих переменных такая теорема не может быть сформулирована, потому что не очень понятно, что такое монотонность функции многих переменных, хотя бы двух. То есть, например, если там по одной переменной функция возрастает, по-другому бывает, что это, она монотонна или не монотонна. Но у нас было для функции одной переменной второе достаточное условие локального экстрема в терминах старших производных. У нас сейчас больше интересует второй производной. Если функция, первая производная функция обращалась в 0, а вторая была строго больше 0 в этой точке, то тогда у нас х0 это точка локального минимума. Если в начале 0, а потом меньше 0, то локального максимума. Вот, обобщить эту теорему уже получится. Но теперь вместо второй производной нам нужно работать со вторым дифференциалом функции f. Второй дифференциал функции f это квадратичная форма. В точке х0 квадратичная форма, значит, квадратичная форма от приращения х0, там вот, h1, h2 и так далее. Матрица этой квадратичной формы это матрица вторых производных, матрица Гесса. Давайте я напишу. Второй дифференциал, второй дифференциал, второй дифференциал, d2f в точке х0, h это сумма, ну, сумма сумма, тут двойная сумма, но я запишу вот так вот, компактно, hg от 1 до n, вторая производная, d2f, dx и dx, точки х0 на h и hg. Для дальнейшего изложения нам понадобятся два важных определения из линейной алгебры. Квадратичная форма, квадратичная форма, квадратичная форма, k, h, ну, давайте я его так назначать. Айжитое, ашитое, ажитое, называется положительно, в скобочках отрицательно определенный, называется положительно, в скобочках отрицательно определенный, отрицательно определенный. Если на всех векторах h из пространства rn, она принимает строго положительные, скобочка, строго отрицательное значение. Для любого h из пространства rn выполнено k от h строго больше нуля, в скобочках k от h строго меньше нуля. Следующее определение, здесь я напишу, квадратичная форма, k от h называется неопределенный, или знака неопределенный, если она принимает на некоторых векторах и положительные, и отрицательные значения. Существует, ну, важно сказать, не нулевой вектор h, h, давайте так напишем, h1, h2, не нулевые, не нулевые векторы h1, h2, давайте так напишем, прежет rn без нулевого вектора, такие, что на h1 она принимает значение строго положительное, а на h2 строго отрицательное. то есть k h1, так, k h1, k h1 строго больше нуля, квадратичная форма, k от h называется положительное или отрицательное, полуопределенное. полуопределенное, отрицательное, полуопределенное, полуопределенное. если на всех векторах она принимает не отрицательное и неположительное значение, если для всех h из rn выполнено k от h больше либо равно нуля, и, вот это важно, существует хотя бы один ненулевой вектор, h принесет rn без нулевого вектора, такой, что на нем, звездочка есть, квадратичная форма обращается в ноль. вот если это выполняется, то функция токоэротичная форма называется положительно полу или отрицательно полуопределенной. это патрин и линопа, так и saisеме и делается да, это патрин и линопа с доп copingом в следующем году. Арида, гида, 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 гида и гида, гида, гида и гида, гида и гида. Теперь мы можем с вами сформулировать теорему достаточного условия, локального экстрема функции многих переменных. Теорема достаточного условия условия локального экстрема функции многих переменных. Пусть x0 это стационарная точка функции f и функция f дифференцируема в некоторой окрестности точки x0 и дважды дифференцируема в самой точке x0 и дважды дифференцируема в... Так, 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 я сказал правильно, а написал неправильно. Один раз дифференцируема она в окрестности, а дважды дифференцируем в самой точке. Тогда справедливо, тогда справедливо, справедливо. Первое. Если квадратичная форма d2f в точке x0 строго больше нуля, то есть является положительно определенной, в скобочках, d2f в точке x0 отрицательно определенной, тогда тогда точка x0 это точка локального минимума функции f а в этом случае локального максимума функции f локального максимума функции f второе есть ли квадратичная форма второй дифференцируем функции f в точке x0 знака не определен знака не определен то локального экстремума в точке x0 нет то локального экстремума в точке x0 нет ну иногда тут формулируется третье условие если функция положительная полуопределена в точке x0 то есть если второй дифференциал полуопределен в точке x0 то чего сказать нельзя там может быть и локальный экстремум обычно не строгий а может быть седло напишем так если d2f в точке x0 больше либра нуля в скобочках d2f в точке x0 меньше либра нуля то ничего конкретного сказать нельзя требуются другие способы исследования на экстремум ничего сказать нельзя может быть локальный экстремум а может его не быть ничего сказать нельзя ничего сказать нельзя коллеги, небольшой комментарий вот когда я писал f от x0 больше либо равно f от x для всех x из окрестностей f от x0 меньше либо равно для любого x из окрестностей иногда там различаются случаи, когда строгий знак f от x строго больше f от x0 и f от x строго меньше чем f от x0 вот тогда локальный экстремум называется строгим локальный экстремум как функция одного переменного в теорема в теореме вот этой которая только что была сформулирована в пункте 1 там как раз если квадричная форма знака определенная то у нас в точке x0 строгий локальный максимум или строгий локальный минимум это вот такой небольшой комментарий замечание казательство этого, этой теоремы, этого факта давайте предпочтем лему лему очень простая давайте сформулируем и докажем итак пусть экологичная форма катаж положительно определена тогда найдется ню какое-то число такая что для всех h из р.н. выполнена катаж больше либо равно ню на норму норму красностера по первой теореме верштрасса по первой теореме верштрасса первой теореме верштрасса на компакте рассмотрим компакт, представляющий собой единичную сферу существует минимум катаж на единичной сфере норма h по со стороны на единице обозначим этот минимум мю так как h это у нас непрерывная функция понятное дело h это положительно определенная функция но и мю строго больше нуля теперь давайте смотреть k от h это есть k от h деленное на норму аж так как здесь у нас h1 ажитое ажитое делим на норму аж мы должны вынести норму аж квадрат ну и просто напишите аккуратно и там все будет легко следовать это уже будет значение квадратичной формы на единичной сфере и поэтому вот это вот будет у вас больше либраной мю ну вот мю это минимум поэтому это все больше либраной мю на норму h квадрате лема доказан теперь давайте приступим к доказательству теоремы достаточного слоя локального экстрема воспользуемся так как функция f дифференцируема в окрестности и дважды дифференцируема в самой точке воспользуемся теоремой Тейлора-Пиано то есть теорема Тейлора состоящая на форме пиано примененная к функции f f от x0 плюс h минус f от x0 f d от x0 f плюс 1 на 2 факториал d2 x0 f плюс тут о малое от ро давайте напишем ну то есть от аж давайте напишем альфа h1 h2 на норму h так вот это дифференциал равен нулю точка x0 у нас стационарно условие терем поэтому разница f от x0 плюс h минус f от x0 это вот это вот одна вторая квазатичной формы плюс бесконечно малая умножить на норму h ну и понятно вот тут сразу видно что вот это у нас полемия больше либо равно там какой-то мю на норму h ну а бесконечно малая альфа она может стать ну там равна примерно по модулю мю пополам и поэтому на знак вот этой вот правой части а значит левой части у нас вот это слагаемое никак не влияет влияет только это а оно у нас строго положительное или строго отрицательное в первом пункте значит если оно строго положительное то у нас получается вот эта вот левая часть больше либо равно нуля поэтому fx0 плюс h для любого вот этого превращения h ну для любого превращения h не выводящего из окрестностей в которой функция у нас дифференцируема получается fx0 плюс h больше ревну fx0 следовательно fx.x0 это точка локального минимума если же это отрицательно определенный ну точно такую же лему можно сделать что она у нас будет меньше либо равно там какой-нибудь минус мю на норму а и получаем что правая часть у нас отрицательная отрицательная значит это отрицательная значит fx0 локальный максимум итак первый пункт доказан второй пункт немножечко сложнее идейно мы используем тот факт что в том пункте я напомню у нас квалиотичная форма второго дефенциала знака не определена и поэтому у нас найдется такой вот вектор h2 звездой такой что вот это квалиотичная форма второго дефенциала ну давайте напишем так d2 x0 f от h со звездой будет у нас больше нуля и меньше нуля вот если больше нуля то тогда мы берем приращение для функции f вот таким f от x0 плюс t h со звездой и на этом луче на луче где квалиотичная форма была положительная определенная у нас здесь строго больше нуля получается больше нуля получаем вот здесь минус f от x0 строго больше нуля теперь если мы возьмем какое-то h две звезды так как квалиотичная форма знака не определенная когда d2 от x0 f от h со звездой двумя меньше нуля тут мы доказали что f от x0 не является локальным максимумом потому что сколько угодно близко к ней есть точки в которых функция принимает большее значение чем от f от x0 а взяв вот такое превращение x0 плюс th с двумя звездами мы получаем что точка x0 не является точкой локального минимума потому что сколь угодно близко есть значение функции f на которой будет меньше чем f от x0 вот поэтому точка x0 это не точка локальная экстремума для рассмотрения третьего пункта это значит что если квадричная форма полуопределенная то ничего сказать нельзя нам просто нужно рассмотреть несколько примеров примеров функций для которых как раз квадричная форма не знака определена в одном случае когда экстремум есть а в другом нет получаем что первый случай это x4 плюс y4 а второй случай x4 минус y4 ну можно легко посчитать что второй деференциал здесь и здесь точки 0 0 0 но это у нас точка локального минимума точка 0 0 а это седло тут экстремума нет поэтому если классичная форма полуопределена то тут уже вот исходя из достаточно условия ничего сказать нельзя вот ну единственное что я должен сейчас отметить что само исследование на знак определенности квадратичной формы обычно производится некоторыми алгебрическими методами там например выделение полных квадратов или критерий сильвестр вот очень эффективное средство значит это вот то что обычно проходится в практических курсах математического анализа давайте немного поговорим о функциях заданных неявно то есть функции которые заданы зависимость которая от одной переменной на другой заданы посредством некоторого алгебраического уравнения f от x y которое связывает эти две переменные данное условие данный способ задания функции в жизни на самом деле встречается гораздо чаще чем явное задание y равны y от x представьте себе некоторые вычисления которые дают какой-то массив значений и тут нету такой формулы а например задается посредством уравнения x квадрат плюс или квадрат мы прям самый простой минус 1 равно 0 вы знаете что это уравнение задает единичную окружность центра в точке 0 0 давайте сейчас я нарисую и видно что если мы зафиксируем какой-то x то y не может у нас быть произвольным то есть вот здесь у нас y принимает только два значения здесь и здесь если точка x0 y0 такая что выполняется x0 больше 0 то у нас есть некоторая окрестность этой точки в которой функция y от x выражается явно в данном случае так это больше y равно корень из 1 из 1 минус x квадрат для всех x из вот этой окрестности если же мы зафиксируем x0 равный плюс минус 1 вот эта точка и вот это то тут нету окрестности который y через x выражался бы явно потому что сюда в любую окрестность сколько угодно маленькая она не была бы у нас у нас найдется ходят и y равно корень из 1 минус x квадрат и y равно минус корень из 1 минус x квадрат минус корень от 1 минус x квадрат поэтому возникает вопрос о существовании функции y от x которая сдается этим функциональным уравнением давайте рассмотрим второй пример который тоже вам хорошо известен значит второй пример квадратное уравнение ax квадрат плюс bx плюс c равно нулю понятно что это квадратное уравнение задает нам x как функцию от коэффициентов abc abc и в случае если дискриминат этого квадратного уравнения положительный b квадрат минус 4 ac больше либо равна нуля то мы можем выразить их через x abc по такой известной всем формуле x12 равно минус b минус корень из b квадрат минус 4 ac деленное на 2 ну вот но обычно обычно выразить явно функцию одной через другие переменные невозможно поэтому ну вот тот вопрос который мы поставили выше вопрос проблема о существ существование функции если она существует является ли она непрерывной дифференцируемый там интегрируем и так далее этот вопрос весьма и весьма актуален ответы на эти вопросы дает следующая фундаментальная теорема которая называется теорема о существовании и непрерывной непрерывности неявной функции перед тем как формулировать теорему давайте дадим важное определение определение пусть функция f это функция двух переменных действует в р будем говорить что уравнение уравнение от xy равна нулю разрешима в явном виде разрешима в явном виде виден есть ли найдется такая функция y равна y от x которая при подстановке в это равенство обращает его верное тождество так что f от x и y от x это уже f от x обращается его верное тождество формулируем теорему о существовании и дифференцируемости неявной функции это одна из самых таких фундаментальных и важных можно так сказать теорем из курса математического анализа существование дифференцируемости неявной функции предположим что выполнен предположим что условия первая функция f мы будем так мы будем ее формулировать для двух только двух аргументов x и y на n аргументов n плюс 1 аргумент там обобщение ведется очень просто поэтому для того чтобы можно было проводить такую геометрическую интерпретацию вот этих всех рассуждений то мы рассмотрим функцию f из r2 вот пусть функция f определена в множестве а простите в области а это подмножество плоскости плоскости действует в r и пусть у нас функция f непрерывно непрерывно в какой-то окрестности точки x0 y0 функция f обращается в ноль и третий пункт производная f штрих по игре в точке x0 y0 существует и не равна нулю кроме того предположим что это производная непрерывно является непрерывной в точке x0 y0 тогда этих вот трех пунктов трех пунктов 1 2 3 будет достаточно для того чтобы существовала такая окрестность точки x0 y0 давайте запишем в виде прямоугольной окрестности то есть это декартовое произведение дельта окрестности точки x0 на еписант окрестности точки y0 и единственная функция y равна y от x действующая из дельта окрестности точки x0 еписант окрестность точки y0 непрерывная на дельта окрестности точке x0 обращающее равенство f от xy равна нулю в тожество ну да это пишем такое что f большое от x y от x тождественной 0 то есть f от xy равно нулю тогда и только тогда когда y равно y от x в дельта окрестности точки x0 если дополнительно к вот этим трем пунктам добавить четвертый пункт о том что функция f большое дифференцируема в точке x0 y0 то найденная в первой части функция y от x дифференцируема в точке x0 x0 то y от x дифференцируема в точке x0 и ее производная и ее производная давайте туда перенесемся y штрих точке x0 вычисляется по формуле минус f штрих по x в точке x0 y0 деленное на f штрих по y в точке x0 y0 то есть мы просто дифференцируем ищем частные производные функция в большое заодно вот здесь вот по x и по y и делим одно на другое если же частные производные дайте так напишем если так не хватает места очень большая теорема давайте сюда если f3 по x и по y непрерывны в какой-то окрестности точки x0 y0 то вот этот y от y штрих от x заданная вот вот этой формулой минус f3 по x и по x и по x деленное на f штрих по y и по x и по x непрерывно также непрерывно в точке вот в этой окрестности x0 y0 x0 y0 ну давайте вот чтобы потом не возвращаться мы вот это как раз вот это замечание мы сейчас самым первым разберем а потом уже докажем теорему то есть смотрите если мы докажем существование функции y от x единственная функция то вот непрерывность производные заданные этой формулы просто напросто вытекает из того что f штрих от y и f штрих от x непрерывно и теореме о композиции непрерывности композиции функции так что это все просто отличность от нуля знаменательно в этой дроби будет нам даваться теоремой о локальных свойствах непрерывной функции доказательства этой теоремы ну не то чтобы совсем как бы идейно простое как раз она к наоборот сложная но мне бы хотелось бы его доказать почти по-индусски то есть вот ну почти конечно тут уже по-индусски эту теорему доказать нельзя давайте значит докажем теорему во первых пусть и псин больше нуля и сигма больше нуля такие что в сигма и пятна от окрестности точки x 0 функция f большое во первых непрерывно во вторых ее производная штрих по игрек сохраняя знак такая что непрерывно в сигма и сант окрестности точки x 0 y 0 но это означает что вот просто-напросто эта окрестность она лежит внутри вот этой вот окрестности в которой функция в большая была непрерывной и f 3 по игре ну не обращая не ограничивая общности будем считать что штрих по игре строго больше 0 вот в этой окрестности и нет и окрестности точки к 0 и ноль почему мы можем найти что такое крест из которой что их по игре строго больше 0 потому что это частная производная у нас по-то третьему пункту непрерывно было непрерывно в точке x 0 y 0 и в В точке x0, y0, ее значение не равнялось нулю. Поэтому по локальной свойству непрерывной функции найдется окрестность этой точки такая, что в ней она сохраняет свой знак. Итак, значит, f3x по y строго больше нуля, поэтому если мы будем рассматривать функцию f от x, y как функцию от y, переменной y, значит, g от y, то эта функция по достаточным условиям на тонности будет у нас строго возрастающей на, получается, интервальчике в каком? y0 минус епсилент, y0 плюс епсилент. А вот теперь давайте начнем рисовать. Итак, нарисуем плоскость x и y. Значит, это у нас ось y будет, это ось x. f от x, y это поверхность, которая вот здесь у нас, поверхность здесь. Значит, смотрите, вот точка x0, y0, x0, y0. Вот это у нас y0 минус епсилент, y0 плюс епсилент. Из-за того, что, значит, функция f как функция переменной y монотонно возрастает строго, то вот в этой точке y0 минус епсилент, а в точке y0 она обращается в ноль, то, значит, в y0 минус епсилент у вас будет строго меньше нуля. А в y0 плюс епсилент, прямой y0 плюс епсилент, она будет строго больше нуля. f от x, y0 плюс епсилент. То есть вот на этой давайте мы вот будем, вот у меня специальные цветные мелки, вот здесь у нас будет f меньше нуля, а здесь она будет у нас больше нуля. Давайте подпишу f больше нуля, а здесь f меньше нуля. Ну а здесь где-то у нас должна пройти вот точка f равно нулю, которую мы как раз должны, ну представьте себе вот эту поверхность, вот на этой вот прямой она у нас принимает отрицательное значение, вот здесь она принимает положительное значение. И в силу опять той же самой теоремы Больца, теоремы, значит, локальных свойствах неправильной функции, у нас найдется такая дельта-окрестность точки x0, давайте напишем x0 минус дельта, x0 плюс дельта, плюс дельта. Ну вот для всех x из этой окрестности наш f, ну то есть я, наверное, слишком тут размахнулся, она вообще говоря может уже там не существовать, да? Вот, но мы знаем, что вот есть такая окрестность точки x0, вот дельта-окрестность точки x0, что вот здесь она у нас будет f от x, y, 0 минус эпицидент, меньше нуля, а вот здесь f от x, 0, f от x, y, 0 плюс эпицидент больше нуля. то есть вот у нас нашлась такая дельта-окрестность точки x0. Вот теперь давайте зафиксируем, так, у меня не хватает света, давайте зафиксируем какую-то точку x со звездой, вот x со звездой, это какая-то произвольная точка вот уже из этой дельта-окрестности, дельта-окрестности. И вот мы нарисуем вот такую вот линию. Посмотрите. Теперь, коллеги, посмотрите, тут вот очень красиво, вот это самый главный момент. f от x со звездой, y, если теперь опять рассматривать как функцию от переменной, как переменной y, то мы знаем, что f от x со звездой, y, 0 минус эпицидент, меньше нуля, y, 0 минус эпицидент, меньше нуля, а f от x со звездой, y, 0 плюс эпицидент, больше нуля. y, 0 плюс эпицидент, больше нуля. Поэтому по теореме поэтому по теореме Больца-Накаши о прохождении непрерывной функции, это я напомню, это вот в этой окрестности непрерывная функция f большое, по теореме Больца-Накаши о прохождении непрерывной функции через любое промежуточное значение у нас найдется такая точка, существует точка y со звездой, мы обозначим лежащая между y, 0 минус эпицидент, y, 0 плюс эпицидент, y, 0 минус эпицидент на интервале y, 0 плюс эпицидент, такая, что f от x со звездой, y со звездой равно нулю, такая, что f от x со звездой y со звездой равно нулю. Данная точка единственная y со звездой, давайте замечание напишем, вот, y со звездой единственная, единственная, в силу строгой монотонности функции f по переменной y, в силу строгого возрастания функции f от x со звездой y, f со звездой y. И вот как раз мы, фактически мы построили функцию y, равную точке x со звездой y со звездой, то есть мы определили нашу функцию, которую мы ищем, y от x со звездой, мы кладем, равное вот этому единственному y со звездой. Понимаете? И это, и это можно сделать для любого произвольного x со звездой, произвольного x со звездой, из дельта окрестности точки x0. Вот, все, мы построили единственную вот эту функцию, теперь давайте докажем, что она непрерывна. А мы уже доказали, что она непрерывна. Посмотрите. Для любого y больше 0, вот зафиксированную изначально, мы нашли такое дельта, вообще говорят, y это зависит, вообще больше 0. Такое, что для любых x, напишем, со звездой из дельта окрестности точки x0, выполнено, что y от x со звездой лежит в эпицинт окрестности точки y0. В эпицинт окрестности точки y0. Это и есть определение того, что функция y непрерывно в точке y, в точке x0. Значение функции в точке, а, кстати, почему y от x0 равно y0? Ну, это понятно, да? Что у нас, это я не сказал, коллеги, извините, я, наверное, здесь должен был сказать, y0 равно y от x0, потому что мы знаем, что вот в точке x0, y0 функция обращается в 0, поэтому вот здесь вот тоже получается вот как раз это значение f от x0 y0, вот поэтому y0 это у нас только здесь y0 равно y от x0. Ну, так как так как f это пункт 2 у нас был, пункт 2, f от x0 y0 равно 0. Вот, теперь смотрите, вот мы все-таки на одну доску я не влез, сложная теорема, y у вас, мы доказали, что построена нами функция y от x непрерывно в точке x0, а теперь смотрите, мы можем перейти от точки x0 y0 к любой другой точке x-штрих, y-штрих, лежащей вот в этой дельта-эпсинт-окрестности точке x0 взять произвольную точку x-штрих, y-штрих и с построенной нами окрестностью вот это дельта-эпсинт-окрестности точке x0 y0 потому что вот эта точка x-штрих, y-штрих на самом деле не будет отличаться ничем от точки x0 y0 за исключением того, что функция ну, во всех этих точках x-штрих, y-штрих у нас частная производная f-штрих по y будет строго больше нуля, мы так строили эти окрестности, а непрерывность тут уже может и не быть непрерывности, но нам она не нужна потому что мы можем просто заменить условия непрерывности оно нам было нужно только для того, чтобы применить теорему о локальных свойствах непрерывной функции а больше она нам ничего не нужна нам нужна была только знака определенность функции f-штрих по y а тут она есть она как раз вот была у нас да, вот здесь где-то здесь вот я только что стер поэтому мы вот переходя от x0 y0 к точке y-штрих y-штрих вот произвольной мы получаем непрерывность функции y значит функции y непрерывность в точке y-штрих вы бы отказали непрерывность в точке x0 вот здесь вот а теперь точно так же сделать те же самые рассуждения мы получаем непрерывность y-штрих все доказали во-первых мы доказали существование функции нервы заодно вот этим уравнением и доказали ее непрерывность теперь давайте докажем дифференцировать но это уже достаточно просто итак пусть дополнительно четвертый пункт f у нас уже дифференцируем в точке x0 y0 ну давайте напишем определение дифференцировать как я говорил своим студентам если вам что-то сейчас сложных доказательств пишите определение f от x0 плюс h давайте дельта x дельта x y0 плюс дельта y минус f от x0 y0 это просопление дифференцировать функции числовой функции действующей в это есть f штрих по x в точке x0 y0 на дельта x плюс f3 по y в точке x0 y0 на дельта y так это мы стираем плюс а вот тут дальше должно было стоять о малое отро помните но мы сейчас напишем вот это о малое отро в виде вот таком нам сейчас это будет нужно но это все как бы очень просто из определения того получается определение которого сейчас мы будем использовать это вот некоторые бесконечно малая функция дельта y умноженное на дельта x плюс бесконечно малая функция альфа 2 от дельта y бесконечно малая в точке 0 на дельта y ну вот теперь давайте давайте поработаем с левой частью левой частью так это нам уже не нужно открываем открываем так ну f от x0 y0 это 0 теперь f от x0 плюс дельта x плюс дельта x y0 плюс дельта y это будет f от x0 плюс дельта x x0 плюс дельта x здесь мы пишем y0 а дельта y это у нас что такое y от x0 плюс дельта x минус y от x0 y0 это y от x0 значит это у нас хоп-хоп сокращается и получаем f большое от x0 плюс дельта x y от x0 плюс дельта x а это если конечно дельта x не выводит на эту епсин дельта окрестность равно нулю просто по определению функции y которую мы построили поэтому все что стоит в левой части обращается в ноль обращается в ноль вот это все обращается в ноль следовательно f'x на дельта x плюс f'x на дельта y плюс вот эти бесконечно малые равны нулю вот ну и все теперь уже коллеги я вот это сотрую нам уже не нужно посмотрите просто группируя одно с другим мы получаем дельта y деленное дельта x равно минус f'x x от x0 y0 плюс альфа 1 дельта x дельта y деленное деленное на f'x по y в точке x0 y0 плюс альфа 2 там от дельта x дельта y ну вот и теперь значит смотрите альфа 1 альфа 2 у нас бесконечно малое ну можно доказать в силу так как это непрерывно у нас ну при дельта x стремящемся к нулю дельта y стремится к нулю тоже поэтому при дельта x стремящемся к нулю а мы даже сейчас дельта x стремить к нулю у нас получается к нулю и это стремится поэтому при дельта x стремящемся к нулю это стремится к нулю это тоже к нулю и у нас справа получается вот это дробь минус f'x по x 0 y0 деленное f'x по y x0 y0 а левая часть левая часть у нас стремится как раз к y' производной в точке x0. Да? Вопрос по определению производной. Все. Под непрерывностью этой производной мы доказали с самого начала. Все. Теорема неявной функции доказана. Рисуем квадратик. Теперь давайте попробуем применить эту замечательную теорему, ну, например, к теореме, которая была уже доказана другими способами, понятное дело. Теорема о дифференцированности обратной функции. Помните, у нас была такая теорема в первом семестре. Если кто-то не видел эту теорему, пересмотрите. Ну, например, вот наша первая лекция 6 часов Маттана. То есть у нас было такое утверждение, что если у вас функция f от x такая, что f дифференцированная в точке x0, и ее производная f' в точке x0 не равна 0, то существует обратная функция, f минус первая, то есть у равна f от x, f минус первая, ну, там от y, которая тоже дифференцируема в точке уже y от x0, и ее производная f, так, напишу, f минус первая, штрих в точке yx0 вычисляется по формуле. Это будет 1 деленное на f' в точке x0, которая не равна 0. Вот, ну, помните, мы там говорили, что если у вас точка производная не равна 0, то по теореме Дарбу значение производной либо строго положительное, либо строго отрицательное, а значит функция f монотонна, а если она монотонна, то значит она у нас имеет обратную. Значит, обратная существует, существование легко доказывалось, ну, а потом там, переходя к пределу, мы находили вот эту формулу. Значит, моментально получаем дифференцируемость и, ну, дифференцируемость и вот эту формулу из теоремы только что доказанной, теоремы неявной функции. Посмотрите, давайте рассмотрим функцию f от x и y, равную, значит, чему y минус f от x. Ну, у нас была функция y равна f от x, значит, y минус f от x это 0. Ну вот, мы можем считать вот это, это функция от x и от y, неявно заданная. Теперь смотрите, f3 по y равно 1, не равно 0, ну, все остальные тоже условия проверяются, можете проверить. Поэтому у нас существует, значит, f минус 1, минус 1. Ну, давайте, существует x, равная f минус 1 от y, по теореме неявной функции, и ее производная, f минус 1 штрих, вот в этой точке, равна минус, так, я вот это сотру, вот это сотру, минус f3 по x в точке x0, y0, это, а, стойте, 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 равно минус, ну, у нас, смотрите, коллеги, тут главное не запутаться, потому что у нас теперь мы решаем это уравнение относительно x, относительно x, а не относительно y, то есть тут должно стоять f штрих по y в точке x0, y0, деленное на f штрих по x в точке x0, y0. Значит, это у нас единица, получается, минус 1, так, 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 да, минус 1, а здесь получается минус f штрих в точке x0, минус на минус сокращается, и мы как раз получаем вот эту формулу, все. Это теорема о существовании дифферензируемости обратной функции, это вот такое очень простое следствие теоремы неявной функции, которую мы только что заказали, элементарной теоремы неявной функции. Коллеги, мы рассмотрели задачу о поиске неявной заданной функции, то есть функции, которая задается функциональным уравнением, f от x, y равно 0. Зависимость y от x здесь задана неявная, но нам требуется найти эту функцию y равна y от x, которая при подстановке в функциональное вот это равенство образует тождество, верное тождество. Точно так же можно было бы рассмотреть функциональное уравнение, где одна переменная y неизвестная, но уже n переменных x. Я обращу ваше внимание на это, все получается то же самое, только здесь уже не было бы геометрической интерпретации, которая мне была важна, перед тем, как я доказывал вам теорему неявной функции. Давайте теперь рассмотрим такое более существенное обобщение, а именно о поиске нескольких функций, заданных неявно с функциональными уравнениями. А теперь требуется уже не одно уравнение, а целое несколько систем уравнений. Задача выглядит следующим образом. То есть у нас есть m уравнений, f1 от x1 и так далее, xm, y1 и так далее, ym, равное 0 и так далее, fm, зависит от переменных x1 и так далее, x, простите, а тут m написал, тут n, конечно, должен быть xn, y1 и так далее, ym, равное 0. Вот такая вот система нам задана. И эту систему мы будем решать относительно переменных y1, y2 и так далее, ym. Давайте назовем эту систему звездочкой, мы будем на нее ссылаться сегодня. и наша задача будет выразить из этой системы переменные y1, y2 и так далее, ym через xn, x1 и так далее, xn. То есть найти такие функции y равно y1 от x, x от x1 и так далее, xn, y1 и так далее, ym равное ym от x1 и так далее, xn. и некоторую окрестность, окрестность точки x0, x0, x0 это точка x0, x0, x0 и так далее, x0, в которой данные функции существуют, и при подстановке их в систему звездочка они обращают все эти m, все эту систему, все эти m уравнений, верные тождества. Давайте введем удобные нам обозначения. Во-первых, зададим отображение f, действующее из декартового проведения rn на rn в rn. Это векторно-значенная функция векторного аргумента. Пусть это отображение задано в некоторой окрестности точки x0, y0, это x0, y0, это точка декартового проведения rn на rn, задано в окрестности точки x0, y0, и выполнено следующее условие. Первая функция f, вот эта функция дифференцируема в окрестности точки x0, y0, то есть дифференцируемы все координатные функции, вот эти f1, f2 и так далее. fm. То есть давайте я напишу здесь f, это векторно-значная функция, то есть это f, вот, ну дайте даже вот так напишем, f это f1, f2 и так далее. fm. Вот такая функция, то есть для любого g от 1 до m у нас выполняется, что все fg дифференцируемы вот тут, в этой окрестности. В этой окрестности все они дифференцированы. Так, это первое условие. Второе условие, что функция f обращается в нулевой вектор в точке x0, y0, то есть это у нас нулевой вектор θm. Что это означает? Это означает, что все координатные функции f1, f2 и так далее fm обращаются в ноль. То есть для любого g от 1 до m выполняется, что fg, точки x0, y0 обращаются, это уже числовые функции, обращаются в ноль. Третье условие. Все частные производные функции f по переменам y непрерывны в точке x0. То есть для любого g от 1 до m, для любого k от 1 до m все частные производные dfg по dy непрерывны в точке x0, y0. То есть я просто повторяю все условия предыдущей теоремы, обобщенные на систему. И четвертое это вот такое интересное условие, которое как раз показывает, что такое производная функция, действующая отсюда, отсюда, отсюда. Четвертое условие. Вспомним систему элементарную теорему неявной функции. Там важное было условие, что f' по y производная функция по переменной, которую мы искали, она не равна нулю в этой точке. Тут уже понятие производная для такой функции, оно более сложное. И поэтому мы требуем следующее. Мы вспомним, что для функций многих переменных, действующих из rn vrm, под производные понимался якобиан. помните матрицы якоби, то есть вот определитель матрицы, это вот так напишем, да? d f1 и так далее fm, по d y1 и так далее ym вот этот якобиан не равен нулю, так это у матрицы, наверное, да? Вот этот якобиан не равен нулю, да? Точке x0, y0, x0, y0. Если выполнены вот эти вот 4 условия, 1, 2, 3, 4, тогда система звездочка, которую тут не стираю, тогда система звездочка разрешима относительно переменных y1, y2 и так далее ym, разрешима, разрешима относительно переменных y1, y2 и так далее ym, то есть мы можем найти такую окрестность и такие m функции, окрестность точке x1, x2, x0, x1, x2, x0, n такое, что отображение y, так действующее, значит, данные вот в этой окрестности в этой окрестности точки x01 x02 и далее x0 x0 действующая из окрестности точки x0 функция y у нас зависит от x12 и так далее xn это у вас от множества пространства rn и это действует в некоторую окрестность точки y0 то есть в x1 y01 декартова на в y2 y2 и так далее до декартова на в м м от y м это уже в это под множество пространства р.м. такие функции для которых вот давайте напишем такую что вот сюда немножко у нас не хватило места такое что такое что для всех точек x и y принадлежащего декартовому произведению дельта окрестности точки x0 на вот это вот все вот это что один и так один так далее в м м и грек м что от x и грек равно нулю напомню что f это вот отображение заранной р.м. действующие в р.м. который заодно вот этой системы эквивалентно а тому что y равно y от x то есть и грек один ровно и грек один от x или даром и грек два от x и так далее великан равно y от x доказательства этой теоремы достаточно трудоемко но я в общем то практически ну как бы идейно оно очень простое все вся идея они заключены были в предыдущей теореме элементарной теореме не явной функции которую мы с вами провели от начала до конца а сейчас мы просто опираясь на ту теорему очень важную попыт попробуем доказать но я объясню как доказывается теорема которая формулировалась выше доказательства проводится методом математической индукции понятное дело значит доказательства проводится методом математической индукции по m то есть по количеству значит уравнений которые заданы в системе при m равна единице при m равна единице все было доказано в элементарной теореме не явной функции предположим что если у нас для m минус 1 уравнение все выполнили то есть если у нас заданного т минус одно уравнение в системе звездочка и а минус 1 минус 1 функция и грек 1 грек 2 и так далее грек м то в ней с ними все выполнено пусть вот для м минус 1 у нас все выполнено надо доказать что если в системе у нас м уравнений то там тоже все хорошо а дальше мы решаем первое м минус 1 уравнение первое м минус 1 уравнение м минус одно уравнение получаем м минус одну функцию y 1 и так далее y минус 1 и подставляем все эти y последняя функция последнего функциональное уравнение то есть мы получаем вот такие вот функции 1 равна y1 от x и так далее y и минус 1 равно y m минус 1 вот x 1 и так далее и подставляем вот эти вот все найденные функции в последнее уравнение и решаем вот это последнее уравнение уже относительно y подставляем последнее м на и уравнение это у нас так 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 значит получается x1 и так далее xn y1 от x ну и единственное невыраженное что уравнениеungs usually по затем мы выражаем эту функцию вopleсия и здесь тут но вот она равна 0 И применяем изначальную теорему о неявной функции, о существовании непереносимости и дифференцировании неявной функции, применённую уже к вот этой функции Пси. Ну, это, я говорю, только вот такая техническая работа. И тут, конечно, в основном не математический анализ, а линейная алгебра, потому что там нужно вот это всё продифференцировать. Но самое сложное здесь, безусловно, доказать, что ДПСи по ДИКМ не равно нулю в точке вот этой, да? Х0, значит, вот эта точка, вот эта производная не равна нулю. Вот тут вот уже такая, ну, достаточно такая. Линейная алгебра приходится решать некоторые системы. Используют системы О из линейной алгебры. Ну вот, я, наверное, оставлю вам ссылку на лекцию, где я это всё аккуратно проделываю. В предыдущей теореме, теореме о неявной функции, там была очень удобная формула для производной. Y штрих по X, значит, Y штрих от X по X это минус F штрих по X делённый на F штрих по Y, ну, в какой-то точке там X0, ну, X0, да? Значит, понятное дело, что в этой теореме, когда у нас задаётся неявной функции много, M штук, у нас уже, значит, вычислить производную, DYL, вот тут напишу, DYL по DXK, DXK уже не так просто, значит, но как, собственно говоря, вычисляются эти производные? Значит, эти производные, для того, чтобы мы нашли эти производные, мы должны продифференцировать систему звёздочка по переменам X1, X2 и так далее, XM. То есть получить следующую систему, ну, понятное дело, что мы с вами понимаем, что Y1, Y2 и так далее, YM это функция от X, X, X и мы применяем, дифференцируя теорему о производной сложной функции. То есть у вас получается DF1 по DYL на DYL1 по DXK, там какой-то, да, DXK, плюс и так далее, плюс DF1 по DYL, 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 по DXK, плюс, ну, сама вот эта вот FM, она зависит от XK ещё, поэтому здесь, конечно, должна быть ещё переменная DFM по DXK, ну, и так как это всё равно нулю, поэтому это тоже равняется нулю. Вот, и так мы дифференцируем каждое из вот этих вот функциональных уравнений и так далее, получаем последнее DFM по DYL, DYL по DXK, плюс и так далее, плюс DF по DYL, DFM на DYL по DXK, плюс DF, так, 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 тут не M должно быть, а 1, конечно, DFM по DXK, и это равно нулю. И мы получаем систему, систему, где M неизвестных, да, DYL по DXK, DYL по DXK и так далее, DYL по DXK, и так далее, DYL по DXK. И мы понимаем, что определитель этой системы это как раз вот этот вот якобиан, который я вот стёр. Якобиан из теоремы о неявной функции, которую мы доказываем, этот якобиан не равен нулю. А значит, из линейной алгебры мы получаем, что эта система разрешима относительно вот этих неизвестных, решая эту систему, ну, например, каким-то формы Крамера, получаем как раз вот выражение для производных DYL по DXK. Итак, мы приступаем к последней теме нашей лекции, это условно-экстремум функции многих переменных. Давайте запишем. Условно-экстремум функции многих переменных. Условно-экстремум функции многих переменных. При решении таких практических задач, задачи жизни, мы почти никогда не решаем задачи на экстремум без дополнительных условий. То есть, если, например, у вас есть какой-то завод, то для того, чтобы максимизировать его прибыль, нам обязательно нужно использовать, учитывать какие-то дополнительные условия. Ну, там, например, зарплата персоналу или... ну, какие-нибудь траты на ресурсы, которые требуются для изготовления, значит, изготовления какой-то продукции. Поэтому мы всегда должны искать экстремум не просто функции многих переменных, а функции многих переменных с какими-то условиями, ограничивающие эту задачу. Давайте рассмотрим пример. Вот у вас функция f от x, y седло, например. x квадрат минус y квадрат. Давайте рассмотрим эту функцию на экстремум при дополнительном условии x равно 0, то есть мы пересекаем это седло плоскостью x равно 0, получаем параболу минус y квадрат, которая с ветвями вниз. И при этом условии данная функция имеет максимум, существует локальный максимум 0,0. Теперь, если мы ставим дополнительное условие y равно 0, там уже точка 0,0. Это будет локальный минимум. Значит, локальный минимум. Локальный минимум. то тогда в точке 0,0 экстремума нет. Итак, давайте введём важное определение. Важное определение. Пусть у вас на каком-то открытом множестве G задано на... Ну, открытом для простоты. Открыто — это значит любая точка, это множество внутреннее. То есть мы можем определить дифференцируемость в любой точке этого множества. На любом открытом, на каком-то множестве G заданы M плюс одна функция. Задана M плюс одна функция. Первая — это F, экстремум которой мы будем находить. И вот дополнительные функции от 1, F2 и так далее, Fm. Пусть это есть некоторые функции, которые, ну, предположим, что важно. Это M должно... Так, G — это у нас подможество Rn. И тут важное условие, что M у нас должно быть, во-первых, больше либо равно 1. А во-вторых, оно строго меньше R. То есть у нас должно быть вот этих вот условий F1, F2 и так далее, Fm строго меньше, чем количество переменных. Тогда уравнение F, G от X равно 0. И функция F, действующая из Rn в Rm. То есть функция F, разладанная M векторными функциями, F1, F2 и так далее, Fm. Называется уравнениями связи. Вот эти вот уравнения, вот эти, вжитые от X равно 0, называются уравнениями связи. Или условиями ограничения. Условия ограничения. Давайте, в общем, в пробочках. Условия ограничения. Ограничения. Пусть у нас задано множество E. E, это множество E, это множество точек X пространства Rn, таких, что для любого G от 1 до M эти точки X удовлетворяют сразу всем условиям связи. То есть для любого G вот такого FG, T от X равно 0. Вот это некоторое множество, которое у нас ограничивает, которое задано вот этими вот уравнениями связи, условиями ограничения. Дадим определение. Определение точкой X 0 из вот этого множества E. Определение точкой X 0 из множества E называется точкой локального экстремума, условного локального экстремума при функции F. при наличии уравнения связи вот этих вот F, называется, вот это напишем точкой, условного, условного, локального минимума, скобочках, локального максимума, Функции F при наличии условий связи. Ну, как бы их назвать, ну, например, давайте 1 обозначим, условия связи 1. Если найдется такое дельта больше 0, такое, что для всех X из этой дельта окрестностей пересеченный с множеством вот этим допустимым множеством E, то есть мы ищем экстремум не по всем X, а вот по всем X, которые из этой дельта окрестностей и пересеченное с допустимым множеством. Вот для всех таких X выполнено условие, так, локальный минимум F от X 0, меньше либо равно F от X, когда точка X 0 называется точкой условного, локального минимума или максимума. Для иллюстрации, только что приведенного понятия, давайте рассмотрим один пример. Пример 1 требуется найти и следует на экстремум функцию F от X, Y равная X квадрат плюс Y квадрат при условии связи X плюс Y минус 1 равно 0. То есть X квадрат плюс Y квадрат, а условия связи заданы линейной функцией X плюс Y минус 1 равно 0. Например, как можно самый простой способ решить эту задачу? Давайте выразим Y через X из условия связи, подставим его вот сюда, вот в эту функцию, и получим уже функцию от одной переменной, которую можно исследовать на безусловной экстремум. Которую можно будет исследовать на безусловной экстремум. Так, получается, что Y равно 1 минус X, F равно X квадрат плюс 1 минус X в квадрате. Мы получаем параболу 2X квадрат минус 2X плюс 1. Ну и понятно, что у него будет точка локального минимума, и будет эта точка в вершине вот этой параболы. Так, ну, производную можно взять. Получается вот такие вот точка. X равно 1, 2. Y, которая равна 1, 2. Так, а теперь давайте посмотрим, немножко поговорим о геометрии этой задачи. То есть вот нас спрашивали найти точку экстремума вот этой функции, которая представляет собой параболоид вращения. Параболоид вращения у него точка минимума, это вот точка 0, 0. Но нам требуется найти не безусловный экстремум, а экстремум с задным условием связи. Устанавливать связи представляет собой плоскость. Плоскость X плюс Y минус 1 равно 0. И при пересечении этой плоскости с параболоидом мы как раз получили параболу. Мы как раз получили параболу, которая вот здесь вот у нас была, значит, найдена. И нашли ее минимум. И это как раз и будет условный минимум функции f от x, y в таком условии связи. Давайте поговорим о методе, самом простом методе решения задачи на условную экстремум, который называется в некоторой литературе как метод исключения. Давайте сделаем заголовок. Метод исключения. Итак, предположим, что выполняются следующие условия. Пусть точка X0 это некоторая внутренняя точка множества Е и функции f, f1 и так далее, fm, условия связи, непрерывно дифференцируемы в окрестности, в некоторой окрестности точке X0. Пусть, кроме того, ранг матрицы, Д, f1 и так далее, fm, по dx1 и так далее xn равен m я напомню, что у нас 1 меньше либо равно m меньше n то есть m строго меньше чем n вот ранг такой матрицы в этой матрице значит m столбцов и n строк равен m это означает, что у нас найдется хотя бы 1 минор m на m с ненуливым определителем с ненуливым определителем эти условия называются условиями якобы условия якобы не ограничивая общности мы считаем, что не равен нулю верхней левой определите вот этот минор то есть не ограничивая общность ну почему не ограничивая общность потому что если не он, то мы просто перенумеровываем перенумеровываем вот эти переменные поэтому не ограничивая общность считаем, что считаем считаем, что вот этот вот определитель df1 и так далее fm d x1 и так далее xm вот как раз он не равен нулю вот считаем вот так по теориями о системе неявных функций это нам позволяет выразить первые m переменных x1 и так далее xm через оставшиеся n-m по системе по обратите по теореме по системе неявных функций можно разрешить систему можно разрешить условия связи связи ну то есть найти вот такие вот функции x1 равно x1 от xm плюс 1 и так далее xn и так далее xm равно xm от xm плюс 1 и так далее xn вот разрешаем такую систему это решение у нас существует по теореме о системе неявных функций причем так давайте знаете что давайте не x1 обозначим а вот мю 1 так удобнее мю мю 1 вот все вот эти вот функции мю 1 и так далее мю м они у нас дифференцируемы вот в некоторой окрестности вот которые у нас все это происходит ну то же самое по той же самой теории они у нас дифференцируемы и мы можем подставить вот эти вот найденные функции в нашу в нашу функцию которую мы исследуем на экстреме то есть у нас задача исследуем на экстреме функцию f от x1 и так далее xn так 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 подставляя так на этом уже можем стирать получаем f от ню 1 xn плюс 1 и так далее xn и так далее ню м от xn плюс 1 и так далее xn ну и сами эти переменные xn плюс 1 и так далее xn вот такая вот функция f ну и давайте обозначим ее функция g функция g от n минус м переменных xn плюс 1 и так далее xn по и так далее функция g по нашим предположениям нашим допущениям функция g непрерывная дефинцированная функция в окрестности эти окрестность u от x0 с волной x0 с волной это у нас точка пространства rn минус m с координатами x0 плюс 1 и так далее x0 m n если f имеет экстрему в точке x0 условной то функция g имеет безусловный экстрему в точке x0 с волной напишем если f имеет условный экстремум в точке x0 тоже имеет безусловный экстремум в точке x0 с волной безусловный экстремум в точке x0 с волной поэтому необходимым условием экстремума для функции g будет обращение в 0 ее дифференциала следовательно необходимое условие условие имеет вид необходимое условие существование условно экстремум имеет вид так это я стираю я стираю это я стираю 0 равно dg точки x0 с волной что равно в силу инвариантности формы первого дифференциала df df вот dx1 dx1 плюс и так далее плюс df вот dxm это вот зависимые перемены dxm плюс df dxm плюс 1 dxm плюс 1 плюс и так далее df dxm 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 смотрите у нас получилось что дифференциал равен 0 но тут к сожалению или к счастью ну как дифференциал равен 0 тогда когда у него у каждого коэффициент перед каждым dx равен 0 но тут у нас вот эти вот dx1 и так далее dxm они зависят от всех остальных поэтому тут может так случиться что не только все эти производные должны равняться 0 а так не получается ну ничего давайте выразим вот эти дифференциалы dx1 dx2 и так далее dxm через независимый дифференциал независимых переменных для этого продифференцируем условия связи просто по всем переменным мы получаем df1 dx1 dx1 плюс и так далее плюс d f1 odxm dxm плюс и так далее плюс df1 odxn на dxn вот это у нас равно нулю потому что мы дифференцировали условия связи и так далее мы дифференцируем по всем переменам а последнее у нас уравнение получается df1 odxm на dxm на dxm и так далее плюс dfm по dxm на dxm плюс и так далее плюс dfm вот dxm xm 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 на dxm равно нулю вот такую систему мы получили дифференцирование условий связи и давайте теперь присмотримся нам нужно выразить вот эти вот дифференциалы через так тут только секундочку здесь должно быть один и здесь тоже один да мы выражаем вот эти вот зависимые дифференциалы коллеги мы выражаем зависимые дифференциалы через независимые для этого нам нужно решить систему а это будет система линейных лгеберических уравнений у которой определитель это как раз вот этот вот якобиан видите насколько он важен якобиан и он не равен нулю по нашему предложению который был здесь выше следовательно существует единственное решение мы решаем эту систему единственное решение мы получаем вот эти вот dx1 и так далее dxm решаем подставляем сюда эти выражения и получаем получаем am плюс 1 на dxm плюс 1 плюс и так далее плюс an dxn и вот он равен нулю и смотрите вот эти вот коэффициенты а акаты они у нас будут зависеть от вот этих производных и от этих производных всех понятно да и тут уже так как вот эти вот dx и ты они у нас независимы переменные вот тут вытекают необходимые условия существования локальной экстремии необходимые условия необходимые условия это чтобы каждый из этих коэффициентов был равен нулю ну и выполнялись бы условия связи ам плюс 1 и так далее ам равны нулю равно м равно и все условия связи то есть f1 равно и так далее равно fm равно нулю вот они условия связи необходимые условия которые дает нам метод исключения метод исключения чем плох этот метод а плох он тем что во-первых тут нельзя получить достаточно условия условно локальное экстремума то есть эти достаточно условия они уже из других принципов получаются вот а во-вторых самое главное наверное ну метод первое тоже важное что решить вообще говоря систему уравнения связи относительно первых m переменных можно как говорит теорема но технически обычно не представляется возможным ну потому что ну вот там ну нельзя выразить вот эту систему то есть теорема в системе явных фунтов говорит что решение существует как в том анекдоте да вот но мы его не знаем поэтому так не получается на эти вопросы отвечает исключительно красивый метод который тоже носит имя великого лагранжа итак метод множители лагранжи метод множители лагранжи у нас уже поздний час и я наверное не буду рассказывать подробно про этот метод про необходимые условия по методу множители лагранжи достаточными условиями метода лагранжи я вам оставлю ссылки наверное на свои лекции где про эти этот метод было сказано хорошо и подробно метод множители лагранжи мы только такие основные понятия сейчас обсудим с вами итак будем предполагать что функции f f1 значит пусть будем предполагать функции f маленькая f1 и так далее fm дифференцируемы в некоторой окрестности точки x0 рассмотрим задачу поиска экстремного функции f при условиях связи 1 равно 0 и так далее f равно 0 такая вот задача на условный экстремум давайте дадим определение функции лагранжа задачи ну давайте 1 функции лагранжа задача 1 функции лагранжа лагранжа 1 задача 1 называется вот такая вот функция называется функция ль лагранжа 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 предположение сказанных выше вот эти предположения функция лагранжа дифференцируема в так тут должно быть наверное окрестность точки x0 я прошу прощения окрестность точки x0 и вот функция лагранжа она у нас дифференцируема как раз вот в этой окрестности вот в предположении которое у нас было выше d f1 и так далее fm на d x1 и так далее xm возможно рассмотреть задачу и выразить вот эти вот неопределенные множители лагранжа так чтобы дифференциал d зависел бы только от x1 df2 и так далее что-то dxm плюс а вот тут вот уже будут у нас вот это все равно нулю значит мы выбираем вот эти множители лагранжа именно такие чтобы это все вращалось в ноль собственно говоря для этого нужно решить систему линейных выбираем выбирающих управлений с определителем не равным нулю то есть вот этот определитель не равен нулю по нашему предположению и при таком предположении мы можем подобрать такие множители лагранжа лямбда 1 и так далее лямбда m такие чтобы вот занулить все вот эти вот ну коэффициенты при дифференциалах связанных да то есть вот это уже у нас не равно нулю dxm плюс 1 плюс и так далее да там что-то не равно нулю dxm это все просто получается дифференцированием так и это все равно нулю потому что это у нас просто необходимые условия локально-экстремума ну вот отсюда из этого равенства из этой системы получаются необходимые условия лагранжа то есть это у нас все а это как раз это будут производные функции лагранжа по переменам x1 x2 и так далее xm вот и мы получаем мы получаем необходимые условия локально-экстремума методом лагранжа эти условия у нас выглядят следующим образом то есть у нас все частные производные функции лагранжа равны нулю l мы обозначали л штрих по x1 от x равно нулю и так далее l' по xn от x равно нулю и вот здесь вот все условия связи на эти векторном виде напишем лагранжа штрих лагранжа 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 когда экстремума есть достаточные условия определенных экстремума есть ну есть как обычно если больше для минимум если меньше для максимум а если d2l у нас знака неопределенная знака неопленная то есть может принимать на разных dx скатах и положительные отрицательные значения знака неопределенная то экстремума нет нет и быть не может ну вот если полуопределена то понятное дело у нас то же самое здесь требуется какой-то другой способ исследования на условный экстремум я дам вам ссылки оставлю ссылки на свои лекции где это все доказывается аккуратно сейчас давайте просто поговорим о смысле этого метода потому что действительно очень красивый метод и это возможно самый красивый метод вообще в тем математическом анализе мне так кажется возможно он очень красивый в чем смысл такой геометрический смысл метода множитель лагранжа предположим что у нас есть задача на условный экстремум при наличии условий связи f равно нулю пусть у нас есть такая задача условный экстремум мы по этой задаче строим пункцию лагранжа l от x лямбля это f от x плюс там лямбля на f скалярно скалярно умножение ну вот при подборе функции норс лагранжа мы получаем вообще говоря другую поверхность вот функция f для которой безусловно экстремум будет совпадать условным экстремум функции вот изначально задачи вот это очень действительно очень красиво потому что мы уже будем решать задачу на безусловное экстремум методами которые у нас есть да там необходимы достаточно условия и находить уже безусловно экстремум функции лагранжа как это обычно бывает то есть вот если у вас есть такая задача мы по ней строим функцию лагранжа потом мы пишем необходимые условия добавляем сюда еще и вот эти вот условия связи получаем систему из n плюс m уравнений решаем ее причем решаем следующим образом мы выражаем все вот эти вот ну у нас n плюс m уравнений n это неизвестных x1 x2 и так далее xn стационарная точка локальная экстремум еще m умножить лагранжа неизвестных мы берем выражаем все иксы через лямбды вот из этих вот первых n уравнений подставляем эти лямбды сюда и решаем находим лямбду тут может быть несколько лямбд то есть у нас может быть тут несколько точек подозрительной экстремум вот найдя все эти лямбды мы обратно их помещаем сюда и уже находим x-ы скажем так подозрительной условной экстремум и дальше требуется применить достаточно условия локальной экстремум только то есть для таких вот лямбда и точек исследовать на знакоопределенность функции лагранжа второй дифференциал функции лагранжа так что это вот очень мне кажется красивый и удобный метод исследования на условно экстремум давайте рассмотрим несколько примеров один пример который у нас уже был исследовательная экстремум функциях x-y равен x квадрат плюс x-y квадрат экстремум при условии x-y минус 1 равно 0 так функция лагранжа для этой задачи будет следующий вид x квадрат плюс x квадрат плюс ламбда на x плюс y минус 1 такая функция лагранжа теперь ищем производные л-штрих по x это будет 2x плюс ламбда обращается в 0 л-штрих по y равно 2y плюс ламбда обращается в 0 ну и условия связи x плюс y равно единице добавляется решаем эту систему отсюда мы получаем x равно минус ламбда пополам y равно минус лямбда пополам так 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 получаем минус лямбда равно единице следовательно лямбда равно минус 1 2 минус так минус единицы минус единицы поэтому вот сюда получаем y 1 2 x 1 2 и вот у нас . 1 2 1 2 ну и следуем второй деференциал d2l это что у нас такое будет л-штрих по xx я полно полно видео напишу потому что я раньше не писал по моему варка плюс 2l 2 штрих по xy dx dy плюс л-штрих по yy dy квадрат поэтому средняя смешанная производная равно нулю это равно двойке 2dx квадрат плюс 2dy квадрат это у нас понятное дело строго больше нуля при всех dx dy ненулевых и следовательно . 1 2 1 2 это минимум этой функции при условии связи вот таком мы получили тот же самый ответ который мы только что значит методное исключение с вами находили хочу обратить ваше внимание на вот такую вот красивую очень вещь смотрите давайте напишем функция лагранжа как бы вот как она выглядит это x квадрат плюс значит это у нас лябда минус x добавляем до полного квадрата 1 4 плюс y квадрат минус и игре тоже плюс 1 4 1 4 1 4 здесь получается минус минус 1 то есть плюс 1 и у нас все плюс 1 2 так смотрите коллеги что получается получается очень красивая вещь получается вот как фигура x минус 1 2 в квадрате плюс y минус 1 2 в квадрате плюс 1 2 то есть это мы получили функция лагранжа представляет собой то же самый параболоид вращения только он смещен в точку 1 2 1 2 по x и y и на одну вторую вверх то есть смотрите тут получается очень классная вещь значит вот смотрите вот параболоид который был изначально который мы хотели исследовать вот у вас плоскость вот так вот да вот она вот эту . лакарно экстремума а вот этот параболоид это тоже самый параболоид который смещен вот в эту точку он уже имеет безусловный экстремум в точке где изначальная функция имела условно экстремум видеть он вот вверх и поднят да и вот у нас уже безусловный экстремум вот в этой точке Вот, это не всегда так вот красиво проиллюстрировать геометрически при вот этом использовании метода Лагранжа, но вот это я подобрал вам очень такой хороший пример. Все, давайте на этом месте мы с вами закончим нашу мега лекцию, я в общем вас всех благодарю, благодарю всех тех, кто посмотрел эту лекцию с самого начала до конца вот этого момента, и я думаю, что даже вот это вот просто то, что вы посмотрели, и я то, что я записал эту лекцию там вместе с Алексеем, мне еще помогало несколько человек. Это все, я считаю, ну как бы одно это, достаточно большое достижение, ваше достижение, что вы досмотрели на нее, если вы посмотрели все это там. Все, коллеги, значит, на этом мы с вами закончим нашу лекцию, я потом буду писать, если она станет популярной, ну примерно как вот первая, первая часть, то я обещаю снять еще третью лекцию, где я нему... Остатки курса третьего семестра, это уже там будут функциональные ряды, интегрирование по многообразиям, кратные интегралы, теория поля, и часть там не так много остается в четвертом семестре, от математического анализа, там уже остаются две темы, собственный интервал, зависящий от параметра, и теория до Фурье, очень красивая такая тема, смесь алгебры и геометрии. А, алгебры, простите, анализа. Все, до свидания, коллеги, любите математический анализ, и все вам будет счастьем. Математический анализ – это праздник, который всегда с тобой. Субтитры создавал DimaTorzok